Джой Адамсон, рожденная свободной, рассказы о природе. Издание второе, перевод с английского, издательство «Мысль», Москва, 1969 год. Джой Адамсон, более 20 лет прожившая в Кении, описывает в своей книге природу и животный мир этой страны. Героиня книги львица Эльса, еще маленьким ребенком попавшая к супругам Адамсон. Между Эльсой и ее приемными родителями возникает трогательная привязанность. С огромной любовью и одновременно с научной точностью описывает автор поведение подрастающего животного, его привычки и поступки. Через симпатию к Эльсе Джой Адамсон привлекает внимание общества к вопросам охраны природы, заставляет задуматься над судьбой животного мира Африки. Книга первая. Рожденная свободной. Львица двух миров. Глава первая. Львята. Много лет проживая в северной пограничной провинции Кении. Эта пустынная, заросшая колечим кустарником область, простирается от горы Кении на юге до границы с Эфиопией и занимает площадь более 300 тысяч квадратных километров. Цивилизация мало повлияла на эту часть Африки. Фермеров тут не было, а местные племена жили почти так же, как их предки. Животный мир этого края богат необычайно. Мой муж Джордж был старшим инспектором по охране диким животных. Жили мы на юге провинции, поблизости от Исиола, небольшого городка, где было десятка три европейцев, чиновников колониальной администрации. Кроме охраны животных и борьбы с браконьерством, Джордж еще должен был заботиться об уничтожении опасных зверей, нападающих на местных жителей. По делам службы ему часто приходилось совершать дальние поездки. Мы их называли сафари. Если было возможно, он всегда брал меня с собой, и я смогла хорошо узнать этот дикий, девственный край с его суровой жизнью, где законы утверждает природа. С одного сафари и начинается наша история. Лев-людоед убил человека из племени Боран. Джорджу сообщили, что хищник вместе с двумя львицами обитает на холмах по соседству с деревней, где жил погибший. С убийцей надо было расправиться. И вот мы разбили лагерь к северу от Исиола на территории племени Боран. Утром 1 февраля 1956 года я была одна в лагере вместе с Пати, доманом, который жив у нас уже 6,5 лет. С виду доман похож на сурка или морскую свинку. Однако зоологи считают, основываясь на строении его ног и зубов, что он ближе всего к носорогам и слонам. В Пати лежал у меня на плече точно мягкий меховой воротник. Надежное прибежище, и все видно. Кругом сухая равнина. Лишь кое-где торчат гранитные утесы да реденькие кусты. Но животных было много, особенно жирафовых, антилоп и других граздерей. Вдруг послышался шум мотора. Видимо, это Джордж вернулся, притом гораздо раньше, чем предполагалось. Вскоре из-за колючих кустарников выскочил лендровер и остановился возле палаток. Я услышала голос Джорджа. «Джой, где ты? Иди сюда, скорее. Посмотри, что я тебе привез». С Пати на плече я выбежала из палатки и увидела львиную шкуру. Но прежде чем я успела спросить, как прошла охота, Джордж указал рукой на заднее сиденье машины. Там, пряча мордочки в лапах, лежали три львенка, три пятнистых пушистых комочек. Им было всего несколько недель от роду, глаза еще затягивала голубоватая пленка. И хотя малыши даже не умели как следует ползать, они попытались уйти от меня. Я взяла их на руки и стал успокаивать. А Джордж рассказал, что произошло. Под утро его и Кена, тоже инспектора, привели к тому месту, где залег людоед. Когда рассвело, из-за скал вдруг появилась львица и бросилась на них. Им совсем не хотелось убивать ее, но львица наступала, и их ходить было опасно, и Джордж велел Кену стрелять. Раненая львица быстро куда-то скрыла. Кровавый след тянулся вверх по пригорку. Они осторожно поднялись на гребень. Джордж забрался на большую плоскую глыбу, чтобы лучше было видно, и Кен двинулся в обход. По пути он заглянул под камень, остановился, скинул ружье и выстрелил из обоих стволов. Раздался грозный рев, и прямо на него прыгнула львица. Джордж не мог стрелять, он боялся попасть в Кена. Но, к счастью, один из следопытов стоял на более удобном месте. Он выстрелил, львица метнула в сторону, и тут Джордж добил ее. Это было крупное, сильное животное с грузными сосками. И Джордж понял, почему львица так храбро и решительно вела себя. Как же он раньше не сообразил, что она защищает свое потомство? Джордж велел искать львят. Вдруг из расщелины в каменной глыбе донеслись какие-то звуки. Кен просунул туда руку, но не дотянулся. Львяты сердито ворчали. Пришлось срезать длинную палку, загнутую на конце, и с ее помощью детенышей все же удалось извлечь из расщелины. Им было от силы две-три недели. Малышей отнесли в машину, всю дорогу до лагеря два львенка покрупнее рычали и шипели. Зато третий, самый маленький, вел себя так смирно, словно ничего не произошло. И вот теперь они все трое лежали у меня на коленях, а я не могла ими налюбоваться. К моему удивлению, Паттия, которая всегда очень ревниво относилась ко всем возможным соперникам, спустилась с моего плеча и легла вместе со львятами, предлагая им свою дружбу. С первого же дня они стали неразухими. Вначале Паттия превосходила размерами львят. Шестилетний доман с чувством превосходства, глядел на неуклюжие шелковистые комочки, которые и ходить-то как следует не умели. Только на третий день львята стали пить разведенное сухое молоко, а до тех пор, сколько я им его не предлагал, они только морщили носики, отвечали нечто вроде «нга-нга», как мы делали в детстве, пока не научились говорить «нет, спасибо». Но стоило им один раз отведать наше угощение, как у них появился неутолимый аппетит. Каждые два часа я должна была подогревать молоко и мыть резиновую трубку, которая заменяла им соску. Мы уже заказали в ближайшей лавке, до нее было около 8 километров, не только соски, но и рыбий жир, глюкозу и еще сухого молока. И тут же передали сос за 250 километров из Сеола начальнику администрации района, предупреждая его, что вскоре прибудут три высокородных младенца, и нужно подготовить для них удобный деревянный дворец. Уже через несколько дней малыши освоились и стали всеобщими любимцами. Патти, их самозабвенная заботливая нянька, честно выполняла свои обязанности. Она обожала подрастающих маленьких тиранов и быстро прощала им все обиды. Все три львенка были девочки с ярко выраженной, не смотря на ранний возраст, личностью. Самая крупная относилась к сестрам снисходительно и добродушно. Мы дали ей кличку Большая. Вторая была веселая зорница, она колотила лапами по бутылочке с молоком, и когда сосала, сладко жмурилась. Я назвала ее Люстика, что означает веселая. Третья, самая маленькая, была самой отважной. Сестры всегда посылали ее на разведку, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я назвала ее Эльсой по имени одной моей знакомой, которую она мне чем-то напоминала. В естественных условиях Эльса вряд ли стала бы равной в прайде. У львицы чаще всего рождается четверо детенышей. Один из них, как правило, умирает сразу. Другой, обычно очень слабенький, тоже вскоре погибает. Вот почему почти всегда встречаются львицы с двумя львятами. Мать растет детенышей до двухлетнего возраста. Первый год она кормит их, отрыгивая пережеванную пищу. На втором году жизни детеныши начинают участвовать в охоте. Если они ведут себя недостаточно сдержанно, мать строго их наказывает. В этом возрасте львята сами не могут убить животное и довольствуются остатками от трапезы взрослых. А остаются нередко одни лишь крохи. Так что виду львят бывает довольно жалкий. Подчас голод берет вверх и тогда они с риском для жизни пробуют урвать кусок у взрослых или отделяются от прайда. Но охотиться по-настоящему они еще не умеют, поэтому их подстерегают всякие неприятности. Законы природы суровы, и львы с первых шагов проходят трудную школу. Большую часть дня наша четверка, пати и трое львят проводила в палатке под моей кроватью. Видимо, там они считали себя в полной безопасности. Может быть, это место напоминало львятам и в детскую вращелине. Они были чистоплотные от рождения и всегда успевали вовремя выбежать на песок. Только в первые дни иной раз приключалась беда, и если лужица оскверняла обитель львят, они мяукали и потешными гримасами выражали свое отвращение. Они всегда очень следили за собой, и от них не было никакого неприятного запаха, разве что иногда чуть-чуть пахло не то медом, не то рыбьим жиром. Их розовые язычки были жесткие, как наждак. Когда малыши немного подросли, можно было даже сквозь одежду почувствовать, как они лижут. Через две недели мы вернулись в Исиола. Дворец для высокородных младенцев был уже готов. Львят встретили по-царски, каждый подходил их приветствовать. Особенно им по душе пришлись дети, а также наш садовник, молодой сомалиец Нуру, которому мы присвоили звание главного смотрителя львов. Нуру обрадовался, во-первых, это почет, во-вторых, когда малышам надоело носиться по дому и саду, и они ложились отдыхать и не под кустами, он мог посидеть и несколько часов без забот, следя лишь за тем, чтобы к ним не подобрали змей или бабуины. Три месяца малыши питались молоком, в которое мы добавляли глюкозу, рыбий жир, костяной муку и немного соли. Вскоре мы заметили, что им достаточно есть каждые три часа, а потом и того реже. Глаза у львят совсем раскрылись, но они еще не научились определять расстояние и часто промахивались. Чтобы развить у них глазомер, мы давали им для игры мечи и старые автокамеры. Все резиновые предметы и все мягкое и гибкое чрезвычайно занимало них. Особенно влекательно было отнимать друг у друга камеру. Нападающий пытался оттолкнуть того, кто ей завладел. Если это не помогало, цеплялся вниз зубами и начинался спор, кто кого перетянет. Победитель хвастался перед побежденными своим трофеем, вызывая их на новую потасовку. Если они не обращали внимания на провокацию, он клал камеру у них перед самым носом, делая вид, будто не опасается, что ее могут стащить. Главным во всех этих играх была неожиданность. С раннего возраста они умели очень ловко подкрадываться друг к другу, а также и к нам. Инстинкт подсказывал им точное движение. Нападали всегда сзади, прижнутся к земле и тихонько ползут к ничего не подозревающей жертве. Стремительный бросок, и нападающий уже всей тяжестью наваливался на спину своей жертвы, сбивая ее с ног. Мы, конечно, делали вид, будто ничего не замечаем, когда они атаковали нас. Малыши были счастливы. Патти тоже участвовала во всех играх, хотя опасалась увесистых ударов, и следила за тем, чтобы воспитанники, которые были уже втрое крупнее своей няни, не придавили ее. Она еще пользовалась авторитетом. Если львята вели себя чересчур дерзко, достаточно было одного строгого взгляда Патти, чтобы они угомонились. Она обладала завидным мужеством и умела показать львятам, что не боится их. А ведь оружием Патти были только острые зубы, проворство, смекалка и смелость. Патти жила у нас с самого рождения и очень привыкла к нам. В отличие от своего родича, древесного Долана, она не была ночным животным и спала со мной в постели, обвившись вокруг моей шеи, словно меховой воротник. Питалась она только растительной пищей, зато пристрастилась к спиртному. Причем выбирала самые крепкие напитки. Доберется до бутылки, наклонит ее, вытащит пробку и сосет. Это было очень вредно для Патти и вовсе не украшало ее морального облика, так что мы старались прятать от нее виски и джин. Примечательно, как Патти ходила в уборную. Скальный доман это делает всегда в одном месте, обычно на краю камня. Дома у нас Патти садилась на край венитаз. Это было припотешное зрелище. Во время сафари, лишенная удобства, Патти совсем терялась. Пришлось нам смастерить для нее стульчак. Я ни разу не видела у Патти ни одной блохи, ни одного клеща, и поначалу не могла понять, почему она непрестанно чешется. Четыре пальца на передних лапах и три на задних были оснащены круглыми копытцами, точно у крошечного носорога, а палец с внутренней стороны задней лапы кончался когтем. Им она приглаживала свою шубку и казалось, что она чешется. У Патти не было хвоста, зато в середине спины выходила железа, белое пятнышко среди пестроватой серой шерсти. Волосы вокруг железы поднимались дыбом, когда зверек пугался или радовался. Чем старше становились львиата, тем чаще были изъерешены волосы на спинке Патти. Ей приходилось опасаться их довольно грубых выходок. Им ничего не стоило спутать ее с мячиком, поэтому Патти научилась мигом скакивать на подоконник, лестницу, или еще куда-нибудь повыше. Да львят Патти занимало первое место среди наших воспитанников. Тем трогательнее было видеть, как она любит этих озорников, хотя им теперь принадлежало все внимание гостей. Львята крепли. Им не терпелось испытать свою силу на всем, что попадалось на пути. Ну как не потрепать, не потаскать брезент. И вот они уже волокут его, пропустив между передними лапами, а вырастут, будут также тащить свою добычу. И еще любимая игра. Одна из сестер скакивала на мешок с картофелем и сидела там, отбивая все налеты, пока кто-нибудь неожиданным толчком в спину не свергал ее с трон. Чаще всего побеждала Эльса. Она умела уловить момент, когда сестры боролись друг с другом. Отличными игрушками оказались также наши немногочисленные бананы. Их широкие красивые листья скоро превратились в рваную бахраму. А как увлекательно лазить по деревьям! Львята были прирожденными акробатами. Но часто забирались чересчур высоко, и потом не знали, как слезть. Приходилось их выручать. Рано утром Нуру выпускал своих подопечных на волю. И они стремглав выскакивали за дверь, давая выход накопившейся за ночь энергии. Это было похоже на старт в собачьих гонках. Как-то раз выбежив во двор, львята увидели палатку, где спали гости. В пять минут от палатки остались одни клочья. Нас разбудили вопли наших друзей, которые тщетно сели спасти свое имущество. А львята, обезумев от восторга, ныряли в груду вещей и появлялись трофеями. Туфлями, пижамными штанами, обрывками противомоскитной сетки. Пришлось проучить их прутом. Уложить малышей вечером в постель было совсем непросто. Представьте себе трех озарных девчонок, которые, как все дети, не любят ложиться спать, да к тому же бегают вдвое быстрее, чем взрослые, и хорошо видят в темноте. Мы прибегали к хитрости. Например, привязывали к веревочке бумажный пакет и потихоньку тащили к их загону. Львята не могли устоять и кидались ловить пакет. Ладно бы, они еще играли только на воле, но сестрички пристрастились к подушкам и книгам. Опасаясь за нашу библиотеку и другое имущество, мы были вынуждены запретить им ходить в дом. На террасе пришлось устроить дверь, сетку из стальной проволоки, натянутой на деревянную раму. Львята обиделись. Чтобы утешить их, мы подвесили на дереве автомобильную покрышку. Им пожелать можно и покачаться. И еще одну игрушку они получили от нас. Деревянный бочонок из-под меда, который громко тарахтел, когда его катали. Но самым большим успехом пользовался наполненный старыми автокамерами мешок, подвешенный на суку. Они цепятся в мешок зубами, а мы тянем за веревку и раскачиваем его. Чем громче мы свиялись, тем больше радости было львята. Однако никакие игрушки не могли заставить их позабыть о том, что путь на террасу закрыт. Они то и дело подходили к двери и тыкались носами в проволоку. Как-то вечером мы сидели на террасе с друзьями за рюмкой вина. Наше живление привлекло львят. Но они вели себя надево скромно, они терлись носом о проволоку и вообще держались на почтительном расстоянии от двери. С чего это они такие вдруг смирные? Я поднялась с места, чтобы посмотреть, в чем дело, и к своему ужасу видела на ступеньках большую плюющуюся кобру. Но, не обращая внимания ни на львят, ни на нас, змея ползла куда-то по своим делам. Прежде чем мы успели схватить ружье, она уже скрылась. Но ни загородки, ни змеи, ни запреты не могли удержать люстику от попыток пробраться в дом. Она проверяла все двери и быстро научилась нажимать и поворачивать дверные ручки. Только задвижки принудили ее сдаться. Эту однажды я увидела, как она пыталась отодвинуть задвижку зубами. Застегнутая врасплох проказница в отместку сорвала с веревки выстиранное белье и утащила его в буш. Когда летом исполнилось три месяца, зубы у них выросли и окрепли так, что им можно было уже давать мясо. Я резала его на мелкие кусочки, чтобы оно напоминало пищу, которую они получали бы от матери. Много дней львята отказывались притронуться к мясу, да и масничали. Наконец, Люстика попробовала новую еду и осталась довольна. Глядя на нее, решились и сестры. С этого дня каждая трапеза сопровождалась потасовкой. Беднежке Эльси, которая по-прежнему была самой слабой, почти ничего не доставалось. Тогда я стала приберегать для нее вкусные кусочки и во время кормежки брала ее на руки. Эльси это очень нравилось. Она мотала головой и жмурилась от удовольствия. Потом брала в рот мой большой палец и передними лапами мяла мне запястье, движение которым детеныши выжимают молоко из сосков матери. Так родилась наша нежная дружба. Часто кормежка превращалась в игру, и мне всегда было весело с этими зверятами. Они были порядочные лентяи, улягутся удобно и не изменишь. Даже ради самой вкусной мозговой косточки не встанут, а просто подкатятся к ней. Особенно им нравилось, когда я держала кость так, что можно было сосать ее лежа на спине кверху лапами. Вылазки в бурж часто сопровождались приключениями. Однажды утром я пошла проверить, как подействует на львят глистогонное средство. Они спали недалеко от дома. Вдруг я заметила колонну черных муравьев, передовые уже подбирались к моим малышам. А надо сказать, что у этих муравьев мощные челюсти, и они ни перед чем не отступают. Я уже хотела разбудить львят, но тут колонна свернула в сторону. А минутой позже малыши сами проснулись, так как мимо проходила пятерка ослов. Львята впервые видели таких крупных животных, но в присущей львам отвагой тотчас ринулись в атаку. Первый успех скружил им голову, и когда через несколько дней к нашему дому подошел караван из сорока ослов и мулов, три маленьких львенка обратили всю эту кавалькаду в бегство. В пять месяцев львята чувствовали себя превосходно и крепли с каждым днем. Жили они на воле, и только ночью спали за оградой из камней и песка в своей конуре. Без ограды нельзя было обойтись, ведь вокруг нашего дома бродили дикие львы, гиены, шакалы и слоны. Чем ближе мы узнавали наших львят, тем сильнее привязывались к ним. Нам трудно было примириться с мыслью, что нельзя навсегда оставить себе всю троицу. Но, как ни печально, с двумя львятами придется расстаться, лучше всего с самыми рослыми. Они не так зависели от нас, как Эльса, и всегда держались вместе. Наши африканские бои одобрили этот выбор. Когда мы спросили, какого львенка оставить, они в один голос ответили, самого маленького. Когда Эльса останется одна, будет легче приучить ее не только жить с нами в Сиола, но и выезжать с сафари. Большую и люстику мы устроили в Роттердамский зоопарк Блидорп. Они должны были лететь туда самолетом. До аэродрома в Найроби было почти 300 километров, и мы стали заранее приучать львят к автомашине, каждый день вывозя их на полуторке с оплетенным проволокой кузовом. И даже кормили их в машине, чтобы получше освоились. А в последний день положили на дно кузова мешки с песком. Когда мы двинулись в путь, Эльса побежала следом по дороге, потом остановилась и печальным взглядом проводила машину, возившую ее сестер. Я сидела с ними в кузове. Полагая, что мне в дороге достанется ни одна царапина, я захватила с собой все для перевязки. Но мои предосторожности оказались излишними. Первый час львята еще волновались, но потом притихли и улеглись на мешках, огняв меня лапами. Трудно представить себе большую доверчивость. Так мы ехали 11 часов и только дважды останавливались из-за прокола шеи. И вот мы в Найроби. Львята смотрели на меня широко открытыми глазами, словно вопрошая, что означает все эти незнакомые звуки и запахи. А затем самолет навсегда увез их из родной страны. Через несколько дней мы получили телеграмму. Наши львята благополучно прибыли в Голландию. Три года спустя я навестила их. Они встретили меня любезно, разрешили даже погладить, но не узнали. Им жилось хорошо, и я только радовалась, что они, судя по всему, не помнят своего привольного детства. Глава 2. Эльца встречает диких животных. От Джорджа я узнала, что все время, пока я была в Найроби, Эльца нервничала и ни на минуту не расставалась с ним. Ходила за ним как тень, сидела под его письменным столом, когда он работал, ночью спала в его постели. Каждый вечер он выводил ее на прогулку, но в тот день, когда я должна была вернуться, Эльца отказалась гулять. Она села посреди дороги, собираясь ждать меня, и ни за что не хотела уходить. Неужели знала, что я приеду? Если это так, на каком же инстинкте было основано ее предчувствие? Трудно, а то и вовсе невозможно объяснить такие вещи. Эльца встретила меня восторженно, но мне было больно, глядясь, как она всюду ищет своих сестер. Много дней она звала их, вглядываясь в буш, и неотступно ходила за нами, точно боялась, что и мы ее бросим. Чтобы успокоить Эльцу, мы разрешили ей пожить в доме. Львенок спал с нами на кровати, и мы нередко просыпались от того, что он лизал нас своим шершавым языком. При первой возможности мы захватили Эльцу с собой в сафари, чтобы отвлечь ее от поисков и переживаний. К счастью, сафари пришлось ей по вкусу. Как и мы, она отлично чувствовала себя в походе. Грузовик, на который мы укладывали свою постель и другие мягкие вещи, вполне устраивал Эльцу. Лежать ей было очень удобно, и она видела все, что делалось кругом. Мы разбили лагерь на крутых берегах Васоньира, среди зарослей зонтичной акации и пальмы Ду. За сушливую пору обмелевшая река лениво несет свои воды к болоту Лариан, образуя в пути несколько стремнин и множество глубоких заводей, изобилующих рыбы. Недалеко от лагеря подымались каменистые гряды. Эльца рыскала по расщелинам и скалам, потом сбиралась на какой-нибудь утес, с которого открывался вид на буш. Вечером лучи заходящего солнца окрашивали весь край теплые тона, и Эльца сливалась с рыжими скалами. Это было лучшее время дня. Спадал зной. Природа и люди облегченно вздыхали. Пурпурные тени вытягивались, сгущались. Солнце наконец спряталось, и сум разглаживал все складки. Смолкал последний зов какой-то птицы, и во всем мире воцарялось безмолвие. Все ожидали затаенным дыханием, когда наступит ночь, и проснется буш. И вот протяжный вой гиены, будто сигнал к началу охоты. Мне запомнился один вечер. Я привязала Эльцу к дереву возле палатки и сидела рядом, прислушиваясь к вечерним звукам, а она принялась за ужин. Пати, уютно свернувшись у меня на коленях, поскрипывала зубами. Значит, довольно жизнью. На берегу свекотала цикада, восходящая луна смотрела с морщинистого зеркала потока. Высоко в бархатном небе искрили звезды. Не всегда казалось, что в нашей провинции звезды вдвое крупнее, чем где-либо. Внезапно послышался гул. Точно вдали летел самолет. Это шли к реке слоны. К счастью, ветер был в нашу сторону, так что они не могли нас учуять. Вскоре гул прекратился. И вдруг, совсем явственно, львиное рыканье. Сперва вдалеке, затем все ближе, ближе. Как поведет себя Эльса? А Эльса равнодушно отнеслась к голосу родича. Она отрывала зубами куски мяса и старательно пережевывала их, потом легла на спину кверху лапами и задремала. Хохотали гиены, тявкали шакалы. Звучал великолепный львиный хор. Стояли очень жаркие дни, и большую часть времени Эльса проводила в воде. Когда солнце и здесь добиралось до нее, она пряталась в камыши на откосе и время от времени шлепалась в речку. Зная, что в Ассангире много крокодила, мы побаивались за Эльсу, но на нее никто ни разу не напал. Она постоянно затевала какие-нибудь озорные игры и требовала, чтобы мы в них участвовали. Чуть задеваешься, и она вмиг обрызгает водой, а то вдруг выскочит из реки, и вся мокрая затеет с нами вознюю на песке, не щадя фотоаппаратов, биноклей, ружей. Ее лапы умели и приласкать, и до схода дружеского тумака. Особым приемом Эльса, шутя, валила нас на земь. Ловкий удар лапой по ногам, и ты уже растянулся на песке. Она очень следила за своими когтями. Точила их о стволы самой грубой корой, оставляя на ней глубокие борозки. Выстрелы ее не пугали. Она быстро усвоила, что «бум» означает «мертвую птицу», и очень любила отыскивать и приносить дичь, особенно цесат. Но птичья мясо ела редко, а перья вовсе в рот не брала. Первая птица всегда принадлежала ей, и она гордо таскала добычу. А если надоест нести, положит птицу на землю у моих ног и смотрит на меня, точно говоря, «помоги, пожалуйста, понеси немного». И трусила потом следом за мной, не сводя глаз добычи моей руки. А вот турачи, напоминающие европейских куропаток, ее ничуть не привлекали. Если попадался слоновий помет, Эльса непременно каталась с ним, даже втирала лапами в шкуру эти сухие духи. Помет носорогов и многих других травоядных ей тоже нравился, но не так, как слоновий. Мы пытались понять, в чем тут дело. Инстинктивное желание заглушить собственный запах, чтобы обмануть животных, на которых обычно охотятся львы. Привычка домашних кошек и собак кататься в помете, несомненно, пережиток того же инстинкта. Пометом плотоядных Эльса никогда не мазалась. Свои собственные надобности она отправляла в сторонки звериных троп, по которым мы обычно ходили. Как-то раз, заслышав в зарослях слона, Эльса со всех ног кинулась туда. Слон сердито затрубил, потом вдруг послышалось кудахтанье цесарок. Мы волновались. Чем все это кончится? Слон почти сразу успокоился, зато цесарки были просто вне себя. Через минуту из кустов выскочила Эльса, а за ней стая сердитых птиц, которые явно решили нагнать на нее страх. Только она захочет присесть, как цесарки обступают ее со всех сторон и поднимают такой гвал, что по неволе затрусишь дальше. Лишь увидев нас, дерзкие птицы оставили Эльса в покое. В другой раз во время прогулки Эльса внезапно остановилась перед кустами зондиверий, потом подпрыгнула в воздух и поспешно отступила, глядя на нас, так словно хотела сказать, почему вы не поступаете, как я. Тут мы заметили среди острых листьев свернувшуюся в клубок большущую змею. И, конечно, поблагодарили Эльсу за то, что она нас вовремя предостерегла. Когда мы вернулись из сафари в Исиола, начался период дождей. Повсюду лужи, ручьи. Эльса ликовала. Она с упоением шлепала по воде, высоко подпрыгивала и приближалась к нам, чтобы обрызгать чудесной грязью. Это было уже через чушь. Пора дать понять Эльсе, что она теперь уже слишком взрослая для таких выходок. Мы вооружились прутиком и сделали ей внушение. Она усвоила урок, и в дальнейшем нам редко приходилось пользоваться прутиком, хотя на всякий случай мы носили его с собой. Эльса научилась понимать слово «нельзя». Она сдерживала ее, даже когда поблизости бродили соблазнительные антилопы. Трогательно было видеть, как львица разрывается между охотничьим инстинктом и желанием угодить нам. Пока что она была точно пес. Все, что движется, надо преследовать, но инстинкт, повелевающий убивать, еще не развился в ней. Конечно, мы следили за тем, чтобы мясо, которое ей давали, не связывалось ее представлений с видом живых коз. Гуляя с нами, Эльса встречала много диких животных, но преследовала их лишь потехе ради. Потом она быстро возвращалась к нам и тихо мяукала, рассказывая об увлекательной погоне. Каких только животных не было по соседству с нашим домом. Много лет мы наблюдали за стадом водяных козлов и антилоп импола. Среди наших знакомых было и около полусотни жирафов. Эльса каждый день встречала их, и они ее хорошо знали. Жирафы разрешали ей подкрадываться, подпустят на несколько метров и приспокойно ходят. Семейство ушастых лис привыкло к ней настолько, что мы могли спокойно пройти в двух-трех шагах от норы этих робких зверушек, а лисята продолжали кувыркаться в песке у входа. А как весело было Эльсе с мангустами. Эти зверьки размером не больше ласки селятся в заброшенных термитниках, построенных из очень прочного материала и представляющих собой идеальное убежище. Термитник поднимается на несколько метров и весь пронизан ходами, в которых хорошо отсиживаться в полуденный зной. Под вечер потешные маленькие мангусты покидают свою крепость и выходят искать ягоды и червяков, а когда стемнеет, возвращаются домой. Вот в это время мы проходили обычно мимо термитника. Эльса садилась возле него, словно замыслив правильную осаду крепости, и подолгу увлеченно смотрела, как эти комичные зверьки то вдруг выглянут из схода, то тревожно свистнут, снова исчезнут. Но если Эльса любила подразнить мангустов, бабуины не просьбили производить ее. Они облюбовали неприступную для леопардов крутую скалу неподалеку от нашего дома и ночевали там в тесных расщелинах. Бабуины отправлялись в свою спальню перед самым закатом, и тогда вся скала становилась крапчатой. Из надежного укрытия они всячески поносили Эльсу, а та ничего не могла поделать. Когда Эльса впервые встретилась лицом к лицу со слоном, мы немало переволновались. Ведь у нее не было матери, которая могла бы научить ее остерегаться этих великанов. Слоны считают львов опаснейшими врагами своих слонят, и порой безжалостно расправляется с ними. Это случилось утром. Но Ру, как обычно, повел Эльсу на прогулку. Вдруг он примчался домой, запыхавшись, и сообщил, что Эльса играет со слоном. Схватив винтовки, мы пошли за ним и увидели большого старого слона, который завтракал, уткнув голову в куст. В это время Эльса, подкравшись сзади, шутя шлюпнула его по задней ноге. Ответом на эту дерзость был оскорбленный рев. Слон попятился, вышел из зарослей и ринулся в атаку. Эльса легко вернулась и опять стала подкрадываться к нему. Как непотешно было глядеть, на все это мы перепугались. Не пришлось бы пустить в ход оружие. К счастью, игра наскучила обоим довольно скоро. Слон вернулся к своему завтраку, а Эльса легла спать тут же рядом. В последующем месяце она не упускала ни одного случая поиграть на слоновьих нервах. А случаев было много. Наступило то время года, когда в наши края наведывались тогда по несколько сот голов. И с полями отлично разбирались в топографии и Сеола и всякий раз находили те огороды, где кукуруза и брюссельская капуста особенно ударят. Но в остальном, несмотря на близость африканских лачуг и оживленное движение на дорогах, они вели себя смирно, не причиняя людям особых хлопот. Наш дом стоял километрах в пяти от самого Исиола среди отличных пастбищ, поэтому слоны баловали нас в свое внимание. Их любимым местом было заброшенное стрельбище рядом с нами. Вот почему в разгар сломовьего сезона мы соблюдали осторожность во время прогулок. А теперь нужно было думать не только о себе, но и об Эльсе, и мы удвоили бдительность. Однажды в полдень Нору и Эльса привели за собой целое стадо слонов. Мы приметили их из окна столовой и попытались привлечь к себе внимание Эльсы, но она уже отвернула, собираясь идти им навстречу. Потом вдруг присела, с удивлением наблюдая, как два десятка слонов повернув к стрельбищу, идут в затылок друг к другу. Остороженные запахом, слоны длинной цепочкой выбирались из кустарника, где притаилась львица. Эльса пропустила их мимо себя и медленно пошла следом, вытянув голову и хвост в одну прямую линию. Вдруг замыкающий огромный сломец мотнул головой и затрубил. Но боевой клич не испугал Эльсу, она продолжала идти за слонами. Мы решили проследить за ними, они мелькали среди зарослей, но не было слышно ни рева, ни треска, ломаемых сучьев, ничего, что говорило бы о стычке. Все-таки мы волновались до тех пор, пока наш львенок не вернулся домой, утратим, наконец, интерес к своей затее. Но не все слоны, с которыми встречалась Эльса, вели себя миролюбиво. Как-то раз со стрельбища донесся страшный шум и топот. Прибежав туда, мы увидели, как Эльса мчится по склону, преследуя слоновье стада. Один самец все же атаковал ее, но львица оказалась слишком проворной. Слон прекратил погоню и вернулся к стаду. Немало веселых минут мы доставляли Эльсе жирафы. Во время одной нашей прогулки она приметила стадо и, дрожа от возбуждения, стала тихонько подбираться к нему. Жирафы смотрели на нее невозмутимо. Эльса взглянула на них, затем на нас, словно желая сказать, «Ну что вы тут стали, как стал бы, мешаете охотиться?» Я потом рассердилась и с разбегу повалила меня на землю. А в тот же день вечером мы забрели прямо в гущу склоновьего стада. Быстро смеркалось, но мы еще различали контуры огромных животных. Для меня всегда было загадкой, как эти великаны могут так бесшумно пробираться через буш. Не успеешь оглянуться, как ты уже в окружении. Так и на этот раз. Они отрезали нам все пути к отступлению, куда ни глянь, слон. Мы старались как-нибудь отвлечь Эльсу, время было совсем неподходящее для забав. Но едва она их заметила, удержать ее оказалось немыслимо. Эльса кинула с гущу стада, слоны затрубили. Сердце у меня сжалось от страха, потому что в темном буше мы никак не могли выйти из окружения. Наконец удалось найти лазейку, и мы вернулись домой без Эльсы. Она пришла гораздо позже, и очень довольная своими приключениями, и не могла понять, почему я не себя от тревоги. Дорожка, ведущая к нашему дому, была окоемлена живой изгородью из эфорби, которую животное обычно не трогает. Ветви этого кустарника содержат очень едкий млечный сок. Если он попадет в глаза, получается болезненно, долго не проходящее воспаление. Звери далеко обходили нашу изгородь, одни лишь слоны с удовольствием лакомились сочными ветвями, а после их ночных трапез оставались огромные пролысины. Однажды, кормя Эльсу, я услышала, как за кустами топают слоны. Пять великанов увлеченно уписывали изгородь, которая нас разделяла. Дополнительное разнообразие в жизнь Эльсы внес поселившийся по соседству носорог. Как-то вечером мы возвращались с прогулки, было уже совсем темно. Вдруг она бросилась за домики наших рабочих, поднялся страшный шум. Подбежав мы увидели, что Эльса стоит лицом к лицу с носорогом. После короткого замешательства носорог сердито фыркнул и помчался прочь, а Эльса за ним по пятам. На следующий день Эльса, Нуру и я опять вышли с вечера на обычную прогулку и задержались до темна. Вдруг Нуру схватил меня за плечо, потому что я чуть не наскочила на носорога, который наблюдал за нами из-за куста. Я отпрянула и обратилась в бегство. К счастью, Эльса его не заметила. Она решила, что я с ней играю и кинула за мной след. Счастливо отделались, ведь носороги коварное создание. Они нападают на все, включая грузовики и поезда. А на следующий день Эльса отыгралась. Она километра три гоняла носорога по долине, но Ру честно старался не отставать от нее. В конце концов, носорогу надоели эти проказы, и он поселился в более спокойное место. Мы выработали для Эльсы твердый распорядок дня. С утра, пока еще было прохладно, ходили на стрельбище полюбоваться грациозными антилопами импола, послушать птичий хор. Как только расцветало, Нуро вел Эльсу на прогулку в буш. Энергия распирала львицу, она гонялась за всем на свете, даже за собственным хвостом. С началом дневного зноя, они прятались в тень под какое-нибудь дерево. Эльса спала, Нуро читал Коран и пил чай. Для защиты от диких зверей Нуро всегда росил с собой ружье, но он строго соблюдал наше наставление сперва покричать, потом стрелять. Он очень привязался к Эльсе и ревно с нами пекся. Потом они возвращались домой, и мы принимали дежурство. Сперва Эльса выпивала молоко, потом шла с нами на прогулку. Она лазила по деревьям, точила когти, ловила упоительные запахи, подкрадывалась к газелям Гранта или жирафовым антилопам, которые охотно играли с ней в прятки. Очень любила Эльса возиться с черепахами, она катала их, словно мяч. Но больше всего она любила играть с нами. Ей хотелось, чтобы мы, ее прайд, непременно участвовали во всех проделках и забавах. Вечером с наступлением темноты мы приводили Эльсу домой, на ее площадку, где она получала на ужин сырое мясо, чаще всего баранину или козлятин. Ребра и хрящи тоже входили в ее меню. Я держала в руках кость, а она грызла ее так, что на лбу у нее перекатывались тугие жулаки. Потом я извлекала из костей мозг, а Эльса, стоя на задних лапах, облизывала мои пальцы. Патти сидела на подоконнике и спокойно смотрела на нас. Она ведь знала, что скоро придет ее очеред завладеть хозяйкой. Я лягу спать, а она займет свое место у меня на шее. Но до тех пор оставалось еще несколько часов, которые я проводила с Эльсой, играла с ней, рисовала ее, иногда читала. Это были часы нашей самой задушевной близости. Мне кажется, именно в это время, когда Эльса, сытая, довольная, дремала, посасывая мой большой палец. В ней крепла любовь к нам. Только в лунные ночи она вела себя беспокойно, металась сзади, вперед, вдоль изгороди, ловя трепещущими ноздрями таинственные ночные запой. Когда Эльса нервничала, ее лапы становились влажными. Часто было достаточно потрогать их, чтобы узнать ее настроение. Глава Третья Путешествие Эльсы к Индийскому океану Эльсе исполнился год. У нее сменились зубы, причем я выдернула ей один молочный клык, и она терпеливо перенесла операцию, даже не дернула головой. Кость она обгладывала не рестами, а коренными зубами, помогая себе шершавым, покрытым жесткими сосочками языком. У нее была обильная, насыщенная солями слюна. А Патти старела, и я заботилась о том, чтобы ей было как можно спокойнее. Подошло время нашего отпуска, мы решили отдохнуть на берегу моря, недалеко от границы Сомали, по соседству с рыбацкой деревушкой. Идеальное место для Эльсы. Наш лагерь будет далеко от людей, на самом берегу, а захочется тени, сразу за песчаным пляжем начинается кустарник. С нами поехали двое наших друзей, молодой служащий дом и гостящий у нас австрийский писатель Герберт. Дороги были скверные, переезд занял три дня. Я ехала с Эльзой на грузовике, и с привала снималась первая. За мной следовали два лендровера. Патти была на попечении Джорджа, на сухих песчаных равнинах, по которым пролегал наш путь, было очень жарко. В одном месте дорога затерялась паутиня верблюжьих следов, и когда стало темно, я сбилась с пути, а тут еще кончился бензин. Мне оставалось только ждать и надеяться, что Джордж обнаружит мой след. Прошло несколько часов, прежде чем я приметила вдали его фары. Он сказал, что они разбили лагерь в нескольких километрах, и надо поспешить туда. Патти заболела, у нее тепловой удар. Он дал ей немного коньяку, но сомневался, что она выживет. Эти километры показались не нескончаемыми. Когда мы добрались до лагеря, Патти была без сознания. Потом она очнулась, даже узнала меня, попыталась скрипнуть зубами, выражая свою любовь ко мне. Это было ее последнее слова. Сердце Патти еле билось. Вот она сдрогнула, вытянулась. Это конец. Патти умерла. Я держала ее на руках, маленькая тельце долго не остывала. Я вспоминала, сколько радости доставила она мне за семь с половиной лет. Вспоминала многочисленные сафари, в которых Патти была моей верной спутницей. Вместе мы побывали в озеро Рудольф, где очень докучала жара, и на берегу океана. Мы подолгу катались на Утхлой Тхоу, ездили в долину Сугута и горе Кении. Ее вересковые склоны пришлись Патти очень по вкусу. Когда мы путешествовали по кручим горы Ньира, Патти очень ловко цеплялась за спину Мула. Я делала зарисовки племен Кении, и где только мы не разбивали лагерь. Порой у меня месяцами не было другого товарища. А как кротко она относилась к всевозможным зверятам, белкам, мангустам, которые жили в нашем доме, как любила наших львят. Когда мы ели, Патти сидела возле моей тарелки и осторожно брала у меня из рук лакомые кусочки. Я очень привязалась к Патти. И вот я заворачиваю ее в кусок ткани, обматывая поверх сбрую с поводком и рою могилу рядом с лагерем. Ночь душная, лунный свет чуть побелил темные складки на просторной равнине. Миш, тишина. Наутро мы отправились дальше. Хорошо, что скверная дорога не позволяла задумываться. На место прибыли вечером. Нас встретили рыбаки. Они рассказали, что какой-то лев причиняет им много хлопот. Чуть не каждую ночь он уносит коз. Они надеялись, что Джордж расправится с разбойником. Было поздно разбивать настоящий лагерь, и мы устроились спать под открытым небом. Нас было десять человек. Как единственная женщина, я поставила свою раскладушку чуть поотдаль. Эльса была заперта в грузовике рядом со мной. Вскоре все кроме меня уснули. Вдруг я услышала странный звук, словно по земле что-то волокли. Зажгла фонарик в нескольких метрах от моей кровати стоял лев, он держал в зубах шкуру антилопы, которой мы застрелили в тот вечер. Первый миг я решила, что это Эльса, но она лежала на своем месте в машине. Я снова перевела взгляд на льва, он зарычал, не сводя с меня глаз. Я немедленно двинулась к Джорджу и сделала глупость, повернувшись к зверю спиной. Нас разделяли каких-нибудь несколько шагов. Я почувствовала, что он идет за мной. Тогда я быстро обернулась и направила луч фонаря ему в морду. Прикинула расстояние метров семь-восемь. Пятясь, я отступила к кроватям, на которой храпели мужчины. Проснулся только Джордж. Я сказала, что за мной крадется лев. Он не поверил. Ерунда, наверное, гиена или леопард. Все-таки он встал с кровати, взял винтовку и почти сразу же увидел светящиеся глаза, а затем услышал ворчание. Джордж не сомневался, что это тот самый разбойник, о котором нам говорили. Он подвесил на дереве метрах тридцати от машины кусок мяса и стал ждать. Вскоре в том месте, где мы устроили кухню, загремела посуда. Джордж тихонько обогнул машины, поднял винтовку и одновременно зажег фонарик. Лев сидел между кастрюлями, уписывая остатки нашего обеда. Джордж нажал спуск, осечка, нажал снова, опять осечка, забыл зарядить ружье. Лев неспеша удалился. Сконфуженный Джордж сходил за патронами и вернулся в засаду. Прошло довольно много времени, прежде чем услышал, что кто-то тянет приманку. Джордж включил фары автомобиля, яркий свет озарил льва, грянул выстрел в самое сердце. Лев был молодой и безгривый, под вид типичный для побережья. Утром мы по следам определили, что произошло ночью. Сперва лев утащил шкуру антилопы и закусил ею метров двадцать от моей кровати. Насытившись, он обошел весь наш лагерь. Эль сомнимательно наблюдала за событиями, но не издавала ни звука. Как только зашло солнце, мы повели ее на берег знакомиться с Индийским океаном. Был прилив. Поначалу львица оробела от рокота и плеска волн, осторожно понюхала воду, куснула пену, окунула морду, чтобы напиться и скорчила гримасу, набрав в пасть соленой воды. Мы начали купаться. Глядя на нас, Эль тоже решилась войти в море. Она сразу пристрастилась к купанию. И всегда нравились лужи и ручьи. Здесь же был настоящий рай. Она отлично плавала, окунала нас головой, брызгала, колотя по воде хвостом, словом не давала нам покоя до тех пор, пока не удостовериться, что мы наглотали соленой водички. Эль привыкла всюду следовать за нами, поэтому, когда остальные уходили ловить рыбу, я оставалась на берегу, иначе львица поплыла бы за лодкой. Здешние рифы славятся на всю Кению красивейшими коралловыми рыбками. С масками и подводными ружьями мы ныряли в чудесный мир кораллов. Одни кораллы напоминали пагоды, другие мозг великана, дети были словно огромные грибы, расписанные пурпурными цветочками или изумрудными зигзагами. Течение колыхало завесы ярких водорослей, среди которых укрывались тайки рыбешек. Плывя вдоль глубоких ложбин, мы попадали в темные гроты, заглядывали в сумрачные туннели, откуда навстречу нам выскакивали любопытные коралловые рыбки, явно задаченные нашими галлоритами, мы видели рыб в красную полоску, напоминавших дикообразов. Их плавники были совсем как веера, и они порхали над кораллами, будто бабочки. У золотых в голубую крапинку рыбок, похожих на коробочки, над глазами торчал рог. Попадали синие рыбки с желтой картой Африки на плоских боках, сновали цветные шахматные доски и зебры. Некоторые рыбы были будто в масках, а их длинные плавники напоминали шлейфы. Иные во время опасности раздувались и превращались в ежей. У других позади спинного плавника как бы выдвигался дюймовый штык. На дне сливаясь песком лежали рыбы плоские как камбала. А рядом приоткрыв створки торчали огромные моллюски, смертоносные живые капканы. Возле самого арифа неподвижно, если не считать янтарных глаз, которые пристально следили за всем, стояла ядовитейшая рыба дьявол, пряча свое грозное оружие под ярко красной бахромой. Самой легкой добычей были омары в жестком шиповатом панцире. Наполовину укрывшись под камнем, они словно ждали, когда стрела пронзит их панцирь между глазами. Длинные усики настороженно колыхались в воде, а к тени эти причудливые цветы безжалостно расправлялись с мелкими тварями, которые подходили слишком близко к их непрестанно движущимся щупальцам. К счастью, ядовитые скаты были проворнее нас, они молниеносно исчезали, прежде чем мы успевали различить на песке их крапчатые спины. Пока мы парили в мерцающем мире переменчивых красок и причудливых созданий, Эльса под чьим-нибудь присмотром отдыхала в манграх возле лагеря. Рыбаки примесью зверя подтягивали трусы повыше и обходили его морем. Они не подозревали, что Эльса ничуть не боится воды. Она охотно гуляла на берегу, ловя кокосовые орехи, принесенные волнами. Иногда мы привязывали орех на веревку и крутили его в воздухе над головой, и Эльса без устали прыгала за ним. Она быстро убедила, что рыться в песке увлекательно и полезно. Чем глубже зарываешься, тем песок прохладнее и важнее, и тем приятнее в нем кататься. Еще она любила волочи длинные космы водорослей, и порой столько их наматывала на себя, что становилось похожей на морское чудовище. Но всего потешнее было возиться с крабами. На закате берег кишел этими маленькими розовыми созданиями. Они вылезали из норок и бочком спешили к воде. Волны непрестанно отбрасывали их, но крабики не сдавались, и, наконец, урвав клок сочной морской травы, бегом тащили добычу домой. Им и без того приходилось трудно. Тут еще Эльса носилась по берегу и тормошила то одного краба, то другого, невзирая на болезненные щипки. К чести крабам надо сказать, что из всех противников Эльсы, включая слонов, буйволов и носорогов, только они успешно ей противостояли. Став боком на посту перед норкой, поднимут розовую крышню, и, как бы Эльса не ловчила, крабы всегда успевали царапнуть ее чувствительный нос. Прокормить Эльсу становилось все труднее. Смекнув, что выдался хороший случай подзаработать, местные жители запрашивали втри дорого за своих коз. Для них настала пора роскошной жизни, но вскоре Эльса наказала спекулянтов. Они не очень-то внимательно присматривались за скотом. Козы с утра до вечера бродили в кустарники, оказываясь легкой добычей для львов и леопардов. Как-то вечером, когда козам уже давно полагала спать, мы отправились на пляж. Вдруг Эльса метнулась в кусты. Блияние тишина. Педнана учуяла козу, бросилась на нее и навалилась всей тяжестью, но ей никогда не приходилось убивать. Она просто не знала, как это делается. И когда мы подошли, попросила помочь. Джордж выстрелом добил козу. Владелец не объявился, должно быть, решил, что в гибели козы повинен реки лев. И мы промолчали. А стоило признаться, и к нашему лагерю пригнали бы на соблазн Эльсе всех престарелых коз на многие километры вокруг, чтобы потом потребовать нас возмещения. Колос своей совести мы заглушили, ведь как-никак Джордж прикончил самого грозного истребителя коз обешанные деньги, которые с нас драли за покупаемых для Эльсы животинок. Под конец отпуска Джордж заболел малярией, но он так увлекся подводной охотой, что, наглотавшись лекарств, продолжал вставать ни свет, ни заря и нырять. Как-то вечером, возвращаясь с Эльсы из прогулки, я услышала в лагере стоны и крики. Заперев львиц и в машину, я побежал к палатке. Джордж сидел на стуле в беспамятстве и кричал. Он требовал револьвер, звал меня и проклинал Эльсу, грозил застрелиться. Несмотря на жар, он все же узнал меня, стиснул до боли мне руки и простонал, что теперь, когда я пришла, можно и умирить. Я сильно испугалась. Слуги жались поотдаль, а наш гость стоял, не зная, что делать. Он приготовил палку на случай, если Джордж начнет буйство. Они шепотом рассказали мне, что вдруг, ни с того, ни с сего, Джордж принялся размахивать руками, звать меня, искать револьвер. К счастью, я быстро вернулась. Теперь нужно было уложить Джорджа и успокоить. Мы потащили его на кровать. Он безвольно повис у нас на руках, холодный, как лед. Хотя мне было страшно, я старалась говорить с ним ровно, спокойно. Рассказала, как мы гуляли с Эльсой, какую рыбу повар приготовил на обед, какую ракушку я нашла, шутила по поводу его странного поведения. Сама задавалась ей вопрос, неужели умрет? И совсем как ребенок Джордж успокоился. Только лицо его посерело, нос заострился, глаза закрылись. Он прошептал, что холод ползет у него вдоль ног к сердцу, а руки уже омертвели. Вот встретятся оба ледяных потоков сердца и конец. Вдруг он с безумным испугом опять вцепился в меня, точно я олицетворяла жизнь. Я влила немного коньяку в пересохший рот Джорджа, погладила его по голове, заговорила о торте, который привезла из Исиола. Хороший торт, мы съедим его вечером, как только Джордж поднимется на ноги. Мне было ясно, в чем дело. Джордж принял чересчур много мепокрина, да и к тому же пошел нырять, не дождавшись, когда это сильное лекарство подействует. Что-то в этом роде уже было с ним несколько лет назад, я сразу узнала симптом. Под утро Джордж совершенно измученно и уснул, но до тех пор он перенес еще несколько приступов, во время которых мозг его лихорадочно работал, и он бормотал что-то невнятное. Утром я послала за врачом ламу, но тот ничем не смог помочь, только приписал снотворное и заверил Джорджа, что он быстро поправится, если не будет нырять. Когда Джорджу стало лучше, мы поспешили вернуться в Исиола. Как всегда, отпуск пролетел слишком быстро, зато мы привезли домой отличный загар, а шуба Эльфы от частого купания стала совсем шелковистой. Глава четвертая. Львы-людоеды. Вскоре после нашего возвращения домой во время одной из прогулок я заметила, что Эльса ходит с трудом, точно у нее болит что-то. Смеркалось, а нам еще предстоял долгий путь по крутым каменистым склонам сквозь колючий кустарник. Наконец Эльса и вовсе остановилась. Джордж решил, что у нее запор, посоветовал сделать ей клизму, но для этого надо было дойти до дому и съездить в Исиола за всем необходимым. Джордж вызвался побыть с Эльсой. Уже стемнело, когда я вернулась с водой клизмой и фонариком, но одно дело ставить клизму в кабинете ветеринара и совсем другое лечить царапающуюся львицу среди колючего кустарника в кромешной тьме. Мне удалось влить бедняжке пол-литра воды, больше она не позволила, а этого, конечно, было мало и оставалось только нести львицу. Я снова сходила домой, взяла раскладушку вместо носилок, карманные фонари, прихватила шестерых боев и повела отряд к холмам. Едва мы поставили раскладушку на землю, как Эльса перекатилась на нее и легла лапами кверху. Новый способ передвижения ей я напонравил. Можно было подумать, что ее всю жизнь так носили. Но Эльса весила около восьмидесяти килограммов и запыхавшиеся потные носильщики вовсе не разделяли ее радость. Каждые пять минут они останавливали, чтобы дышать. А львица приспокойно лежала, даже норовила цапнуть зубами ближайшего носильщика, чтобы поторопить его. Мы измучились, пока добрались домой и вытряхнули Эльсу из носилок. Сама она и не думала их покидать. Оказалось, у нее завелись глисты. Видно, заразилась на берегу моря. Эльса быстро поправилась, а вскоре после этого случая Джорджу пришлось заняться двумя львами-людоедами, которые за три года убили или ранили двадцать восемь человек из племени Бора. О бесчинствах этих хищников рассказывали страшные вещи. Как-то раз один из них проник вечером в бому и утащил юношу. Бедняга звал на помощь, но никто не посмел выйти, только две собаки с громким лайем кинули след за львом. Зверь выпустил добычу, отогнал собак, потом вернулся к жертве и уволок ее. А ведь Бороны известны своей отвагой. Они до сих пор с одними копьями выходят на львов. Бороны и на слонов охотятся, но они ради мяса, чтобы доказать свое мужество. Когда слон выслежен, молодежь соревнуется, кто первым обогреть его кровью свое копье. Молодой Борон не может рассчитывать на успех у девушек, пока не убьет хотя бы одного опасного зверя. Однако львы-людоеды сумели нагнать страху даже на этих храбрецов. Оба разбойника оказались на редкость смелыми и хитрыми. Они прятались от погони в густых зарослях у реки, где невозможно метнуть копье. И, конечно, немалую роль сыграло здесь суеверие. Говорили, будто эти львы прежде, чем выходить за добычей, идут на песчаную прогалину, копают лапами ямки в два ряда и палочками играют в бау. Это древняя игра, напоминающая шашки, распространена во всей Африке. Если все эти признаки сулили удачу, они нападали на бому, если нет, откладывали вылазку до другого раз. А кто-то уверял, будто эти львы духи двух святых, которые давным-давно были убиты боронами и теперь вернулись пстить. Бороны настолько уверовали в это, что пригласили издалека другого святого, чтобы он прогнал духов. Колдун явился со всем своим реквизитом, книгой, колокольчиком и свечой и в награду за труды потребовал шестьдесят кос. А львы продолжали безобразничать. В довершение всего Джордж и еще несколько охотников не смогли разделаться с убийцами с первой попытки. Теперь бороны окончательно решили, что это сверхъестественные существа и с ними никто не справится. Хотя надвигался дождливый сезон, мы были твердо намерены разрушить чары. Однако мы не подозревали, что на это уйдет двадцать четыре дня. И вот мы в пути. Эльса и я на грузовике, Джордж, молодой офицер и несколько следопытов на лендровере с прицепом. В трех километрах от фактории Мерти, в полукилометре от Васаньира, нам попалось хорошее место для лагеря. Мы поставили свои палатки под красивыми акациями недалеко от реки. Местность вокруг просматривалась свободно, а когда охотишься за людоедами, это очень важно. Меньше опасности, что они нападут на лагерь. Затем мы отправились в Мерти, чтобы узнать последние новости. Фактория состояла из трех глинобитных лачух с железными крышами. Лавочники самарийцы рассказали нам, что последние три месяца разбойники людей не трогали, зато все время резались скот. Несколько дней назад они забрались во двор одной лавки и утащили осла. Вот уже месяц реки чуть не каждую ночь доносится их рычание. Джордж пригласил вождя и старшин племени и попросил их предупредить всех живущих у реки, чтобы они известили нас, как только львы опять выйдут на разбой. Людоеды орудовали в районе, который простирался примерно на 80 километров вдоль васа Нира. Можно было подумать, что они тотчас проведали о нашем проявлении. Они отлично чувствовали себя в густых прибрежных зарослях. Им ничего не стоило пройти километров 50 ночью по холодку, тогда как мы могли преследовать их только днем, продираясь в жару через колючую чащу или шлепая по колено в болотной грязи. Для начала Джордж отшагал почти 60 километров, прежде чем ему удалось подстрелить зебру. Эту приманку он привязал к большой кации среди зарослей в полутора километрах от лагеря. На нижних ветвях дерева в трех-четырех метрах от земли мы соорудили махан платформу. Три ночи подряд Джордж и молодой офицер дежурили на платформе. Они слышали, как где-то выше по течению реки рычали львы, но и только. Сидя в лагере, я слушал могучий ночной концерт. Эльса мирно храпела рядом со мной в машине. Неужели она не подозревает, что ее родичи совсем близко? Просто парадоксально. День и ночь мы охотимся на грозных людоедов, а когда усталые возвращаемся домой, то первым делом идем к Эльсе. Ее преданность вознаграждает нас за все испытания. Клин клином. Как бы не вели себя эти разбойники, я невольно восхищалась ими. Да и Джордж, хотя у него есть все причины ненавидеть их, ему однажды здорово досталось от зверя, считал львов самыми умными среди диких животных и уважал их. На четвертую ночь, когда он и Джон решили это спаться в лагере, львы сожрали приманку. Пришлось добывать новую. Снова охотники дежурили три ночи, а днем тщетно пытались выследить убийц. Уставшие охотники опять пришли на одну ночь пользовались случаем еще немного, и мы тоже поверим, что это духи святых, а скорее дьявол. Мы изменили тактику, сосредоточим на дневной охоте все усилия. Дважды нам удавалось выследить их чаще и подойти совсем близко, и оба раза мы слышали, как они уходят, а взять их на мушку не могли. Тяжко взной согнувшись бродить по туннелям зарослях, рискуя к тому же столкнуться с носорогом или слоном. Вода в реке заметно пребывала, в горах уже начались дожди, львы обитали на другом берегу, и надо было поскорее перебираться туда, пока еще позволял брод около мерти. Рано утром мы свернули лагерь и подъехали к броду. За ночь вода сильно прибыла, я воткнула в землю палку для замера, ее быстро затопило. Все же мы решили, что на машинах можно переправиться. Джордж отделил прицеп от лендровера и снял ремень вентилятора, чтобы не забрызгать водой свеч. На малой скорости он благополучно перебрался через реку. Теперь была моя очередь. Эльса, как обычно, сидела в кузове, бурный поток стремительно нес обломки. На полпути мотор закашлялся и заглох. Мы тщетно пытались завести его. Эльсу я выпустила, и она радостно прыгнула в реку и принялась плескаться и ловить плавник. Точно все это было затеяно ей на потиху. Она с наслаждением топила мужчин, которые, разгружая машину, ходили по шее в воде. Пришлось посадить ее на привязь. Мы вынесли вещи на берег и попробовали вытащить грузовик лендровером. Он угрожающе кренился, а цепи, которые у нас были с собой, не хватало. Мы срочно привязали к ним ревни из буйволовой кожи и объединенными усилиями все-таки извлекли грузовик из реки под бурные аплодисменты вездесущих бабуин. Волей-неволей надо было разбивать лагерь. Целый день мы сушили имущество, боеприпасы, одежда, лекарства, книги, провиант, мотор грузовика, запасные части, постели, палатки. Все отсырело. Тельса никак не могла оторваться от этого натюрморта. Она все ходила, обнюхивала его и недовольно сморщилась, когда ей попался табак. На другой день река вышла из берегов и мы перенесли лагерь повыше. Всю следующую ночь лил дождь, грозя положить конец нашей охоте. Все-таки мы решили подыскать дерево, на котором можно было бы соорудить махан. Буш на этой стороне был низкорослый и нам пришлось довольствоваться небольшим деревом мсваки. Его высота только-только позволяла устроиться в недосягаемости голодного льва. Джордж убил зебрю и привязал ее к стволу. Едва стемнело, он вместе с женом скарабкался на платформу. Возможно, львы чувствовали, что наш махан, сколоченный на высоте всего двух с половиной метров из земли, не очень-то надежен, так как через часок охотники услышали рычание обоих разбойников. Один подал голос от брода, от которого было с полкилометра, второй с другого берега. Первый лев рычал все громче и громче, он явно был ударе, от его могучего голоса дрожала платформа. Вдруг Джордж уловил характерные звуки, хищник рвал тушу, но в кромешной тьме охотники ничего не могли разглядеть. Подождав, пока лев войдет во вкус трапезы, Джордж включил фонарик и увидел зверя. Он лежал спиной к охотникам, зарывшись головой в тушу зебры. Неудобная мишень. Но тут лев, потревоженный светом, повернул голову в их сторону. Джордж выстрелил цели шею. Лев врядкнул, подпрыгнул и бросился на утек, издавая горловые звуки. Он был серьезно ранен. Джордж не сомневался, что утром мы найдем в буше мертвого льва. Как только рассвело, из лагеря пришли два следопыта и все вместе двинулись по следу. Пятна крови исчезли в прибрежной чаще. Но если лев еще жив, преследовать его опасно. Охотники шли очень медленно, поминутно останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг раздалось рычание и Джордж приметил заросли их двух львов, которые тотчас обратились в бегство. Похоже, товарищи соединились. Теперь держи ухо востров, ведь подраненный лев не замедлит напасть. Крывавые пятна почти исчезли, а в сумраке Буша трудно было отыскать отпечатки лап. Охотники остановились, разглядывая почву. Вдруг один из следопытов хлопнул Джорджа по плечу и кинул назад. В пятнадцати метрах от них Джордж выстрел и попал льву в переносицу. Это был крупный самец, два метра восемьдесят пять сантиметров от носа до кончика хвоста. Судя по всему, тот самый, которого они подранили ночью, так как в затылке у него было два пулевых отверстия. Второй льв, видимо, перебрался на другой берег. Джордж услыхал плеск воды сразу после выстрела. Отыскав охотников, я не могла не выразить Джорджу своего восхищения. Мне очень-то приятно идти за раненым людоедом по таким зарослям. Мы уже охотились три недели и не щадили себя, стараясь выследить желтых разбойников, но до этой минуты я даже мельком их не видела. Теперь богатырь был повержен. Лапы, отпечатки, которых мы уже хорошо знали, безжизненно поникли. Ему было лет восемь, самый расцвет, хорошо, конечно, что один людоед обезврежен, но почему-то победа над великолепным зверем нас не обрадовала. Сальва сняли шкуру, я сфотографировала его сердце, оно было величиной с детскую головку. Мне стало ясно, почему мне всегда казалось, что в груди Эльсы стучит мощный мотор. На следующий день Джордж и Джон снова отправились дежурить на махании. Они надеялись подстеречь второго людоеда, но они дождались его и только промокли насквозь. Правда, с того берега кто-то подавал голос. Река сильно разлилась, переправиться на машинах было невозможно, плавь тоже нельзя из-за крокодилов. Тогда Джордж смастерил из-за раскладушки лодку. Получилось неплохо, только лодка не могла выдержать больше одного человека. Джордж пересек реку и дошел до Мерти. Весть о победе над людоедом всех обрадовала. Убедившись, что разбойники уязвимы, Боран и тетчет вызвались помочь выследить второго. По пути в Мерти Джордж видел свежие следы львицы. Не она ли рычала ночью? Он уже сомневался, что убил того самого льва, которого перед тем подранил. Может быть, разрывная пуля прошла насквозь и отверстие с затылки пробито осколками, а тогда раненый лев бродит на том берегу, где мы разбили второй лагерь. На обратном пути Джордж встретил у Брода шестерых молодых воинов с копьями. Они тоже хотели участвовать охоте. Он попросил их прийти на следующий день и захватить своих лучших собак. Наутро мы встретились с ними, как было вковлено. Но что за жалких псов они привели с собой? Правда, воины уверяли, что эти собаки бесстрашные, не боятся львов. И вот мы снова идем по бушу. Джордж вскоре заметил, что собаки, как их не подгоняет владельцы, не очень-то рвутся вперед. Ну, конечно же. Вот вожак, поджав хвост, вернулся назад, и за ним вся свора. Сейчас, раздавца рев, и лев вринется в атаку. Но рычание мы не услышали, зато возбужденно затявкали бабуины. Это верный признак, что поблизости опасность. Лев или леопард. Немного выждав, мы двинулись дальше. Джордж пригнулся, нырнул под ветку и заметил светлое пятно. За колечим кустарником, приготовившись к прыжку, лежал лев. Джордж уже прицелился, но в это время услышал жужжание мух. Зверь был мертв. Пуля, которую он выпустил ночью, пробила насквозь горло льва и, видимо, разорвала еренную вену. Лев был настоящий красавец, правда, поменьше первого, около двух метров семидесяти сантиметров, хотя он и натворил немало бед, я смотрел на него с почтением. Оба убитых нами льва были в расцвете сил, никаких недугов, которые оправдывали бы их людоедство. А ведь чаще всего львы становятся людоедами из-за какого-нибудь физического изъяна. То ли они ранены стрелой, то ли пострадали от капкана, то ли зубы у них плохие, или же в лапах застяли иглы дикообраза, и престарелые животные тоже иногда отдают предпочтение менее прыткой добычи. Но бывают исключения, когда можно лишь гадать, что побудило льва охотиться на людей. Может быть беспечность местных жителей, которые часто спят под открытым небом у загона, куда на ночь помещает скот. Представьте себе голодного льва, который готов пробиться за добычей сквозь колючую изгородь, и вдруг видит у ограды спящего человека. Мудрено ли, если он не устоит против соблазна? Случайность кладет начало привычки, и появляется еще один додоец. А у родителей учатся львята, так что эта черта может передаваться из поколения в поколение, не по наследству, конечно, а в себе пример. Мы выполнили свою задачу, и бороны теперь могли не бояться духов. Хотя кто поручится, что пристреленных львов не найдется бойких потомков? Осталось надеяться, что дети не пойдут по стопам родителей. Глава пятая. Сафари у озера Рудольф. Эльси было уже полтора года, когда я впервые заметила, что от нее порой распространяется резкий запах. Вместе с мочой она вставляла выделение двух так называемых анальных желез, которые расположены под самым хвостом. И хотя это был ее собственный запах, Эльса гримасничала, нюхая его. Как-то во время одной прогулки нам встретило стадо антилоп Кан. Эльса тотчас стала подкрадываться к ним. Крупные животные паслись на крутом откосе, в стаде было много телят. Одна антилопа загородила путь Эльсе, и чтобы отвлечь ее, затерла в кустах игру. Так продолжалось, пока стадо не ушло за пригорок. Тогда антилопа галупо мучалась прочь, и бедняжка Эльса осталась в дураках. Помню еще один забавный пример звериной стратегии. Мы пошли с Эльсой на пригорах за домом, и я увидела внизу пасущийся слонов со слонятами штук восемьдесят. Львица тоже их приметила, не успела и крикнуть нельзя, как она ринулась вниз по склону, потом спохватилась и начала осторожно красть к стату. Ближе всего к ней была слониха с маленьким слоненком. Эльса кралась очень искусно, но мамаша точно смекнула в чем дело. Мы испугались, сейчас пойдет в атаку. К нашему удивлению, слониха ограничилась тем, что закрыла слоненка собой и стала потихоньку подталкивать его к другим слонам. Тогда Эльса незаметно подобралась к двум самцам, но они отнеслись к ней равнодушно. Третья группа, к которой она подкралась почти вплотную, тоже не захотела играть с нею. Солнце было уже совсем низко, мы откликнули Эльсу, но она даже ухом не повела, мы решили идти домой без нее, может и не натворит глупости. Я зашла в ее загон и села там с книгой, но никак не могла сосредоточиться и все сильнее волновалась, мне рисовались всевозможные ужасы. Но что делать? Если держать Эльсу на привязи во время слонов его нашествия, она может рассердиться, станет раздражительной, потом с нею и вовсе не сладить. Пусть уж сама научится знать свой шесток, поймет, где кончается веселье и где начинается опасность в игре с великанами животного мира. Может быть, так у нее скорее пропадет интерес к ним. Прошло три часа. Ей давно пора быть дома. Наверное, случилась беда. И вдруг послышала знакомая хмк-хмк, Эльса. Ей очень хотелось спить, но прежде, чем идти к миске с водой, она облизала мне лицо и пососала мои большие пальцы, чтобы показать, как она рада видеть меня. От нее пахло слонами. Наверное, очень близко подбиралась к ним, да еще вывалилась в помете. Она шлепалась на землю, видно, сильно устала. Чувство смирения владело мной. Мой друг вернулся из мира, который мне совершенно недоступен, и относится она ко мне с прежней нежностью. Догадывалась ли Эльса, что представляет собой своеобразное звено между двумя мирами? Из всех животных ей бесспорно больше всего нравились жирафы. Она могла подкрадываться к ним часами, пока эта игра не приедалась обеим сторонам. Посидит, подождет немного, и вот они уже снова подходят к ней. Длинные тонкие шеи вопросительно изогнуты, крупные печальные глаза устремлены на львицу. Потом, жуя свои любимые стручки акации, не спеша удаляется. Но иногда Эльса преследовала их по-настоящему, приметит и, прижавшись к земле, заходит так, чтобы ветер не выдал ее запаха. Каждый мускул предельно напряжен, обойдет тихонько стадо и гонит его на нас, ожидая, что мы из засады откроем огонь по дичи, которую она так ловко обманула. Занимали ее и другие животные. Однажды во время прогулки Эльса стала принюхиваться, и вдруг бросилась в кустарник. Шум, топот, фырканье, все ближе когда из зарослей выскочил бородавочник. Он тут же снова нырнул чащу Эльса за ним по пятам. Мы долго слышали, как трещат кусты. Я даже испугалась за Эльсу, ведь у бородавочника большие грозные клыки. Наконец она вернулась и стала тереться головой о мои колени, рассказывая, как весело было ей играть. Следующее сафари мы задумали к озеру Рудольф. Его солоноватые воды простерлись на 300 километров, заходя на севере в Эфиопию. Путешествие должно было длиться семь недель. Почти все время мы шли пешком, вещи были на ослах и мулах. Эльсе впервые предстояло совершить такой переход в обществе четвероногих, хотя бы они поладили между собой. Ответ был довольно большой. Мы с Джорджем инспектор Джулиан из соседней области, Герберт, который опять гостил у нас, следопыты, шоферы, бои, шесть овец для Эльсы, 35 ослов и мулах. Караван с юками был отправлен заблаговременно, тремя неделями раньше. Первый этап примерно 500 километров. Мы проехали на машинах. Получилась целая колонна, два лендровера, мой грузовик с Эльсой, а также две трехтонки для перевозки людей, продуктов, горючего и 80 галлонов воды. Первые 300 километров пути пролегали по широкой и пыльной пустыне Каисут, затем и поднялись на склоны вулкана Марсабит, возвышающегося над пустыней на полторы тысячи метров. Густой мшистый лес, нередко окутанный облаками, был приятным контрастом со знойной сухой равниной. Марсабит подлинный рай для животных, обитает тут носороги, буйволы, большой куду, львы и множество других животных, а здешние слоны известны лучшей во всей Африке слоновьей костью. На Марсабите расположен последний правительственный пост, дальше простирается необитаемый край, лишенный связи с внешним миром. Кругом лишь вулканические гряды да песчаные вожбины. Мы ехали в общем без происшествий, только один раз моя машина чуть не развалилась, соскочило заднее колесо, пришлось щенить, на починку ушло несколько часов. Бедная Эльса, все это время она сидела в кузове, только там можно было укрыться от палящего солнца, но она вела себя очень смирно. Скверная дорога привела нас к горы Хури на границе с Эфиопией. Растительность здесь была очень скудная, хотя эти горы и выше Марсабита, они получают гораздо меньше влаги. Сильный ветер бушует на их безлесных склонах. Эльса никак не могла привыкнуть к такой погоде, ночью она проводила в машине защищенный от холода брезент. Джорджу нужно было проверить, как здесь обстоят дела с дичью, не занимается ли габба браконьерством. Мы провели в горах Хури несколько дней, потом двинулись на запад. Мрачный, пустынный, вулканический ландшафт. Машины тряслись на камнях, буксовали в песке сухих русел, петляли между каменными глыбами. Но вот мы пробились в пустыне Чалби, протянувшейся на 130 километров. В прошлом здесь было озеро, теперь по его гладкому твердому дну можно мчаться на полной скорости. В пустыне часто миражи, вдруг вдали возникают озера с пальмами по берегам и идущие прямо по воде газели ростом со слона, крайне щадного зноя и жажды. В западной части пустыни Чалби лежит оазис Нордхор. Там есть полицейский пост, и туда приходят на водопой тысячи верблюдов, овец и кос, принадлежащих племени Ренбил. Никаких дел в Нордхоре у нас не было, мы лишь пополнили запасы воды и сразу двинулись дальше. Наконец, после 370 километров основательной тряски мы достигли оазиса Лайонгаллан, несколько источников, окруженных пальмами Дун в трех километрах от южной конечности озера Рудольф. Тут мы встретили наших осликов, когда Эльсу привезли к озеру, она тотчас же бросилась в воду, словно спеша смыть усталость, и очутилась в обществе крокодилов, которых здесь велико множество. К счастью, они вели себя спокойно, но на всякий случай мы постарались отогнать их. Эти узловатые чучела маячили у самого берега на всем нашем пути вдоль озера, отбивая у нас всякую охоту купаться. В Лайонгаллане мы устроили базовый лагерь. Три дня у нас ушло на починку сбруи и укладку вьюков. На каждого осла приходилось по два вьюка весом по 20-25 килограмм. Наконец, все было готово. 18 ослов несли на себе провианты и лагерное снаряжение, 4 канистры с водой. Еще 5 ослов мы держали в запасе, а для тех, кто устанет или заболеет, был верховой мол. Меня очень заботило, как Эльса отнесется к ослам. Поначалу она наблюдала со сборами без особого интереса, но когда мы начали прилаживать вьюки, пришлось ее привязать. Уж очень ее возгудило зрелище такого количества чудесного мяса, которое кричало дурными голосами, брыкалось и каталось по песку, тщетно селись бросить нежеланную нож. Основная часть отряда вышла утром. Мы с Эльсой отправились в путь под вечер, когда спала жара. Дорога шла вдоль берега озера. Эльса резвилась как щенок, бегая от одного к другому, то вспугивала стаю фламинго, то приносила подстеленную нами утку, то прыгала в озеро и купалась по бдительным назорам кого-нибудь из нас. Когда нам встретился караван верблюдов, я взяла Эльсу за поводок. Львица возмутилась и чуть не вырвала мне руку из плеча, так и хотелось познакомиться поближе с невиданными животными. Но мне-то вовсе не улыбалось увидеть, как нас, медперепуганные верблюды будут сбивать друг друга сно. Да и Эльсу может не поздоровиться в такой катавасии. К счастью, это была единственная встреча. Уже стемнело, когда мы увидели на берегу озера лагерные костры. Я снова взяла Эльсу за поводок, боясь, как бы она не затеяла погоню за ослами. Поводки были уже поставлены, обед приготовлен. После обеда мы условили, что отряд с львицей Джош, Нуру, один проводник и я, каждый день будет выходить с утра пораньше, пока остальные сворачивают лагерь и вьющат ослов. Таким образом мы захватывали самые прохладные часы и могли везти Эльсу без поводка. В половине десятого мы высмативали тенистое местечко, чтобы переждать жару, да и ослам не вредно было попастись. Львицы, разумеется, привязывали, как только ослы подходили к привалу. Во второй половине дня все делалось наоборот. Караван выходил на два часа раньше нас и проводники еще до темна разбивали лагерь. Такой порядок мы соблюдали до конца сафари. Это было очень удобно, так как днем Эльсу и ослы не встречались, если не считать полуденного привала, когда мы ее сонно одержали на привязи. Постепенно они вообще привыкли друг к другу и Эльса поняла, что ко всем участникам сафари надо относиться терпимо. До девяти утра львица шагала очень бодро, но как только становилось жарко, ее манила тень кустов или больших камней. Во второй половине дня часов до пяти ее трудно было поднять с места, зато потом она могла идти хоть всю ночь. в среднем она шла по семи восьми часов в день и чувствовала себя отлично. Эльса старалась почаще освежаться в озере, плавая порой в двух-трех метрах от крокодила. Сколько я ни кричала и ни махала ей, она выходила из воды только тогда, когда ей самой заблагорассудится. К месту привала мы прибывали к восьми-девяти вечера. Иногда передовой отряд пускал сигнальные ракеты, чтобы нам легче было найти им. На второй день мы миновали последнее поселение. Это была рыбасская девушка племени Мола, где обитало около восьмидесяти душ. Питались они почти одной рыбой, разве что иногда отведают мясо крокодила или бегемота. Из-за плохого питания и браков между родственниками здесь распространен рахит и заметны признаки физического рождения. У всех Мола скверные зубы и десны, но в этом повинно скорее всего не питание, а обилие соды и других солей в озерной воде. Люди тут радушные, щедрые, они непременно встречают гостей подарком свежей рыбы, ловят ее сетями из волокна пальмы дум, такое волокно не боится щелочей, крокодилов, бегемотов и огромного нирского окуня, он весит до 100 килограммов, бьют копьями с примитивных плотов три пальмовых ствола. Отталкиваясь шестами, рыбаки плывут по отмелям и далеко от берега не уходят. Здесь частые мощные сквалы скоростью до 150 километров в час. Они могут привести непривычного человека в отчаяние. Во время шквала невозможно поставить палатку. Ветер сбрасывает еду с тарелок. Даже попробовать не успеешь или заносит ее слоем песка, так что в рот не возьмешь. Песок засоряет глаза, нос, рот, порывы ветра раскачивают раскладушку, не давая уснуть. Зато когда озеро Рудольф спокойно, оно обладает особым очарованием. Но как об этом рассказать? Просто вас тянет туда снова и снова. Десять дней мы шли вдоль берега. Местность мрачная, сплошная застывшая лава, только разная по плотности. То пыль вроде пепла, то камни, такие острые, что ступать больно. Местами встречался глубокий песок, и каждый шаг строил огромного труда, а затем галька, гравий, и все время дул жаркий ветер, от которого сгнило в голове, растительно скудное, реденькие колючие кустарники, да жесткая крова, острая как брица. Оберегая лапы Эльсы, я смазывала их жиром. Она как будто понимала, что это нужно, и была очень довольна. Во время дневного привала я отдыхала на раскладушке, все-таки мягче, чем на гальке. Эльса разделяла мое мнение и мои ложи. Места мне оставалось маловато, и иногда я даже сидела на земле, уступая Эльсе свою кровать. На чаще все-таки мы летели вместе, только бы брезент не лопнул от такой тяжести. Во время длинности перехода нору нес воду и миску для Эльсы. Ужинала она около девяти вечера, потом ложила спать по соседству с моей кроватью на прелесть. Как-то вечером мы заблудились и пришли в лагерь поздно ночью. Эльса выглядела совсем разбитой, и я не привязал ее. Вдруг она вскочила, мигом прорвалась сквозь колючую ограду в загон для ослов. Шум, гам, переполох. Не успели мы опомниться, как все ослы разбежались. Хорошо еще, что удалось поймать Эльсу. Наказала я ее строго. Кажется, она поняла, что заслужила трепку, виду не обувиноватой. Хотя вообще-то спрашивать надо было с меня, ведь я недооценила ее врожденного инстинкта, не подумала, каким соблазном должен быть для нее запах табуна, особенно в то время суток, когда дикие звери выходят на охоту. К счастью, только одному ослу достались царапины, да и то неглубокие. Я взялась за лечение и раны у него быстро зажили. Но случай этот послужил мне уроком никогда не спускать глаз с Эльс. В озере было много рыбы. Джордж и Джулиан снабжали нас великолепным тилапия, который водится только здесь. Его можно ловить на крючок или глушить из ружья, а следопытам больше нравился безобразный навискат. Они били его на мелководье палками или камнями. Эльса охотно участвовала в этой затее. Иногда вызывалась поднести улов, но тотчас бросала его морща нос. Один раз Нуру настолько влегся, что не жалея сил, стукнул рыбу прикладом своего ружья. Приклад разбился, а ствол согнулся под прямым углом. Нуру нисколько не огорчился, главным для него был улов. А Джордж сделал ему выговор и в ответ услышал, ну ничего, Бог скоро пошлет вам новое ружье. Но Эльса, видимо, решила наказать Нуру, схватила сандалии, которые он оставил на берегу, и убежала. Забавно было смотреть, как они стараются перехитрить друг друга, когда сандалии вернулись к владельцу Видуни, был жалкий. Чтобы выйти к заливу Алия на севере, нам надо было пересечь хребет Лонгон-Дотти. Горы эти обрываются прямо в воду. Пришлось послать тяжело груженный караван в обход. Санимы с левицей пробирались по скалам вдоль берега и заберев такой угол, что казалось дальше пути нет. Перед Эльсой стоял выбор прыгать со скользкой пятиметровой скалы на мелководье внизу или спускаться по каменной плите в пенистый прибой. Глубина здесь была небольшая, утонуть нельзя, но из-за пены было страшновато и Эльза не могла решиться. Она проверила все карнизы, долго топталась на уступе, наконец храбро прыгнула в волны и, подбадривая нами, быстро выбралась на берег. Эльза очень радовала собственной отваге и гордилась, что не подвела нас. Почти все время мы пили слоноватую озерную воду и в ней же варили пищу. Эта вода безвредна, ей хорошо мыться, даже мыло не надо, однако она придавала неприятный вкус всей еде. Но у подножия гряды Маити нас ждал подарок, пресный источник. Насколько нам было известно, до нас никто из европейцев не проходил вдоль западного подножия этой гридой. Немногие путешественники, которые здесь побывали, шли всегда восточнее. На десятый день после выхода из Лен-Галана мы разбили лагерь у северной оконечности Маити. Как обычно вперед выслали следопытов разведать местность и проверить нет ли браконьеров. Они вернулись под вечер и рассказали, что видели много лодок с людьми. В этих местах хорошие водки-долбленки есть только у Голуба. Это воинственные люди, которые приходят из Эфиопии с немирными намерениями. Замеченный нашими следопытами отряд, видимо, собрался в набег или же занимался браконьерством. Во всяком случае, они троглись на чужую землю. Мы с Эльсой остались в лагере под защитой четверых вооруженных мужчин, все остальные пошли на разведку. С горя открывался видно на залив. У самого берега разведчики заметили три лодки, в которых сидели двенадцать человек и гребли в сторону нашего лагеря. Но и Голуба их заметили. Когда отряд Джорджа спустился к озеру, лодки уже отошли метром на двести, направляясь к маленькому островку. Огнестрельного оружия у нарушителей как будто не было, но может быть оно спрятано на дне лодки? В бинокль Джорджа считал на островке не меньше сорока человек, а на берегу лежало несколько долбленок. Вот и эти три причалили к острову. Началось оживленное совещание. Попасть на остров без лодки Джордж не мог, поэтому отряд возвратился в лагерь. Мы собрались своим уществом и спустились к заливу, все-таки ближе к островку. На ночь выставили усиленный караул и спали с лужьями на поготоре. А на рассвете увидели, что остров пуст. Очевидно, мы не понравились голуба, и они, не смотря на сильный ветер, ушли с острова под покровом темноты. На всякий случай Джордж разослал вдоль берега несколько патрулей. Вскоре после восхода солнца на остров слетелись грифы и марабу, похоже, голуба все-таки успели, нарушая запрет убить нескольких бегемотов, и теперь птицы пиловали. Около одиннадцати часов из густого камыша южнее нашего лагеря вдруг выскочили две лодки. Джордж выстрелил раз-другой для острастки, и лодки тотчас повернули обратно. Он послал себя, пытав, чтобы отыскать их и вступить в переговоры. Но браконьеры ушли еще дальше в камыши. Время от времени выглядывали из зарослей, проверяя, здесь ли мы еще. Судя по всему, там укрылись четыре лодки, отрезанные от главных сил. Поймать их мы не могли, и Джордж решил заставить нарушителей уйти домой. Как только стемнело, он выпустил сигнальные ракеты. Наши запасы подходили к концу, пора было возвращаться. Первая половина этого сафари была чистым раем по сравнению со второй. До сих пор озеро щедро снабжало нас водой, а назад мы пошли другим путем, намного восточнее. Гаити, наш проводник из племени Турканов, чувствовал себя здесь не очень уверенно, но главное, нельзя было рассчитывать, что у нас всегда будет вода. Засушливое время года в этом районе от одного источника до другого слишком далеко. Джордж надеялся, что мы нигде не будем дальше одного дневного перехода от озера, и в самом крайнем случае можем свернуть к нему. Теперь мы были лишены прохладного озерного ветерка, и порой мне казалось, что зной совсем иссушит меня. Место стало еще более безотрадной, сплошная лава, почти никакой дичи, а людей вовсе нет. Хорошо, что мы закупили лаем голлани овец для Эльсы. Их уже заметно поубавилось, но все таки Эльса пока не знала горя. Зато люди все без исключения сбросили лишний вес. Продвигались мы быстро, так как пьюки стали намного легче, а отсутствие воды заставляло делать большие переходы. На девятнадцатый день мы вернулись в Лаен-Галан и убедились, что наши люди, оставшиеся в базовом лагере, не теряли времени зря. Они поймали на месте преступления четверых браконьеров из племени Туркана. Старший из пойманных радостно приветствовал Джорджа и напомнил, что тот десять лет назад уже ловил его, даже отправил в тюрьму марсобить. Ему там очень понравилось, правда, он почему-то не рвался туда снова. Джордж пожалел старика и не стал строго наказывать его. Из Лаен-Галана наши мужчины отправились за покупками Норд-Хор. Там были три сомалийские лавки. В полицейском участке Джордж знал, что между Лаен-Галаном и Норд-Хором видели восьмерых браконьеров. Они ехали верхом и у них были ружья. Сюда нередко наведываются бороны из Афиопии. На лошадках, которые приучены по четыре пять дней обходиться без воды, они загоняют и убивают жирафа. По эту сторону границы бороны могут рассчитывать на помощь своих кенийских соплеменников, которые предупреждают их, когда появляются патрули. Но на этот раз патруль на верблюдах выследил нарушителей и застих их врасплох. Ранен был один браконьер и захвачено семь коней. Три дня мы отдыхали в Лаен-Галане, чинились сбрую, приводили в порядок снаряжение и готовились ко второй части сафари — восхождение на гору Кулал, которая поднимается почти на две тысячи триста метров над пустыней в тридцати километрах к востоку от озера Рудольф. Вершина перехватывает влажные мусоны и покрыта густым лесом. Вулканический массив протянулся на 45 километров, поперечник кратера достигает около шести с половиной километров. Кратер расколот надвое, на южную и северную половины. Считают, что Кулал был разрушен землетрясением уже после прекращения вулканической деятельности. Стены расселены и сборождены трещинами и напоминают дольки апельсина высотой до тысячи метров. Вглубь горы уходит невидимое сверху ущелье Ильсигата. Зажатое стенками стометровой высоты, оно местами настолько узко, что небо почти не видно. Мы хотели исследовать его и отыскали единственный доступный вход у восточного подножия Кулала. Но громадные обломки и заполненные водой провалы скоро вынудили нас отступать. Чтобы как следует осмотреть Кулал, надо разобраться по склону на вершину, спуститься в кратер и по второму склону снова подняться наверх. Джордж побывал в этих местах двенадцать лет назад. Теперь мы хотели проверить, сохраняется ли здесь стада животных или браконьеры выбивают их. Нас особенно интересовал большой куду. Снизу Кулал не кажется внушительным. Пологая гряда, к вершине ведут широкие гребни, но вверху гребни сужались настолько, что мы с трудом проводили наш караван. Сначала путь пролегал по хаосу лавовых глыб и оказался очень тяжелым для вьючных ослов. Но на гребнях местами было еще хуже, приходилось снимать часть груза с животных и нести на себе. К концу второго дня было пройдено две трети пути. Мы разбили лагерь в крутом каменистом ущелье возле источника, от которого могло пить только одно животное. Понадобился не один час, чтобы напоить всех от слов. Накували мало воды, так что этот источник очень важен для скотоводов из племени Самбуру, которая в засушливое время года пригоняет сюда свой скот. Могу выобразить, каким соблазном были для Эльсы все эти верблюды, коровы, овцы и козы. Но она была умницей и вела себя смирно, даже когда животные проходили в нескольких метрах от нее. На всякий случай мы держали ее на привязи, хотя она ни на кого не бросалась, только мечтала уйти куда-нибудь от всей этой пыли и гаммы. Дальше подъем становился совсем крутым, а климат почти арктическим. Мы переваливали через гребни, пересекали лощины, пробирались вдоль обрывов, деревья сменились кустарником, кусты великолепной альпийской флорой. Утром третьего дня мы вступили на вершину кулава и облегченно вздохнули. Подъем кончился. Лагерь разбили на чудесной лужайке. Вот только воду в источнике замутил скот. Самбуру очень удивились, когда увидели в нашем отряде почти взрослого льва. В кущах под самой вершиной по утрам собирался туман, и мы разжигали большие костры, чтобы согреться. По ночам бывало настолько холодно, что я держала Эльсу в палатке на ложе из мха, укрывая ее самым теплым одеялом. Спать мне почти не приходилось, нужно было следить за своим ребенком, который поминутно сбрасывал одеяло и начинал дрожать от холода. Эльса благодарно лизала мне руку. Не было случая, чтобы она попыталась вырваться из палатки. Напротив, утром она подолгу отсиживалась в своем уютном убежище, ожидая, когда прекратится ветер и рассеется туман. Зато стоило солнцу прогнать сырую мглу, как лица оживлялась и выходила на бодрящий горный воздух. Ей тут очень нравилось. Мягкая прохладная почва, тенистый лесок, вдоволь буйволенного помета, на котором можно кататься. Благодаря большой высоте и тени, даже в самую жаркую пору дня здесь было легко ходить. И мы брали Эльсу с собой. Она смотрела на парящих под небес и орлов, возмущалась воронами, которые подлетали к ней, чтобы подразнить, а один раз устроила погоню за буйволом. У Эльсы было великолепное обоняние, отличное зрение и слух, а она находила путь даже в самых густых зарослей. Как-то мы шли по следам передового отряда, который выступил раньше нас. Эльса устраивала засаду в кустах и нападала. Вдруг мы слышали протяжные крики, и счастье вырвался осел, преследуемый Эльсой, которая безжалостно колотила его. К счастью, густые заросли мешали им быстро двигаться, мы догнали Эльсу и как следует присыпать. Трежде она никогда не позволяла себе ничего подобного, а я-то так гордилась тем, что она всегда слушается, когда ей запрещают нападать на животных. Виноватых было двое. Я неосторожно спустила Эльсу с поводка, а погонщик ослов не уследил за своим кароланом. Как раз в этот день ослы, когда их ючили, очень вызывающе вели себя, ходили у львицы под самым носом. Неудивительно, что она не удержалась от соблазна поколотить отставшую бродягу, когда он нечаянно попался ей на пути. После избучки она долго извинялась, задавривала нас всякими трюками, и вскоре я уже готова была простить ее, тем более, что пострадал старый осел, который давно всем нам опостылил своим упрямством. Мы вышли на край кратера, делящего гору на две половины, до северного гребня каких-нибудь шесть километров, а идти надо не меньше двух дней. Я с ужасом смотела, как Эльса небрежно ходит по самому краю тысячеметровой пропасти. Похоже, что животное не знает страха высоты. На следующий день мы спустились к входу в Ильсегата и разбили лагерь. До вечера мимо нас прошли тысячи верблюдов, козы, овец, рослые пастухи из племени Рендил гнали скот к источникам в ущелье. Следом женщина вели цепочку связанных верблюдов, нагруженных плетенными бурдюками, вместимостью около шести галлонов каждый. Мы вошли в ущелье, ведущее самое сердце горы. По его дну тянуло сухое русло, стеснутое головокружительными кручами. Отвесные стены вздымались на четыре сто пятьдесят метров. Местами ущелье было так узко, что двум нагруженным верблюдам не разойтись. Сверху у него почти не проникал свет. В том месте, где вытекает тонкая струйка воды и, становясь ручейком, соединяет цепочку занадей, собирается скот. Но мы пошли дальше, пока путь нам не преградила десятиметровая стена. Герберт, он был ампинистом, сумел одолеть преграду и увидел вторую стену. Ильсигата, излюбленная прибежища браконьеров, у водопоя очень удобно устраивать засаду. Здесь все пути к отступлению отрезаны и животное обречено. От Ильсигата до северной вершины мы дошли за полтора дня. Здесь было еще больше скота и пастухов самбуру, так что нам пришлось ограничить свободу передвижения Эльс. Дикие животные встречались редко. Прежде тут было много буйволов, но в последние шесть лет на северной стороне их совсем не видели. Большой Куду нам не попался ни разу, хотя кое-где мы обнаружили его следы. Джордж считал, что тут повинен скот, который уничтожает весь подножный корм, обнажая склоны гор. Спуск по острым камням Клоен-Галану достался нам очень трудно. Мы то и дело летели кубарем, и нас не мог утешить даже изумительный вид на простершееся далеко внизу озеро Рудольф. В лучах заходящего солнца его гладь переливала свинцом на фоне синей лиловых гор и оранжевого неба. А Эльса непрестанно оглядывалась на Кулау с его тенистым лесом и рвалась назад. Пришлось везти ее на поводке. Вечером мы заблудились. Эльса старалась нам показать, как она устала, пройдет несколько метров и ляжет. Хотя Эльса была уже почти взрослой, у нее осталась привычка в трудную минуту сосать мой большой палец. Но вот темное небо прочертили следы трассирующих пуль. Это авангард подавал нам сигналы. Наконец мы вышли к лагерю. Эльса от усталости отказалась есть и все время льнула ко мне. Мне тоже кусок не шел в горло. Могу представить, как трудно было ей идти. Попробуйте объяснить левице, зачем нужно карабкаться через острые глыбы ночью. Только любовь и доверие к нам могли заставить ее идти дальше. Несмотря на все решения сафари, во время которого ей пришлось пройти почти пятьсот километров, Эльса еще сильнее привязалась к нам. Зная, что ее любят и не дадут в обиду, она была счастлива. Чувство ответственности за это гордое, умное животное, которое обратило на нас всю свою преданность и стадный инстинкт, укрепляло нашу любовь к Эльсе. Конечно, она сама того не ведая, порой причиняла нам немало хлопот. Мы не могли никому поручить ее, а потому ощутились как бы в плену львиц, но она с тарицей вознаграждала нас за всех хлопот. Было трогательно наблюдать, как Эльса старается обуздать свои инстинкты и приспособиться к нашему образу жизни, чтобы доставить нам удовольствие. Дружелюбие Эльсы объяснялось, конечно, в первую очередь ее врожденным нравом, но большое значение имело и наше обращение с ней. Мы никогда не прибегали ни к насилию, ни к обману, чтобы побудить ее сделать что-либо и старались только добром помочь ей одолеть барьеры, разделяющие наши миры. Пока льву хватает дичи, он редко совершает длинные переходы. Если бы Эльса жила среди себе подобных, ей бы никогда не пришлось только повидать. Но она помнила свой дом, и когда мы приезжали из очередного сафари, тотчас возвращались к привычному образу жизни. Глава шестая Эльса и дикие львы Эльса обаятельное существо. Всякий раз она непременно устраивает нам торжественную встречу, как бы коротка ни была наша разлука. Подойдет к каждому, потрется головой, помяукает сперва ко мне, потом к Джорджу и, наконец, к Нуру. Если мы кого-то приводим с собой, она и к гостю приласкается, тотчас улавливая, кому пришлась по душе. К тем, кто опасается ее в меру, она относится терпимо. Зато трусливым приходится худо. Нет, она никого еще не ранила, просто любит попугать. Уже в детстве Эльса научилась пускать в ход свои килограммы. Со временем они стали серьезным оружием. Если ей нужно было остановить кого-нибудь из нас, она бросалась под ноги и всем весом наваливалась на голени, так, что человек падал. Вскоре после сафари к озеру Рудольфа Эльса во время дневных прогулок стала вести себя как-то беспокойно. Иногда она отказывалась идти домой и ночевала в буши. Чаще всего нам все-таки удавалось ее задобрить, пригнав лендрови. Эльса быстро разумела, что не стоит тратить лишние силы, когда за тобой могут прислать машину. Она вскакивала на брезентовую крышу и катила домой, поглядывая сверху на прочих животных. Такой способ передвижения ей очень нравился, но крыша не была предназначена для ложи львицы. Стойки стали прогибаться и Эльса проваливалась все глубже. Пришлось Джорджу смастерить дополнительные опоры и укрепить брезент. Когда мы были заняты, за ней по-прежнему присматривал Нуру. Раз мы решили снять их на киноленту, попросили Нуру принарядиться и он облачился в кремовый пиджак с золотой отделкой, который купил когда-то для своей свадьбы. Не дать Эльса увидев его, бросилась в буш и долго смотела из-за кустов, прежде чем признала своего друга. Тогда она вышла и дала ему тумака, точно хотела сказать «И не стыдно тебе так пугать меня?» Вместе им пришлось пережить немало приключений. Однажды, когда они отдыхали под кустом, с наветренной стороны показался леопард. Эльса внимательно следила за ним, но сидела неподвижно, только хвост у нее дергался. Леопард был уже совсем близко, вдруг он заметил хвост и бросился на утек так стремительно, что едва не налетел на нору. В годы одиннадцать месяцев у Эльсы прорезался глубокий бас. Еще через месяц снова началась течка, и она всюду оставляла свои метки, явно приманивая кавалера. Обычно она послушно следовала за ним повсюду, но теперь ее неизменно тянуло в долину. И в этот вечер она настояла на земле свежие печатки львиных лап. Когда стемнело, Эльса не пошла с нами обратно, мы вернулись домой без нее. Джордж тут же сел в свой лендровер, а я осталась дома, на тот случай, если львица все-таки придет сама другим путем. Джордж не застал Эльсу на том месте, где мы расстались с нею, позвал ее, никакого ответа, только эхо раскатило среди холмов. Проехал еще километр два, наконец повернул назад, надеясь, что львица уже возвратилась домой, но Эльсы все не было, и Джордж снова поехал в Буш. Скоро я услыхала выстрел, мне стало страшно, но еще больше я испугалась, когда он приехал и рассказал, что произошло. Около получаса он петлял по дорогам, звал Эльсу, но она не показывалась. В конце концов Джордж остановил Лендровер на поляне, раздумывая, как поступить дальше. Вдруг метров в двухстах от машины зарычали львы, явно не поладившие между собой, и тут же мимо него промчалась львица, за ней вторая. Он успел схватить ружье и выстрелить для острасти, думая, что это какая-нибудь ревнивая особа преследует Эльсу. Затем погнал машину за ними. Узкая дорога была окремлена колючим кустарником. Джордж светил в обе стороны прожектором и чуть не наехал на льва и двух львиц, которые недовольно рычал ступили ему дорогу. Вместе мы снова отправились на поиски, но сколько не звали Эльсу, она не откликалась. Вдруг неподалеку послышался львиный хор, точно львы задумали подразниться. Мы свернули туда и увидели поблескивающие во мраке три пары глаз. Что делать? Оставалось лишь ехать домой. Неужели Эльса будет сражена какой-нибудь ремневицей? В эту пору она может подпустить к себе льва, а его супруга вряд ли захочет мириться с соперницей. И тут к нашему величайшему облегчению мы увидели Эльсу. Она обнюхивала какой-то куст и не желала замечать нас. Мы попробовали ее уговорить ехать с нами. Она не двинулась с места. Глаза ее были стремлены туда, где недавно рычали львы. В этот миг они снова подали голос и стали приближаться. В тридцати метрах позади нас было сухое русло, там вся компания остановилась, надрывая глотки. Было уже заполночь. Эльса сидела в лунном свете между нами и зверьем. Ее звали с обеих сторон. Кто одержит верх? Она пошла к львам. Она села опять, посмотрела сперва на нас, потом в сторону своих родичей, не зная, как поступить. Целый час просидела она так. Наконец Джордж выстрелами в воздух заставил львову уйти. Эльса все еще не могла решиться. Мы медленно поехали прочь, надея, что она пойдет за нами. Так она вышла. Она нехотя затрусила рядом с машиной, потом вскочила на крышу, и мы прибавили скорость. Эльса приехала домой усталая, бросилась к воде и никак не могла напиться. Что произошло за те пять часов, что она провела в обществе диких львов? Готовы они принять ее в прайд, не смотря на запах человека? Мог ли самец пренебречь самкой во время течки? Почему она не ушла с ними и вернулась к нам? Испугалась злобной львицы? Это лишь часть вопросов, которые мы задавали себе. Так или иначе, на этот раз все обошлось благополучно. Но после этого приключения зов джунгля явно с удвоенной силой зазвучал в ее душе. Она все чаще не возвращалась в прогулки, и мы не один вечер провели в поисках. В засушливую пору мы надеялись только на воду. Кроме дома Эльсе негде было напиться. Ей очень нравились скалы. Она выбирала себе какой-нибудь наблюдательный пункт повыше и подолгу сидела там. Однажды вечером нам так и пришлось оставить ее на скале, хотя по соседству кашлял леопард. Утром Эльса вернулась с кровоточащими царапинами. Уж не леопард ли задал ей трепку. В другой раз она после захода солнца услышала хохот гиены и пошла на звук. Хохот сменился истерическими воплями, которые сливались с рычанием Эльсы. Джош поспешил туда и подоспел как раз вовремя, чтобы пристрелить одну из звук гиен, которая такова левица. А Эльса тотчас проволокла в кусты свою добычу, как в детстве таскала брезент. Но хотя ей уже исполнилось она не знала, как распорядиться с добычей, не могла даже прокусить шкуру своими клыками. По-прежнему Эльса больше всего любила играть с жирафами. Она подкрадывалась к ним по всем правилам искусства, но они неизменно обнаруживали ее. Она никак не могла усмирить свой хвост. Лежит как извояние, а черный кончик хвоста дергается. Приметив ее, жирафы затевали между собой соревнования смело. Выстроиться полукругом и протяжно фыркая, медленно идут на нее. В конце концов Эльса срывалась с места и обращала в бегство все стадо. Дважды мы видели, как она преследовала старого самца. После двух километров бега жирафу игра надоела, а может быть его одолевала дышкой. Так или иначе он сам переходил наступление. Эльса петляла вокруг него, держась подальше от длинных передних ног старика. Одним метким ударом он мог разбить череп. По нашим наблюдениям течка наступала в нее через каждые два с половиной месяца. Нам говорили, что о состоянии львицы можно догадаться по громкому мурлыканью, но хотя у Эльсы течка была уже два раза, мы не слышали никакого особенного мурлыканья, зато у нее появлялся характерный запах, и она прилежно метила кусты. Вскоре после приключений с дикими львами Нору рассказал, что когда они утром пошли на прогулку, Эльса вдруг стала рычать на него, явно хотела одна уйти в холмы. Несмотря на дной, львица быстро исчезла среди скал, и он потерял ее след. Днем мы отправились туда, и тоже быстро сбились со следа. Пробовали звать ее, но услышали в ответ странное рычание, не похожее на голос Эльсы, а через несколько минут она спустилась с горы, приветствуя нас своим голосом. Подошла и упала на землю тяжело дыша. На лапах, плечах и шее у нее были длинные кровоточащие царапины, на лбу две ранки, следы зубов. От нее пахло гораздо сильнее, чем обычно во время течки. Отдышавшись, Эльса, как всегда, потерлась на наши колени и помурлыкала, словно говоря, послушай, что со мной было. Уверевшись, что мы восхищены ею, она заснула и проспала два часа. Видимо, Эльса встречалась со львом, и наш зов разлучил их. Еще через два дня она исчезла на целые сутки, когда мы наконец отыскали ее след, то увидели по нему, что она была в обществе чужой львиц. С той поры Эльса все чаще исчезала на ночь. Мы подъезжали к ее излюбленным убежищем на машине, звали ее, но она редко выходила на зов. Иногда бродила где-то по двое, по трое суток не ела, не пила, приближался сезон дождей, когда воды станет всюду вдоволь, как бы нам вовсе не утратить власть над Эльсой. Нужно было искать какое-то решение, тем более, что в мае нам предстояло уезжать в отпуск. Эльсой Эльсой нам удалось вырастить Эльсу в естественной для нее обстановке. Она хорошо чувствовала себя в буше, и теперь дикие львы как будто готовы принять ее в свою компанию. Похоже, она исключение из правила, которое гласит, что дикий зверь, воспитанный людьми, неизбежно будет убить своими сородичей, так как от него пахнет человеком, и он не приспособлен к жизни зарослях. Почему бы не попытаться приучить ее жить самостоятельно на воле? Мы решили провести вместе с Эльсой еще две-три недели, и уже потом, если все будет в порядке, ехать в отпуск. Здесь обычно принято выбирать для отпуска какое-нибудь место вне Кении, чтобы сменить климат. Но где выпустить ее? Район из Сеола слишком густонаселен? Правда, мы знали место, куда большую часть года не заходили ни люди, ни скот, и где было много диких животных, особенно львов. Мы получили разрешение перевезти туда Эльсу и стали готовиться. Нужно было поспешить, так как со дня на день могли начаться дожди. Нам предстояло проехать около 550 километров, пересечь Нагорье в Рист-Валле, миновать много сел, чтобы Эльсу не докучали любопытно и чтобы не страдать от жары, мы решили передвигаться ночью. Выезд назначили на семь вечера, но Эльса рассудила иначе. Напоследок мы пошли с ней прогуляться до ее любимых скал через долину. Здесь я в последний раз сфотографировала Эльсу на ее родине. Она не любила сниматься и не любила когда ее рисуют. Увидишь, что на нее направлен противный блестящий ящичек и отвернется или прикроет морду лапой, а то ей просто уйдет. Последний день в Исиола мы основательно надоели ей лейкой и теперь львица отыгралась. Я на секунду оставила фотоаппарат без присмотра, Эльса тотчас схватила его и умчалась прочь. Мы уже решили, что больше не увидим своей драгоценной лейки. Целой части возможными хитростями мы пытались убедить львицу вернуть нам аппарат. Куда там? Она только еще сильнее трясла его в зубах или начинала жевать, зажав его между лапами. Уж не помню как, но нам все-таки удалось выручить лейку. Удивительно, что она не так уж сильно пострадала. Пора было возвращаться к дому и отправляться в путь. Но тут Эльса села на камень и стремив задумчивый взгляд на долину и никакие силы не могли сдвинуть ее с места. Было очевидно, что она и не думает идти пешком, ждет машину. А мы-то мечтали выехать с вечера пораньше. Пришлось Джорджу отправляться за машиной, но когда он подогнал ленд-ровер к холмам, где мы оставили Эльсу, ее там уже не было. Видимо, пошла проветриться. Сколько он не звал ее, никакого ответа. Лишь в 11 часов она появилась и скачала на крышу машины, милостиво позволяя вести себя домой. Глава седьмая Первая попытка Было уже заполночь, когда мы наконец поместили Эльсу в клетку и тронулись в путь. Чтобы легче было переносить дорогу, я дала ей успокоительное, совершенно безопасное, по словам ветеринара, и рассчитанное на 8 часов. Сама я села с ней в кузов. Скоро мы въехали в горы. На высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря в ночные часы было очень холодно. Благодаря таблетке Эльса дремала, но все же то и дело высовывала лапы из клетки, проверяя, здесь ли я. Переезд длился 17 часов, а действие снадобья продолжалось еще целый час после того, как мы добрались до цели. За эти 17 часов Эльса почему-то очень замерзла и дышала совсем медленно, я даже испугалась за ее жизнь. все кончилось благополучно, но мы поняли, что нужно очень осторожно давать медикаменты льва. Они намного восприимчивее, чем другие животные, и кроме того, каждый из них реагирует на разные лекарства по-своему. Это мы заметили еще раньше, когда посыпали львят порошком от насекомых. Один спокойно перенес обработку, у другого поднялась рвота, а у Эльсы даже начались судороги. Мы прибыли на место во второй половине дня. Встречал нас один наш друг, местный инспектор. Лагеря разбили чудесным местью подножие крутого откоса, сдымающегося над равниной на 300 метров. По ленточке сочной зелени среди буша можно было определить, где извивается река. Полторы тысячи метров над уровнем моря и прохладный воздух. По соседству с лагерем паслись Томми, Газели Томпсона, Конгони, Гну, Бурчеловы, Зебры, Пчалые Антилопы, Топи, иногда попадались Буйволы. Это был подлинный рай для зверей. Пока ставили палатки, мы пошли с Эльсой на прогулку. Кругом было столько животных, что она не знала, за кем бежать. Точно желая поскорее отряхнуть себя все воспоминания о неприятном переезде, она принялась носиться среди своих новых соседей, которые были очень озадачены внезапным появлением слегка ошалевшего льва. Впрочем, Эльса быстро устала и послушно пошла за нами в лагерь, где ее ждал обед. С недельку мы решили повозить Эльсу кругом на крыше ленд-роллера, чтобы она свыклась с местностью и обилием животных, среди которых было много новых Затем мы будем оставлять ее на ночь в буше. Пусть бродит в свое удовольствие, а вот он ей привезет завтрак. С каждым днем кормить ее будут все меньше, чтобы она научилась охотиться сама или присоединилась к дикому льву. Начали мы с Элька прямо на следующий день. Прежде всего сняли ошейник, свобода так свобода. Эльса вскочила на крышу машины и мы поехали. Почти сразу неподалеку на склоне показалась львица. Она шла мимо антилоп, но они не обращали на нее внимания. Видимо, по ее размеренной целеустремленной поступи понимали, что львица вышла не на охоту. Мы подъехали поближе, Эльса поспешно соскочила на землю и негромко мяукая осторожно пошла за ней. Но стоило львице остановиться и повернуть голову, как Эльса испугалась и со всех ног бросилась к машине. Львица решительно продолжала путь. Вскоре мы приметили шестерых львят. Они сидели на торчащем из травы термитнике и ждали свою мать. Потом мы застигли врасплох завтракающую гиену. Когда Эльса кинулась к ней, та и затрусила прочь. Ей удалось удрать, но Костя набронила. И снова антилопы стадо застали. Вид лендровера со львом на крыше вызывал у них такое любопытство, что они подпускали нас совсем близко. Эльса внимательно присматривалась к ним, но лежала тихо. Лишь приметив зазевавшихся антилоп, которые сводили счеты между собой или просто не видели нас, она тихонько спрыгивала на землю и подползала к ним на животе, прячась за бугорками и кочками. Стоило животному насторожиться, как она замирала на месте или изображала полное безразличие, облизывала лапы, зевала, каталась по земле, а как только жертва успокоится, Эльса снова начинала подкрадываться к ней, но как она не хитрила, ей ни разу не удалось выйти на позицию для прямой атаки. Маленькие Томми, полагаясь на неписанный закон Буша, крупный зверь нападает на мелкого только когда голубен, вели себя просто нагло. Эти пострелы саван, любопытные, подвижные, не знающие ни минуты покоя, дразнили, подзадоривали Эльса, соблазняя ее погоняться за ними. Но левица всем своим бидом показывала, что считает такие потехи ниже своего достойного. Иное дело буйволы и носороги. Снимо них нельзя было пройти равнодушно. Однажды мы приветили буйвола, который несся к нам голопом, очевидно привлеченной видом машины с левицей. Эльса мигом соскочила с крыши, укрылась за кустами и стала подкрадывать. Но и буйвол решил подкрасться к ней с другой стороны. Сидя в машине, мы видели, как они подбираются друг к другу все ближе и вдруг чуть не столкнулись с носом к носу. Буйвол обратился в бегство, а Эльса бросилась за ним. В другой раз Эльса обнаружила двух буйволов, мирно спавших в зарослях. Она помчалась туда и вызвала страшный переполох. Животные замычали, вскочили на ноги и, ломая кусты, убежали. Не давала она покоя и носорогам. Во время очередной автопрогулки нам попался один здоровяк, который спал стоя, уткнувшись головой в куст. Эльса очень ловко подобралась к нему. Он проснулся лишь тогда, когда она была у него уже под самой мордой. Испуганно хрюкнул, повернулся кругом и ошалело кинулся в болотце по соседству. Эльса за ним, он окопил ее водой и в граде брызг они скрылись из виду. Эльсы долго не было, наконец она вернулась мокрая и довольная. Ей очень нравилось лазать по деревьям. Часто отчаявшись сойти Эльсу в высокой траве, мы обнаруживали ее в кроне какого-нибудь дерева. Порой она просто не знала как спуститься. Был случай, когда Эльса долго примирялась и так, и сяк, а сук, за который она цеплялась, трещал и гнулся под ее тяжестью. Из листьев свисали ее задние ноги и бесполочно сдергающийся хвост, и вдруг она полетела в траву с высоты шести метров. Ей было очень неприятно, что она так опростоволосилась на наших глазах. Хотя Эльфе и нравилось смешить нас своими трюками, но быть посмешишь, чем она не любила, и львица обиженно удалилась. Мы оставили ее в покое, пусть придет к себе. Когда мы отыскали ее, она сидела этакой королевой, окруженная шестью гиенами. Угрюмые хищники окружили ее кольцом, и мне даже стало страшно, но Эльса явно решила доказать, что она не такая уж беспомощная, как могло нам показаться после незадачи с деревом. Всем своим видом подчеркивая полное безразличие к гиенам. Она зевнула, потянулась и пошла к нам. А они поплелись во своя сеть, удивляясь должно быть тому, каких друзей себе выбрала львица. Как-то утром приметив кружащих в воздухе грифов, мы отыскали льва, который только что убил зебру. Он увлеченно рвал добычу и даже не взглянул на нас. Эльса осторожно соскосила на землю и мяукая медленно пошла к льву, хотя он ее не звал. Наконец лев поднял голову и посмотрел на Эльсу, точно говоря, ты что не знаешь порядка, женщина? Да как ты смеешь мешать своему господину во время трапезы? Можешь добыть что-нибудь для меня, а потом сиди и жди, я заберу себе львиную долю, а что останется тебе? его физиономия явно обескуражила Эльсу, и она поспешно вернулась к машине. Лев продолжал есть. Мы долго ждали, надеясь, что Эльса все-таки наберется храбрости, но она не хотела покидать надежное убежье. на следующий день нам повезло больше. Мы увидели топи, который стоял словно часовой на термитнике, упорно глядя в одну точку. Поехали туда, и в высокой траве увидели на редкость красивого молодого льва с великолепной светлой грилой. Он лежал и грелся на солнце. Отличный жених для Эльсу. Мы остановили машину в метрах тридцати от него. Лев был слегка озадачен таким появлением невесты, но смотрел на нее дружелюбно. Эльса страшно смутилась. Она тихонько скулила и отказывалась слезать с крыши. Мы ехали подальше, уговорили ее спуститься и быстро отогнали машину. Теперь, чтобы попасть к нам, ей нужно было пройти мимо льва. Она долго колебалась, наконец собралась с духом и пошла. В десяти метрах от красавца Эльса легла на землю, прижав уши и помахивая хвостом. Лев встал и направился к ней, но тут она не выдержала и стрелой помчалась к машине. Мы поехали дальше, и вот ведь удача, наскочили на прайд два льва и львица со своей добычей. Видимо, они только что убили антилопу, так как ели очень жадно и не обратили на Эльсу никакого внимания, хотя она всячески пыталась заговорить с ними. В конце концов, набив животы, львы удалили. Эльса тут же подбежала к остаткам их пира. Она впервые видела настоящую добычу, убитую львами, сохранившую еще и запах. Мы дали Эльсе насытиться, затем подтащили тушу поближе к любезному красавцу, надея, что, получив подарок от Эльсы, он проникнется к ней расположению. Оставив их наедине, мы уехали, а часа через два решили проверить, что же там происходит, но уже на полпути встретили Эльсу. Под вечер мы опять отвезли ее к жениху. Он был на том же месте, и она, не слезая с крыши, заговорила с ним, как со старым знакомым. Спускаться на землю она не хотела. Как ее перехитрить? Мы вышла из машины и чуть не столкнулась с гиеной, застегнув ее врасплох в прохладном убежище. В тени под кустом лежал жеребенок зевры, очевидно убитый блондином. Эльсе, как раз пора было обедать, и она, позабыв о своих опасениях, набросилась на добычу. Мы воспользовались случаем и укатили. Пусть погуляет ночь одна. Разумеется, нас очень занимал исход нашего опыта. Рано утром мы поехали в буш, предвкушая зрелище счастливой четы. Увы, мы нашли только Эльсу. Она сидела на том самом месте, где мы ее оставили, но ни льва, ни добычи. Увидев нас, Эльса очень обрадовалась и приняла сосать мои пальцы, явно стревоженная, уж не обиделись ли мы на нее. «Мне было неловко, но как объяснить, что мы о ней же заботимся?» Наконец Эльса успокоилась и уснула. Так мы потихоньку ушли, снова оставив ее одну. До сих пор мы всегда давали ей разделанное мясо, чтобы она не связывала пищу с животными. Теперь нужно было поступить наоборот. Пока она спала, мы отъехали километров на сто, ближе охота была запрещена, и застрелили небольшую антилопу, которую подсунули ей целиком. Как-то Эльса с ней справится, ведь у нее не было матери, чтобы научить ее. Но инстинкт сделал свое дело. Она начала рвать тушу в том месте, где была самая тонкая шкура в паху. Потом извлекла лакомые внутренности, съела их, а содержимое желудка, как и положено аккуратно мулеву, зарыла землю и засыпала все следы крови. После этого она обглодала кости коренными зубами, сдирая мясо шершавым языком. Так мы убедились, что Эльса умеет справляться с добычей. Уже теперь охотится сама. Место для засад удобное, кругом кустарник, спрятался, дождался, когда появится антилопа и хватай ее. Мы оставляли Эльсу в буше на два, на три дня, чтобы вынудить ее охотиться. Но всякий раз она встречала нас совсем изголодавшаяся. Легко ли продолжать опыт, когда очевидно, что Эльсе хочется быть только с нами и чувствовать нашу любовь? Она очень ясно показывала это, сосала мне пальцы, старалась удержать нас лапами. Однако же для ее же пользы надо было проявить нас в той части. Оказалось, что приучить ее к вольной жизни дело куда более длительное, чем мы думали. Пришлось писать заявление начальству, просить, чтобы нам разрешили провести свой отпуск на месте, не выезжать из страны. Ответ был положительный. Мы облегченно вздохнули. Теперь будет время завершить опыт. Эльса оставалась одна все дольше и дольше. Мы обнесли свой лагерь надежной оградой, чтобы туда не мог проникнуть никакой лев и в особенности движимая голодом Эльса. Как-то утром, вывезя ее на машине, мы встретили льва, который показался нам спокойным и миролюбивым. Эльса соскочила с крыши, мы тактично оставили их наедине, а вечером сидя в палатке внутри изгороди, вдруг услышали ее жалобный голос. Миг и она уже около нас, никакие колючки не смогли ее удержать. На шкуре Эльсы были видны длинные кровоточащие следы когтей. Она прошла более десяти километров, предпочтя наше общество львинам. В следующий раз мы решили отъехать подальше. По пути нам встретились две антилопы Канны. Это были самцы весом не меньше семисот килограммов каждой. Эльса прыгнула на землю и стала подбираться к ним. Они сражались между собой и в пылу схватки не заметили ее. Зато потом Эльса еле-еле увернулась от могучего пинка. Она обратила антилоп в бегство и возвратилась очень гордо своим подвигом. вскоре мы увидели в высокой траве двух львов. Чем не товарищи для Эльс? Но она уже не доверяла нам и отказалась покинуть машину ограничившись оживленной беседой со своими сородичами. Мы ничего не могли с нею поделать и двинулись дальше. Вид двух дерущихся Томми соблазнил Эльсу. Она соскочила на землю и мы поспешили уехать. Пусть продолжает знакомство с жизнью Буша. Разлука длилась почти неделю. Когда же мы вернулись, то сразу поняли, что она давно ждет нас и очень голодна. Сколько раз мы обманывали львицу, подрывали ее доверие, а она оставалась верна нам. Мы дали ей немного мяса, и Эльса сразу же набросилась на него. Вдруг мы услышали львиное рыканье. Появились два льва. Очевидно, они вышли на охоту и, учуя мясо, помчались к нам. Бедняжка Эльса смекнула, что ей грозит, и скрылась. Вдруг, откуда ни возьмись, видимо, прятался в траве, появился маленький шакал и принялся жадно уписывать Эльсин завтрак, превосходно понимая, что долго есть ему не дадут. И действительно, один лев сердитого рча пошел прямо на него, но мясо есть мясо, и шакал не уходил, пока лев не очутился совсем рядом. Да и тогда малыш героически пытался утащить добычу с собой. Эльса смотрела издали, как у нее из-под носа исчезает еда, о которой она столько дней мечтала, а львы не обращали на нее никакого внимания и занимала только мясо. Чтобы утешить Эльсу, мы увезли ее с собой в лагерь. К нам то и дело наведывались гости. Однажды посмотреть на животных приехали на Лендровере католический миссионер и один известный в Кении деятель сын. Джош пригласил их в палатку и только хотел рассказать, что у нас живет прирученная львица. Как любопытно, Эльса сама примчалась на шум машины. Как всегда, она учтиво подошла к гостям поздороваться. Гости были порядком озадачены, особенно святой отец, но держались вполне достойно. А Эльса выполнил долг вежливости, легла около стола и уснула. Слухи о львенке привлекли в наш лагерь одну швейцарскую чету. Наверное, они представляли себе крошку, которую можно взять на руки, приласкать. Вид здоровенного зверя на крыше Лендровера настолько ошеломил супругов, что они долго не соглашались выйти из своей машины и позавтракать с нами. Эльса очень любезно приняла гостей, только один раз смахнула хвостом со стола всю посуду. Супруги были от нее без ума, фотографировались с ней во всех ракурсах. Прошел уже месяц с тех пор, как мы выехали из Исиола. И хотя Эльса последние две недели в сущности провела в Буше, охотиться она еще не научилась. А тут начался сезон дождей, не проходило дня бессильного ливня. Здесь было гораздо холоднее, чем в Исиолы, к тому же ливни превращали землю в жидкую грязь, тогда как дома у нас почва песчаная и быстро просыхает. В высокой попои с траве лужи простаивали неделями. Прежде Эльса любила дождей, теперь же ей явно было не по себе. Однажды за ночь выпала более ста двадцати миллиметров осадка. Вокруг лагеря, куда ни глянь, сюда была вода. По колено в грязи мы пошли разыскивать Эльсу и встретили ее на полпути. У нее был такой жалкий вид, она так соскучилась по нас, что мы взяли ее с собой в лагерь. А вечером вдруг услышали поблизости топот преследуемого животного. Вот он постепенно стихает дали, что происходит? истерически захохотала гигиена, ей ответил визгливым лаем шакал, но когда зарычали львы, оба смолкли. Льву было не меньше трех, очевидно они охотились где-то рядом с лагерем. Какой случай упускает Эльса? Все время, пока мы слушали этот причудливый хор, она терлась головой и наши ноги, показывая, как ей хорошо с нами. Через несколько дней дожди прекратились и мы возобновили попытки сделать из Эльсы дикого дверя. Она подозревала, что мы собираемся оставить ее одну в буше и ни за что не хотела отправляться на прогулку. Потом она все же согласилась, но когда нам попались львицы, Эльса шарахнулась от них. Было очевидно, что она боится здешних львов. Мы решили не спорить больше, а дождаться, когда у нее опять начнется сечка, и тогда может быть она найдет себе супруга. А пока надо научить ее охотиться, чтобы она не зависела от нас и стала бы хорошей парой дикому льву, если наконец отважится выбрать себе спутника. Все вокруг было еще затоплено, и большинство животных собиралось на высотках, где посуши. Эльфи особенно пришелся по вкусу пригорок со множеством скал. Его мы и избрали для опытов. Задь, что оттуда было всего 13 километров до лагеря, мы предпочли бы забраться подальше, но нам мешала погода. Мы оставили Эльфу на пригорке на неделю, а когда приехали ее навестить, у Эльфы был такой грустный вид, что мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не махнуть рукой на нашу засею. Мы посидели с ней, и спиной раздался страшный шум. Носорог. Мы вскочили, я спряталась за деревом, но Эльфа решительно пошла в наступление и обратила нахало в бегство. Мы воспользовались этим случаем и уехали. Под вечер воздух был невыносимо тяжелым и влажным. Косые лучи заходящего солнца упирались плотно в завесу багровых туч. На сером небе переливались радуги. Но яркие краски быстро утонули в зловещем мраке. Над нами стали громоздиться черные тучи. Все затаило дыхание. Сейчас развернутся хляби небесные. Упали редкие тяжелые капли. И вдруг точно две исполинские руки распороли небо. Сверху на нас обрушился потоп. Несколько минут лагерь был окружен бурными реками. Ливень затянулся на много часов. Я представляла себе бедняжку Эльсу. Одна холодной ночью, мокрая, дрожащая, несчастная, тут еще гром, молнии. Утром мы по воде прошли тринадцать километров до пригорка, где оставили Эльсу. Она встретила нас восторженно, тяжело с головой, боками, мяукала, но видно было, что она обижена почти до слез. Нет, в такую погоду нельзя бросать ее одну, пусть даже придется прервать обучение. Она ведь не привыкла к такому климату, приехала из полупустыни, ей нужно время, чтобы освоиться. Эльса была совершенно счастлива, шлепая с нами по воде домой. А на следующий день она заболела. Любое движение причиняло ей боль, у нее распухли железы, поднялась температура, мы настелили ей сухой травы под навесом у палатки Джорджа, и больная лежала там тяжело дыша, вид у нее был очень жалкий, мы дали ей лекарства, она просила, чтобы я посидела с нею, и, конечно, я не отходила от нее. Был разгар сезона дождей, даже на машине с приводом на обе оси нельзя было пробиться до поселения, чтобы сделать там анализ. Пришлось отправить за полтораста с лишним километров гонца. Оказалось, что у Эльсы глисты и солитер. Мы уже лечили ее один раз и от того и от другого, и, во всяком случае, глистами нельзя объяснить высокую температуру и распухшие железы, скорее всего, ее заразили каким-нибудь вирусом клещи, видимо, иммунитет выработанный у животного в одном районе не в действительном другом. Должно быть, этим и объясняется неравномерное распространение некоторых видов животных в Восточной Африке. Мы уже боялись, что Эльса не поправится. Но через неделю ей стало немного лучше. Два-три дня температура у нее держалась нормальная, на третий или четвертый снова поднималась. Ее красивый золотистый мех потускнел, на спине появилось много белых волосков, морда стала пепельно-серая, и Львиса через силу выбиралась из палатки погреться, когда проглядывала сон. Единственное, что нас обнадеживало, ее аппетит. Мы давали ей мясо и молока в волю, хотя и то, и другое приходилось доставлять издалека. Все время мы поддерживали связь с ветеринарной лабораторией нейроби. Но медики не находили у Эльсы признаков инфекции, и нам приходилось лечить ее наугад. Мы давали ей средства от глистов и рикетсии, микробопереносимого клещами. Взять у нее для проверки шприцем жидкость и железо было невозможно. Оставалось только окружить ее предельной заботой и следить, чтобы никто не нарушал ее покой. Она была нам за все очень благодарна и часто обнимала меня, когда я клала голову ей на плечо. В эти дни зависимость Эльсы от нас возросла еще больше. Львица стала совсем ручной. Большая часть дня она лежала поперек входа в ограде окружающей лагерь. Отсюда Эльса могла одновременно следить за тем, что делается в лагере и в буше. Во время обеда бои перешагивали через львицу. Ей лень было даже подвинуться. Смеясь они с полными тарелками в руках прыгали через препятствия, а Эльса шутя шлепала их. Ночью она спала в палатке Джорджа, но ей была предоставлена полная свобода приходить и уходить когда захочется. Однажды Джордж проснулся среди ночи и услышал, как Эльса селится пробраться под стенкой на волю. Он приподнялся и увидел у входа какой-то силуэт. Эльса не могла так быстро бежать вокруг палатки. Джордж включил фонарик, на него, моргая от света, смотрела чужая лица. Он крикнул на нее и лица ушла. Очевидно, она молчуяла Эльса, потом услышала ее голос и решила, что можно спокойно входить в палатку. Эльса болела уже шестую неделю и все никак не могла оправиться. Было ясно, что ей не подходит здешний климат и у нее нет иммунитета против инфекций, переносимых местными клещами и мухами ЦС. Да и по виду Эльса отличалась от львов этого района. Она была намного темнее, с более удлиненной мордой и крупными ушами, зато меньше ростом. Словом, горы не годились для этой уроженки полупустыни. Так как наш лагерь был в заповеднике, Джоржу приходилось уезжать на охоту за 30 километров, и он не мог брать Эльса с собой, чтобы научить тому, чему ее обучила бы мать. За три месяца мы ничего не добились, значит, надо искать более удобное место. Для обучения Эльсы нужен был район с благоприятным климатом, где вдоволь воды, достаточно дичи, отсутствуют поселения и охотники, и куда можно проехать на машине. Мы нашли такой район и получили разрешение отвезти туда Эльсу. Вот кончатся дожди и отправились. Мы свернули лагерь и погрузили все на машины. Все кроме Эльсы. Тот самый день у нее началась течка и она ушла в буш. Этого мы ждали два с половиной месяца, но теперь уже выяснилось, что здесь Эльса не приживет. А Эльса не показывалась. Мы искали ее и на машине, и пешком, но не нашли. Неужели ее убила дикая лица? Оставалось только ждать и надеяться. Эльса прогуляла двое суток. Правда, один раз она прибежала, потерлась головой наших коленей, опять убежала, через несколько минут вернулась, снова потерлась, ушла и опять возвратилась. точно хотела сказать, если бы вы знали, как мне хорошо, поймите, я вынуждена уйти, а теперь просто пришла сказать вам, чтобы вы не беспокоились и скрылась. Когда жена вернулась окончательно, то была все исцарапана и растерзилась, когда я хотела оказать ей первую помощь. Нам еле удалось убедить ее проведить грузовик. Так закончился первый опыт. Закончился неудачей из-за болезни Эльси. Но мы не сомневались, что в конце концов добьемся успеха. Нужно лишь время и много терпения. Глава восьмая. Вторая попытка. Нам надо было проехать около семисот километров. Бывают такие путешествия, когда все не ладится. Так было и у нас. Уже через 20 километров расставился подшипник на середине Джорджа. И с 8 километров до полтора километров до ближайшего пункта, где можно было достать новый подшипник. И отправила его Джорджу, а сама осталась тут на ночь, заперев Эльсу в грузовике. У Джорджа не оказалось ключа нужного диаметра. Он орудовал молотком и зубилом, потратив на ремонт не один час, и догнал меня только под вечер. В течение ночи и следующего утра у нас было шесть проколов. А в девять часов вечера, когда до места оставалось всего двадцать километров, мотор моего грузовика вдруг принялся зловещей кашлей. Мы не решили съехать дальше, заночевали на раскладушках под открытым небом. Пятьдесят два часа почти непрерывной езды измотали нас в конец. Эльса все время вела себя образцово. Теперь она грузно опустилась на землю и тотчас заснула. Мы опасались, что утром ее трудно будет затащить в машину, тем более, что Эльса успела облюбовать себе на день логова в камышах на берегу речушки по соседству с лагерем. Переправа предстояла трудная, и мы условились сначала форсировать еку на машинах, а уж потом забрать Эльсу. Лендровер переправился легко, но мой грузовик застрял, и пришлось его вытаскивать. Мы вернулись в брод и предложили Эльсе покинуть свое прохладное убежище. Она сразу же послушалась, перешла с нами реку и вскочила в мою машину, точно понимая, что поездка еще не окончена, и надо быть покладистой. Дальше путь пролегал через буш по скверной дороге. Злоключения продолжали. Через несколько километров у грузовика лопнула рессора. Только под вечер мы наконец добрались до новой обители Эльс. Место здесь было дикое. Чтобы пробиться к хорошей лагерной площадке, Джорджи Боя четыре дня прорубали путь сквозь буш. Мы обосновались на берегу красивой реки среди обитых лианами, пальм, дун, зонтичных акаций и смоколи. Пенистый поток бурля скакал через пороги, обтекал островки камыша, а над скалами были глубокие заводи, сваляющие великолепную рыбную ловлю. Джорджу нетерпелось нарядить удочки. Местность эта сильно отличалась от заповедника. Здесь много теплее, нет открытых пространств с огромными садами диких животных, все покрыто колючим кустарником, дальше нескольких метров уже ничего не увидишь. Не очень-то хорошо для охоты. Зато всего 50-60 километров от родины Эльсы и ландшафт такой, к какому она привыкла с рождения. Выйдешь из пышных береговых зарослей, тебя словно обдаст дыханием печи. Экватор совсем близко, а высота над уровнем моря около 500 метров. Сквозь сухую колючую чащу можно пройти только звериными тропами. Следы поймет слонов, носорогов, буйволов свидетельствуют, что животные ходят тут повседневно. В 200 метрах от лагеря был солонец. Судя по отпечаткам бивней и рогов, сюда частенько наведывались слоны и носороги. Едва ли не на каждом дереве кора была отполирована или содрана слоновьями боками, а Эльфе негде было поточить когти. Только великаны Баобабы вздымали над кустарником свои неповрежденные пурпурно-серые стволы. Кора у них гладкая, спину не почешешь. Идеальным убежищем для львов была красноватая гряда с множеством утесов и пещер. Там в огромных уголках извились доманы. С вершиной открывалась отличная панорама. Мы видели, как жирафы, водяные козлы, малый куду, жирафовые и лесные антилопы направляются к реке к жизненной артерии этой безводной полупустыни. Помогло ли Эльфе лечение или перемена климата? Во всяком случае, она с каждым днем крепла, и мы смогли возобновить обучение. Ранним утром и под вечер возили ее на прогулку, пробирая звериными тропами или вдоль высохших песчаных руси. Эльфа любила эти прогулки. Она ловила запахи, изучала следы животных, которые прошли здесь ночью, каталась на помете слонов и носорогов, гоняла бородавочников и ансилоп дик-дик. Да и нам не мешало примечать следы, определять их данности и направления, наблюдать за ветром, ловить все звуки, не то наскотишь на носорога, слона или буйвола. Такие неожиданные встречи нос к носу самые опасные. Теперь Эльфа могла ходить с Джорджем на охоту. Убивать животных мы не любили, но ради нее пришлось пойти на ведь львица все равно убивала бы животных, если бы выросла дикаркой, и это нас чуточку успокаивало. Чем быстрее мы научим Эльфу охотиться, тем лучше будет для всех нас. Уроки должны проходить так. Эльфа подкрадывается к дичи, Джордж стреляет, а потом уж она сама добивает жертву. После этого Джордж уходит, предоставляя Эльфе охранять добычу от грифов гиены чужих львов, так она познакомится с обитателями Буша. Львы часто рычали около лагеря, и мы видели много их следов. Однажды вечером Эльфа не вернулась домой со своего излюбленного поста на решение. Место там было отличное, прохладный ветерок, никаких мух цице, все видно далеко вокруг. Мы еще не успели изучить край, как следует, а поэтому стревожились и пошли искать ее. Уже давно стемнело, Буш кишел опасными хищниками, и нам было страшновато в зарослях. Следов Эльфа мы не нашли и вернулись ни с чем. А на рассвете снова отправились в Буш и увидели отпечатки Эльфиных лап рядом со следами льва. Они спускались к реке и продолжались на противоположном берегу, там тоже были скалы. Может быть лев обосновался среди них и увел Эльфу в свое логое. Днем бабуины, обитавшие вблизи лагеря, подняли страшный шум. Уж не Эльф ли возвращает? Так и есть. Она переплыла речку, подошла к нам, потерлась и взволнованно принялась рассказывать о своих приключениях. Хорошо, что она не старапана, ведь всего две недели назад ей сильно досталось от льва. Благополучный знакомство мы сочли добрым признаком. Как-то утром нам встретился водяной козел. Это был удобный случай посвятить Эльсу в искусство охоты. Джордж выстрелил и прежде чем козел упал, Эльса впилась ему в глотку как бульдог и не разжимала челюсти пока не задушила его. Впервые она убила животное весом равное ей самой. Инстинкт подсказал Эльсе куда нанести удар и как быстрее расправиться с добычей. Именно так действуют львы. Они не переламвают жертвы шею, как думают некоторые. Сперва Эльса съела хвост. Позднее, как мы приметили, она всегда с него начинала. Затем спорола живот до паха, проглотила внутренности, а содержимое желудка зарыло в землю и засыпало следы крови. Может быть, она это делает, чтобы обмануть грифом. Наконец, львица схватила козла зубами за шею и поволокла в тенистый кустарник метров пятидесяти от того места, где он был убит. Там мы ее и оставили охранять свой обед от грифов днем и от гиен ночи. Часто можно услышать, что лев переносит жесты на спине. Ни Джоржу, ни мне не доводилось этого наблюдать. Мелкого зверя собаку или зайца вынесут в пасти, а что покрупнее волоку, так, как это делала Эльса. Позднее мы наведались к ней, захватив с собой воды. Как не любила Эльса наши вечерние прогулки, на этот раз она отказалась отойти из своей добычи и даже не пришла домой, когда стемнело. А в три часа утра нас возбудил сильный ливень и вскоре появилась Эль. Раненько утром мы решили взглянуть, что осталось от ее козла. Исчез, конечно, кругом только лабиринт, следов гиен и львов. Мы услышали поблизости львиные голоса. Кто же все-таки вынудил Эльсу уйти ночью, дождь или львы? Эльса выглядела теперь гораздо лучше, но она еще не совсем поправилась и предпочитала большую часть дня проводить лагерь. Чтобы приучить ее к тенистым уголкам на берегу реки, Джордж стал брать ее с собой на рыбалку. Она внимательно следила за малейшей рябью на воде, только клюнет, как Эльса прыгает в воду, приканчивает трепещущую рыбу и тащит на берег. И тут уж не зевай, скорее выручай крючок, иначе Эльса убежит с рыбой в лагерь и положит ее на кровать Джорджа, точно желая сказать, это странная холодная добыча твоя. Потом вернется и ждет следующей поклевки. Веселая игра, но нам пришлось придумывать, чем отвлечь Эльсу от лагеря. У реки росло раскидистое дерево, его нижние ветви почти купались в воде. Я любила сидеть здесь, прохладной полутени под зеленым пологом и, укрывшись за ветвями, глядеть на животных. Сюда на водопой приходили лесные антилопы, малый куду, красивый молотоглав. Резвились потешные бабуины. Сидя вместе с Эльсой, я чувствовал себя словно у врат рая. Полное доверие между людьми и животными, журчит неторопливая река. А что если устроить здесь рабочий кабинет? Я смогу писать, заниматься живописью. Мы сколотили из ящиков стол и скамейку, широкий ствол дерева был удобной спинкой, можно приступать к работе. Стоя на задних лапах, Эльса недоверчиво обнюхивала мольберт и пишущую машинку, потом бесцеремонно оперлась передними лапами на мои орудия труда и влезала мне лицо, точно проверяя, люблю ли я ее по-прежнему. Наконец она улеглась у моих ног. Я забарабанила на машинке исполненное вдохновение, но я совсем забыла о зрителях, только сосредоточилась, как вдруг из листвы, тявкнув, выглянул бабуин. В тот же миг множество мордочек появилось в кустах на противоположном берегу. Их привлекала Эльса, и они подбирались все ближе. Кричая, тявкая, бабуины лихо прыгали с дерева на дерево, скользили вниз по стволам, стрелой, взлетали на макушке, пока один малыш вдруг не шлепнулся прямо в воду. Тот же старый бабуин бросился на выручку и вытащил из реки промокшего перепуганного бедняга. Поднялся такой шум, словно все бабуины мира собрались вокруг нас. Тут Эльса не выдержала, прыгнула в воду, и подликующая вопли обезьян поплыла на ту сторону. Выйдя на берег, она сходу попыталась схватить одного из зазорников, который раскачивался на ветке почти у самой земли. Он мигом забрался выше и приплясывая стал строить львице рожи. Остальные бабуины тоже включились в эту игру. Чем сильнее злилась Эльса, тем больше они потешали. Сидя на недосягаемой для нее высоте, они чесались таким видом, точно не замечали разъяренной льви. Это было настолько забавно, что я не удержалась и решила снять на киноленту всю эту унизительную для Эльсы сцену. Этого львица снести не могла. Заметив, что я направила на нее ненавистный ящичек, она поспешила снова переплыть реку и, недавняя опомниться, сбила с ног. Мы вместе покатились по песку. Мы бедные драгоценные болыкс, бабуины восторженно рукоплескали нашему спектаклю. Боюсь, мы обе, Эльса и я, сильно пали в глазах наших зрителей. С этого дня обезьяны не давали Эльсе проходу. Постепенно обе стороны хорошо изучили друг друга. Эльса изображала полное пренебрежение, но бабуины наглелись каждым днем. Они спускались на водопой напротив нас, так что от львицы их отделяли всего 2-3 метра. Один из них стоял на посту, остальные, сидя на берегу, не спеша пили воду. Но они только обезьяны дразнили Эльсу. Как-то раз, когда мы притащили домой убитую антилопу, из зарослей вышел варан. Это совершенно безопасная, довольно крупная, до полутора метров длиной и до 15 сантиметров толщиной ящерица с раздвоенным на конце языком. Варан живет в реках, питается рыбой, но не откажется и от мяса. Иные уверяют, будто он предупреждает о появлении крокодила. Конечно, выдумка. Зато точно известно, что варан пожирает крокодилье яйца, осуществляя, так сказать, контроль рождаемость. Наш гость ухитрился урвать несколько кусков добычи, предназначенной для Эльс. Она хотела схватить варана, но куда там, он был слишком юркий. Тогда Эльса спрятала козла подальше, чтобы варан не мог до него добраться. Меня она подпускала к своей добыче, даже любила есть у меня из рук. Джорджу и Нуру тоже разрешала строгать ее мясо, но ведь принадлежали к ее прайду, с нами она была готова делиться, но варан пусть лучше не суется. Впрочем, среди людей она тоже только для нас сделала исключение. Словом, мы наслаждались бы полной идиллией, не будь Эльса плотоядным зверем, которого надо натаскивать на убийство. Нашей следующей жертвой была жирафовая антилопа. Эльса добила ее и осталась сторожить добычу в нескольких километрах от лагеря. На обратном пути нам встретился лев, который шел туда, где мы оставили львицу. Неужели так быстро учуял мясо? Вернувшись под вечер, мы не застали на месте ни Эльсы, ни антилопы, зато множество крупных львиных следов говорило о том, что тут произошло. Мы шли за ними больше трех километров и еще издали приметили в бинокль Эльсу на ее любимой скале. Видимо, она смекнула и выбрала единственное место, где можно было не опасаться других львов и где мы ее легко могли найти. Однажды ночью нас разбудил шум. Не успели мы опомниться, как Эльса выскочила из палатки и бросилась отгонять врага от своего логова. Топот хрюканья, потом все стихло, Эльса навела порядок. Запыхавшись, она прибежала обратно, повалилась на землю рядом с кроватью Джорджа и положила на него лапу, точно успокаивая. Все в порядке, это был носорог. Через несколько дней ее выманили ночью из палатки слоны, они подняли крик по соседству с лагерем и Эльса сочла нужным мешаться. К счастью, ей удалось их отогнать. Слоны единственное животное, способное нагнать на меня страх. Я отлично представляла себе, что все могло бы получиться наоборот. Они могли напасть на Эльсу, а она, естественно, кинулась бы за защитой к нам. Джордж высмеял мои опасения, но ведь нельзя всегда полагаться на свою удачу. Как-то к нашему лагерю повадился ходить Буйвол. Он являлся ежедневно, пока Джордж не подстрелил его. Эльса увидела Буйвола уже мертвым, однако пришло страшное неистоство. Мы никогда не видели ее такой. Она бросалась с разных сторон на тушу, кувыркалась перед нее, но, как львица не бесновалась, она все же следила за тем, чтобы не очутиться вблизи грозных рогов. Наконец Эльса потрогала лапой Буйволову морду, правда ли он мертв? Джордж убил Буйвола главным образом, для того, чтобы приманить диких львов. Мы надеялись устроить общий пир, чтобы Эльса подружилась с ней. Но нам хотелось своими глазами посмотреть на эту сцену, так что мы решили подтащить Буйвола к лагерю и здесь передать ехали к Буйволу на машине, все деревья кругом были усеяны грифами и марабу. Эльса сидела на солнцепёке и не подпускала их. Нам она очень обрадовалась, ее семья прибыла, теперь можно и в тень. Но когда Буйволи принялись спарывать толстенную шкуру Буйвола, Эльса не выдержала и присоединилась к ним. Она помогла вскрыть его брюхо и, пренебрегая близостью острых ножей, кишки, она всасывала в себя точно вермишель, сжибая их зубами, так что содержимое выдавливалось, словно зубная паста из тюбика. Она спокойно смотрела, как мы захватили тушу цепью и прицепили к машине, а когда наш лендровер, поднатужившись, поволок Буйвола через кочки, Эльса добавила еще полтораста килограммов, скачив на брезентовую крышу. Около лагеря мы привязали тушу к дереву. Эльса ревниво стерегла добычу весь день и всю ночь. Судя по непрекращавшемуся визгливому хохоту гиен, глаз ей сомкнуть было некогда. Наутро мы застали ее на посту. Завидев нас, Эльса отошла от Буйвола, предоставляя нам стеречь его. Она затрусила к речке, а мы прикрыли тушу от грифов колючими ветками. Пусть еще ночь Эльса поупражняется в защите добычи. Вечером мы, как всегда, отправились на прогулку. Эльса пошла с нами, живот ее набитый, мясом качался из стороны в сторону. Только мы отошли от лагеря, как она приметила в Буше гиену, которая явно направлялась в Буйволяной туши. Эльса замерла в стойке, подняв левую лапу, потом медленно-медленно легла и совершенно слилась сухой травой. Вся подобравшись, Эльса следила за гиеной, которая трусила к Буйволу, не подозревая, что ее обнаружили. Когда осталось всего несколько метров, Эльса метнулась к гиене и дала ей хорошего тумака, так взвыла и шлеплась на спину, продолжая жалобно скулить. Эльса взглянула на нас и кивнула в сторону наказанной, точно говоря, что мы с ней будем делать. Мы не откликнулись тогда она принялась облизывать лапы с видом полного равнодушия презренной поверженной твари. Наконец гиена поднялась на ноги и визгливо огрызаясь поврела прочь. Эльса не раз показывала, что полностью доверяет нам. Как-то вечером мы оставили ее сторожить антилопу, которую они с Джорджем убили вдали от лагеря. Мы знали, что ночевать тут она не захочет и отправились за машиной, чтобы подтащить тушу ближе к палаткам. А когда приехали, то не застали ни Эльсы, ни антилопы. Но вскоре львица появилась и повела нас в укрытие, куда спрятала добычу, пока нас не было. Эльса очень обрадовалась нам, но, как и не хитрила, она не давала тащить тушу к машине. Тогда мы подогнали лендровер вплотную, и я стала показывать поочередно на машину и на антилопу. «Пойми, Эльса, мы тебе же хотим помочь». Элла поняла, поднялась на ноги, потерлась головой мои колени и поволокла тушу из кустов к машине. Она попробовала даже втащить антилопу за голову в кузов лендровера, потом сообразила, что стоя на земле ничего не забьешься, скачила в машину и стала тянуть оттуда. Мы подхватили антилопу за задние ноги, наконец с добычей очутилась в машине и запыхавшаяся Эльса усела с нее. В буше нас здорово трясло, львица смекнула, что в кузове ей сеет неудобно. Выпрыгнула на ходу и вскочила на крышу. Сверху она все время заглядывала в кузов на месте или добыча. Когда мы приехали и принялись сгружать тушу, Эльса не стала просеяться, наоборот, она предоставила нам самим справиться с этой работой. Я в разгрузке не участвовала, тогда Эльса подошла и подтолкнула меня, ты че стоишь? Туша осталась лежать недалеко от лагеря, но Эсу это не устраивало, и мы вскоре услышали, как она вылочет добычу по земле. Нинача решила затащить ее к нам в палатку. Мы быстренько затворили калитку, пускай-ка лучше остается за градой со своей благоухающей антилопой. Бедная Эльса, чувствовала себя куда надежнее, а тут сторожи под открытым небом всю ночь. Надо хоть устроиться поближе к изгороди. Это Эльса и сделала. Ночью гиены подняли такой гвалт, что мы никак не могли уснуть. Видимо, Эльсе в конце концов надоело отгонять этих назойливых бестий. Мы услышали, как она протащила тушу к реке и переправилась на другой берег. Пришла к гиенам убираться во своя сеть. Эльса будто знала, что они не пойдут за ней через реку. Утром мы отправились по следу. Выяснилось, что львица все-таки не захотела уходить слишком далеко от нас. Следы вели обратно на наш берег. Она укрыла добычу в густом кустарнике так, что к ней можно было подойти только со стороны воды. Здесь мы ее и застали. Всем своим видом Эльса показывала, как она обижена на нас за то, что мы не пустили ее домой и далеко не сразу мы удостоились ее прощения. Хотя Эльса росла без матери и ее некому было наставлять, она инстинктивно чувствовала меру в своей стычке с дикими животными. Часто когда мы вместе гуляли в буши она начинала принюхиваться, потом тихонько уходила и вдруг до нас доносился треск кустов и топ от бегущих животных. Не раз Эльса отгоняла прочно сорогов. Отличный сторожевой пес. На гряди неподалеку от лагеря всегда ходило много буйволов и Эльса не упускала случая расшевелить этих тяжеловесов. Застенет их врасплох спящим и давай прыгать вокруг, ловко уворачиваясь от рогов, не угомониться, пока не заставит их уйти. Однажды утром мы шли вдоль сухого русла, читая на песке повесть о происшествиях минувшей ночи. Главной роли в ночном спектакле играли два льва и несколько слонов. Становилось жарко, мы шли уже четыре часа и порядком устали, дул встречный ветер. Несмотрительно обогнув излучину, мы чуть не наскочили на стадо слонов. К счастью, Эльса трусила несколько позади нас и не сразу и заметила. Мы успели выскочить на крутой откос, пока слоны, тщательно оберегая своих слонят, поднимались на противоположный берег. Замыкал отряд старый самец, готовый дать отпор любому, кто посигнет на их спокойствие. Вдруг полусонная зноя Эльса заметила их. Она остановилась и села. Что будет дальше? Долго, бесконечно долго смотрели они друг на друга. Наконец, слон пошел догонять стадо, а Эльса стала кататься по земле, сгоняя мусо спины. По пути домой Джордж выстрелил водяного козла, стоящего в реке. Козел был ранен, но из последних сил выбирался к берегу. Эльса поразительно быстро форсировала поток и кинула за ним. Мы нашли ее на том берегу возле добычи. Она была сильно возбуждена и не позволила нам прикоснуться к козлу. Ладно, пойдем домой. Пусть сама управляется. Но едва мы вошли в воду, Эльса потянула за нами. Ей не хотелось оставаться с добычей на том берегу, не хотелось и терять ее. Она нехотя возвратилась к козлу, потом опять пошла к реке, мы уже переправились. И тут она решилась. Львица поволокла добычу к воде. Что она затеяла? Неужели надеется переправить такую тяжесть? А Эльса схватив зубами козла, поплыла через реку, то есть делая окуная голову, чтобы ухватиться получше. Она тянула, толкала, дергала, иногда под водой торчал лишь хвост львица или нога козла. Эльса трудилась полчаса и наконец все-таки доставила добычу к берегу. Устала она здорово, а дело еще не было закончено. Стоя в мелкой заводе, где козла не могло унести течение. Она высматривала куда бы получше спрятать свои трасси. Вдоль крутого берега плотной стеной стояли усеянные колючки на молодые пальмы дум, сквозь них не пробиться. Мы оставили Эльсу охранять добычу, а сами пошли завтракать. Потом, захватив веревки и ножи, спустились к реке и прорубили заросли ход до самой воды. Пока Эльса настороженно следила за действиями мужчин, я накинула петлю на голову козла. Когда мы потянули за конец веревки, Эльса прижала уши и заворчала, решила, что мы хотим отнять у нее добыч. Но, увидев, что и я взялась за веревку, она успокоилась и подошла к нам. Общими усилиями мы выволокли козла наверх. Здесь для Эльсы уже было приготовлено тенистое убежище. Наконец она поняла, благодарить каждого по очереди. Подойдет, потрется ногой, помяукает. Во время прогулок Эльсе очень докучали мухи цеце. На нее не действовала переносимая ими инфекция, но укусы сами по себе были болезненные. Чтобы избавиться от мух, она просискивалась под кустами, каталась по земле или ложилась у моих ног и просила помочь. Дважды я видела, как Эльса невозмутимо пересекала широкий поток черных муравьев. Ее большие лапы вносили смятение в их стройные колонны. Эти крошечные воины яростно атакуют любое препятствие на своем пути, но Эльса они почему-то не трогали. Как-то раз я обрела следом за львицей до того уставшая, что ничего не замечала другого. Друга насердито рявкнула, поднялась на дыбы и отпрянула назад. В полутора метрах над землей нацелившись на нас в развилене ствола лежала красная кобра. Спасибо Эльсе, что она была на чеку. От кобры лучше держаться подальше. До сих пор я ни разу не видела этих змей на дереве. Даже Эльса оробела и несколько дней старалась обходить это место стороной. Стояла жаркая пора. Эльса частенько забиралась в реку. Крокодилов там было много, но они не трогали ее. Она решительно прыгала в воду за цесарками, которых Джордж стрелял у реки, а заодно пользовалась случаем поплескаться в воде. Ей было так же приятно поиграть, как нам смотреть на нее. Теперь Эльса совсем поправилась и чувствовала себя превосходно. Она была очень консервативна в своих привычках, если не считать незначительных отклонений, у нас установился такой распорядок. Утром прогулка, днем мертвый час под моим деревом на берегу реки, после чая вечерняя прогулка. По возвращении из Буша Эльсу ждал обед. Обычно она тащила свой кусок мяса на крышу лендровера и оставалась там, пока мы не гасили свет и не ложились спать. Тогда Эльса приходила в палатку Джорджа и устраивалась рядом с ним на земле, положил одну лапу на его кровать. А однажды вечером она отказалась идти с нами на прогулку. Когда же стемнело и мы вернулись в лагерь, ее там не было. Эльса пришла только утром. Позднее мы увидели рядом с лагерем отпечатки лап крупного льва, а у Эльсы появился запах присущий ей во время течки. Да и все ее поведение переменилось. Она держалась очень приветливо, но относилась к нам не так нежно, как всегда, и сразу же после завтрака исчезла на весь день. Вернулась она уже поздно вечером и прыгнула на крышу лендровера. Я тотчас вышла из палатки поиграть с нею, но Эльсе было не до меня. Она соскочила на землю и скрылась во мраке. Ночью я слышала, как она плещется в реке под сердитые вопли потревоженных бабуинок. Это продолжалось до рассвета. Утром Эльса заглянула в лагерь, разрешила Джорду погладить ее, помурлыкала и удалилась. Очевидно, она была влюблена. Мы знали, что это продлится дня четыре. В отличие от прежнего лагеря, здесь все благоприятствовало Эльсе. Кажется, нам теперь удастся приручить ее к вольной жизни. И мы решили на недельку удалиться, оставив ее наедине с женихом. Только нужно побыстрее собраться, чтобы уехать незаметно. Но Эльса появилась, когда мы еще укладывались. Пришлось мне заняться ею, а Джордж тем временем должен был свернуть лагерь, отогнать машину на несколько километров и потом послать за мной. Я повела к Эльсу к нашему дереву на берегу реки. Неужели мы последний раз вместе? Она что-то чуяла. Я старалась не показывать виду, даже захватила машинку и приняла стучать на ней, чтобы усыпить те подозрения. Но Эльса тревожилась. Да я от волнения писала через пятое на десятое. Мы давно готовились предоставить ей полную волю и верили, что для нее это будет лучше, чем плен. Но одно дело готовиться к этому и совсем другое действительно разлучаться, подводить черту и уезжать с тем, чтобы, быть может, никогда больше не увидеться мной. Эльса явно уловила мое смятение. Она все время терлась о меня своей шелковистой головой. Перед нами лениво струилась река, как вчера, как будет струиться завтра. Крикнул птица носорог, с дерева слетело несколько увязших листьев и поток унес их прочь. Эльса была неотъемлемой частью этой природы. Ее место здесь, а не рядом с человеком. Человек это мы, привязавшиеся к Эльсе, научившие ее любить нас. Сумеет ли она забыть все, что было для нас таким привычным вплоть до сегодняшнего утра? Будет ли охотиться сама, когда проголодается или станет доверчиво ждать нашего возвращения? и до сих до сих пор мы еще ни разу не подводили ее? Я только что поцеловала Эльса, чтобы подтвердить свою любовь и успокоить ее, но не был ли мой поцелуй поцелуем Иуд? Откуда ей знать, что именно любовь к ней помогла мне решиться покинуть ее, вернуть ее природе, чтобы она научила жить самостоятельно, пока не обретет прайд, настоящий прайд? Меня откликнул Нуру, он принес кусок мяса, Эльса послушно пошла за ним камыши и принялась есть, а мы потихоньку ушли. Глава девятая Последнее испытание Отъехав километров на пятнадцать, мы разбили лагерь на берегу речки, которая была поуже предыдущей, зато намного глубже. Здесь мы решили провести неделю. Под вечер я вместе с Джорджем пошла погулять вдоль берега, мы шли медленно, наши мысли были с Эльсой. Только теперь я поняла, как сильно привязалась к ней. Почти три года я жила ее чувствами и интересами. Мы настолько сдружились, что без нее я чувствовала себя невыносимо одинокой. Я так привыкла к тому, что Эльса идет рядом, трется меня головой, прижимается теплым шелковистым боком. Но может быть мы все-таки увидимся через неделю. Вдруг Джордж остановился и показал рукой вперед. Мы оба пригнулись. Навстречу нам шагал малый куду. Он аккуратно общипывал молодую листву. Но вот он насторожился, поднял голову и недоверчиво поглядел вокруг. То ли перед ним мелькнуло что-то, то ли ветка хрустнула. Мы были в надежном укрытии. Ветер дул на нас и все же неужели учуем? Или появился врожденный инстинкт, который заставляет это чудесное животное всегда быть начеку? Удивительное сложение, изящный узор белых полос и под пален, великолепные рога. Все делает эту антилопу одним из шедевров природы. Мы следили за нею как завороженные, объедая куст за кустом, куду постепенно скрылся. Почти сразу вслед за этим что-то зашумело у реки. Осторожно подойдя к воде, мы увидели бегемотиху с малышом, которые опаслись у противоположного берега. Они остерегались солнечных лучей и, не выходя из воды, двигались не спеша вдоль берега, объедая свисающие набекой сочные листья. Я любовалась мирной сценой и продолжала думать об Эльсе. Вдруг за рекой показался слон. Он вел за собой небольшое стадо. Бесшумно, словно призраки, слоны спустились к порогам. Скалы на берегу почти смыкались, только один слон мог пройти между ними. Они пили поочередно, потрогают воду хоботом, потом уже тянут ее длинными глотками, один напьется вступить место следующим. И все они тщательно охраняли двух малышей, прикрывая их своими огромными тушами от возможной опасности. Солнце клонилось к западу, его лучи позолотили блестящие кровной пальм дум. Я снова подумала об Эльфе. В каком прекрасном мире она родилась, как нетрудно с ней расстаться. Мы обязаны сделать все, чтобы вернуть ей этот мир. Нельзя, чтобы она жила в неволе, лишенная всех тех чудес, которые приготовила для нее природа. Правда, мы еще ни разу не слышали, чтобы вырастенный людьми Лев вернулся к вольной жизни. И все-таки надеялись, что Эльса освоится, ведь она всегда жила почти что на свободе. И вот истекла тревожная неделя. Мы вернулись проверить, как Эльса выдержала испытания. Первым делом мы стали искать отпечатки ее лап на месте старого лагеря и не нашли их. Тогда я позвала Альвицу и вскоре мы услышали знакомое хынк, хынк. Вот она бежит со всех ноготь и горячо приветствует Джорджа и меня. Сразу видно соскучилась не меньше нас. Мы привезли ей антилопу, но она даже не взглянула на меня. В этот миг мы были для нее важнее. Наконец ликование кончилось, и я разглядела, что желудок ее полон. Значит, недавно поел. У меня стало легче на душе. Эльса научилась охотиться сама. В питании она больше от нас не зависит. Пока в лагере ставили палатки, я повела к Эльсу к реке, чтобы вместе отдохнуть. Настроение у меня было хорошее. Я больше не тревожилась о будущем Эльсе. Видно, и она была счастлива, положила на меня свою мягкую лапищу и задремала. Проснулась я от того, что Эльса вдруг подняла голову. В листве на противоположном берегу мелькал ржеватый бок лесной антилопы, бушбока. Она равнодушно смотрела на антилопу, которая незамечаяно медленно брела сквозь кусты. Конечно, Эльса сейчас вообще настроена миролюбиво, но главная причина ее равнодушия — что же все-таки она ела? На деревьях на нас молча глядело несколько мартышек. Но куда же подевались наши гомонливые друзья, ведь тесущие бабуины? Вскоре мои подозрения подтвердились. Мы нашли на берегу клочья обезьяньи шерсти, почти в том самом месте, куда бабуины приходили на водопой и где они так часто изводили Эльс. Теперь, когда не надо было волноваться за будущее, Эльи, мы решили, что можем позволить тебе побыть с ней вместе еще немного и выбрать для разлоки момент, когда расставаться будет не так больно. Эльса старалась не выпускать нас из поля зрения, но инстинкт брал свое, и во время прогулок она нередко уходила на часок другой поохотиться. Нас это обнадежило. Две-три недели оставалось до дождей, обожженная земля изнывала безживительной влаги, небо то и дело озаряли степные пожары, нам очень докучали мухи ЦЦ, и Эльсе не было от них житья, особенно не допекали ее ранним утром и перед самым закатом, она как бешеная носилась по кустам или каталась по земле, ероша свою обычно такую гладкую шерсть. Чтобы приучить Эльсу к независимости, мы на весь день уходили с нее из лагеря, гуляли часа два-три, находили себе осенистое местечко на берегу. После завтрака я принималась рисовать. Эльса вскоре засыпала, и часто я клал на нее голову как на подушку, чтобы отдохнуть или почитать. Джордж обычно извлекал нам завтрак из реки. Первая рыба принадлежала Эльсе, но она, поносим немного добычи в зубах, сгримасывая отвращение, бросала ее и больше уже не интересовалась уловом. Нуру и наш оруженосец были отличные повара, они великолепно жарили свежую рыбу. Один раз мы застигли врасплох крокодила, который грелся на камне. От испуга он метнулся к плесу между двумя порогами. Вода там была прозрачная, мы хорошо видели мелкое дно, но крокодил словно сквозь землю провалился. Куда он мог деться? Мы решили перекусить. Эльса в это время отдыхала. Но вот Джордж решил заняться рыбной ловлей. Чтобы удостовериться, что крокодил ушел, он потыкал дно палкой. Вдруг палка выскочила в него из рук, и почти двухметровое чудовище, притаившееся в песке, скользнуло через порог. Конец толстой палки был откушен. Эльса ничего не видела, а мы вовсе не собирались привлекать ее внимание к крокодилам и поспешили перебраться в другое место. Вскоре к речке на водопой спустился бородавочник. Эльса по всем правилам подкралась к нему, схватила за горло и задушила. Правда, ей помогла пуля из винтовки Джорджа. Решив, что Эльсе удобнее сторожить добычу в тени у воды, я несколько раз показала ей рукой на бородавочника и на реку, приговаривая «Маджи, Эльса, Маджи». Маджи на языке «суахили» означает «вода». Я всегда произносила это слово, когда просила Нуру наполнить водой миску Эльс. Видимо, она меня поняла, потому что поволокла тушу к реке и почти два часа играла там с ней. Она ныряла, полоскалась, пока не выбилась из сил. Тогда она вышла на другой берег, спрятала добычу в кустах и стала охранять ее. Но вот пришла пора возвращаться в лагерь. Эльса не захотела оставаться одна и тотчас переправилась бородавочником к нам. Мы разделали тушу, поделили ношу между Нуру и оруженосцем и пошли. Эльса смирно трусила следом. Теперь всегда после удачной охоты у реки Эльса непременно тащила свою добычу в воду и затевала игру. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, она решила, что моя команда Маджи Эльса входила свод правил, которым я ее обучала. С каждой прогулкой наши отношения с Эльсой становились все непринужденнее. Даже Нуру и оруженосец спокойно продолжали лежать, если она подходила потереться головой или потехи ради усаживалась на них. Оба охотно ездили вместе с ней в кузове лендровера. Полуторастокилограммовый зверь устраивался между их тощими икрами. Они смеялись и гладили ее, а Эльса своим шершавым языком лизала им колени. Как-то раз, когда мы вместе с Эльсой отдыхали после обеда на берегу, Джордж приметил в кустах за рекой чужих людей. Это были браконьеры, вооруженные луками и отравленными стрелами. Они устроили засаду водопоя, подстерегая дичь. Джордж тотчас поднял тревогу и вместе с Нуру и оруженосцем бросился через реку. Эльса рада была принять участие в потехе и ринула следом. Нарушителя урезнули, и мне бы очень хотелось послушать, что они рассказывали дома про инспектора, который науськивает на браконьеров льва. Однажды во время утренней прогулки Эльса решительно повела нас к тому месту, откуда накануне ночью доносились трудные голоса слонов. Вдруг она остановилась, принюхалась и побежала рысцой вытянуть вперед голову. Мы отстали, а немного погодя услышали вдали голос льва. В тот день Эльса больше не возвращалась. Но поздно вечером мы распознали ее голос, который перемежался с ворчанием другого льва. А ночью так разошлись гиены, что просто не давали нам спать своим идиотским хохотом. На рассвете мы по Эльсиному следу определили, где к ней присоединился лев. На следующий день по следам можно было увидеть, что она ходила одна. На четвертый день мы обнаружили отпечатки ее лап за рекой и искали львицу до вечера, пока не забрели прямо стадо слонов. Пришлось нам, сломя голову, удирать. Эльса показалась только на утро пятого дня. Она сильно изголодалась и с такой жадностью стала поглощать мясо, что едва не лукнула. После еды она устроилась на моей раскладушке, всем своим видом давая понять, чтобы ее не беспокоили. Несколько позже я разглядела у нее на боках следы укусов и царапины. Я оказала ей первую помощь. Благодарность Эльса пососала мои большие пальцы и обняла меня. Вечером она не пошла гулять и до темноты просидела на крыше лендровера, а потом внезапно исчезла. Через часа два мы услышали вдали зов льва. Эльса тотчас откликнулась и пошла ему навстречу. Самый удобный случай покинуть ее на несколько дней. Утром мы перенесли свой лагерь. Может быть ее дикий приятель не одобряет нашего присутствия и при нас не захочет с ней знаться. Она уже доказала, что отлично обходится и без нас, поэтому мне было не так больно покидать ее, как в первый раз. Вот только укусы меня тревожили. Как бы они не загноились. Через неделю мы вернулись на место прежней стоянки и застали там Эльсу. Она подкрадывалась к двум водяным козлам. Видно, сильно проголодалась, если вышла на охоту в такую жаркую пору. Радость, которая Эльса нас встретила, тронула меня до глубины души, а ей очень пришлось по вкусу привезенное нам мясо. На сгибе передней ноги у нее появилась новая рана, да и старые выглядели довольно скверно. Три дня она кидалась за целую неделю проведенной в проголосе. Весть о нашей ручной львице уже широко распространилась и к нам для съемок приехал отряд американских охотников. Эльса веселила их на славу, всячески стараясь им угодить. Она лазила на дерево, играла в реке, внимала меня, садилась пить с нами чай и вела себя очень послушно. Гостям просто не верила, что эта взрослая львица еще совсем недавно так же запросто общалась с дикими львами. А ночью снова раздался зол льва и Эльса ушла на два дня. За это время она только раз на минутку заглянула в палатку Джорджа. Львица была настроена очень ласково, даже усела с на спящего Джорджа, чуть не сломав его кровать. Потом наскоро перекусила и опять исчезла. На следующее утро мы пришли по ее следу к скалистой гряде неподалеку от лагеря. Поднявшись на вершину, мы обыскали все ее любимые уголки и чуть не наступили на Эльсу. Она лежала притаившись под кустом, пряталась от нас. И хотя мы явились не кстати, она приветствовала нас, как всегда, с явной радостью. Чтобы ее не смущать, мы скромно удалились. Поздно вечером до лагеря донеслось рычание льва, которому вторил вой сопровождавших патрона гигиен. А затем где-то совсем близко подала голос Эльса. Видимо, она уяснила себе, что когда ее господин и повелитель насвещается, лучше к нему не приставать. Потом она вдруг вошла в палатку Джорджа, обняла его одной лапой и ласково помяукала, точно хотела сказать, ты ведь знаешь, я тебя люблю, но меня ждет мой друг, я должна пойти к нему, пойми меня и не обижайся. Наутро мы увидели возле самого лагеря отпечатки лап здоровенного льва. Похоже, он их прям ждал, пока Эльса объяснялась Джорджа. На этот раз она гуляла три дня, но каждый вечер заходила к нам на несколько минут, желая показать, что помнит она. Мясо, которое мы ей предлагали, она не ела, зато всячески старалась приласкаться, словно хотела вознаградить нас за долгое отсутствие. Начались дожди. Как обычно, Эльса сразу стала активнее и еще охотнее играла с нами, устраивая нам засаду за каждым кустом. Поскольку в нашем праде я была любимицей, мне особенно доставалось. Чуть зазеваясь, и уже лежу на земле, придавленная мягкой, но достаточно увесистой тушей Эльс. И никуда не денешься, пока не придет на выручку Джордж. Разумеется, Эльса делала это из любви, а все же надо было отучить ее от этой привычки, ведь без посторонней помощи я никак не могла ее согнать. По моему тону Эльса скоро поняла, что такая игра мне не по вкусу. Трогательно было смотреть, как она старается обуздать себя. Случалось, Эльса похватится уже в прыжке и, умерив свой пыл, мягко опустится на землю. После первых дождей угрюмый колючий буш в несколько дней превратился в райский сад. Казалось, на месте каждой песчинки прорастая зернышко. Тропы покрылись сочной зеленью, кусты стали огромными букетами белых, розовых, желтых цветов. Но, как некрасив был буш, забот нам только прибавилось. Дальше двух-трех метров теперь ничего нельзя было рассмотреть. Всюду лужи, всюду обилие всяких следов. Эльса внимательно изучала новости Буша и часто уходила на охоту, выследит водяного козла и гонит на нас или, по всем правилам, срезая петляющий след, крадется за весной антилопой. Но желудок ее был полон, сделала она это скорее забавы ранее. Как-то утром мы вышли из лагеря, собираясь гулять целый день. Эльса пошла с нами. Судя по тому, как она дергала хвостом, настроение у нее было превосходное. Когда подошла пора завтракать, мы стали присматривать подходящее место. Вдруг Эльса, насторожив уши, застыла на месте. Миг и она исчезла, беззвучно сбежала вниз по скалам и нырнула в густые заросли. Река в этом месте делилась на множество рукавов, между ними маленькие островки, покрытые непролазной чащей, буреломом. «Кого поднимет львица?» Мы услышали трубный голос слона, такой громкий, что даже воздух задрожал. «Да, там, пожалуй, прячется не один слон, но Джордж сказал, что это буйвол». Я и сама много раз слышала, как по-разному мучить буйвол, но чтобы он трубил, как слон. Мы подождали минут пять, надея, что Эльфи, как обычно, надоест играть. Вдруг раздался какой-то странный ракочущий звук. Джордж тотчас побежал, не скрича, что с Эльфой что-то случилось. Я кинул за ним догонку. Дикое мычание впереди остановило меня. Но тут я стала снова пробиваться сквозь кустарник, каждый миг ожидая, что покажется разъяренный слон, сокрушающий все на своем пути. Мы крикнули Джорджу, чтобы он не рисковал. Куда там он уже пропал за зеленой стеной лианой деревьев? Снова послышался дикий рев, потом голос Джорджа «Сюда! Скорей! Скорей!» У меня сжалось сердце, беда. Спотыкаясь о корне, я представляла себе всевозможный ужас. Но, слава Богу, среди ветвей мелькнула смуглая спина Джорджа. Он был на ногах. Значит, все в порядке. Джордж снова крикнул, чтобы мы поторопились. Когда я, наконец, прорвалась к берегу, то увидела в реке Эльсу оседлавшую буйвола. Я не верила своим глазам. Наполовину окунув голову буйвола в воду, она когтями и зубами рвала его толстую шкуру. Мы могли только гадать, что произошло здесь за десять минут с тех пор, как я услышал орех. Видимо, Эльса спугнула отдыхавшего на берегу старого быка и загнала его в воду. Он, должно быть, бросился и Эльса не применула воспользоваться случаем, прыгнула на него и пригнула ему голову. Она измотала быка, вцепившись в самое уязвимое его место, и тут подоспели мы. Джордж добил несчастное животное, и Нору тотчас же вошел в бурлящий поток. Столько мяса, разве можно устоять? Но он был мусульманином. Его закон предписывал перерезать глотку живому буйволу, иначе мясо есть нельзя. По пояс в воде он по скользким камням спешил к буйволу, а Эльса, сидя на своей жертве, ревниво следила за всеми движениями Нору. Она знала его всю жизнь, все ему позволяло, но сейчас была на стороже. Прижав уши сердитого рча, она приготовилась оборонять добычу своей няньки, ведь у нее был грозный, а Нору видел только мясо и не слышал недовольного голоса Эльс. Забавно было видеть эту тощую фигуру, которая бесстрашно пробивалась через стремнину в злобно рычащие львицы, сидевшие на издыхающем буйволе. Нору пригрозил Эльсе пальцем «Нельзя, нельзя!» И к нашему удивлению она послушалась и смирно сидела на добыче, пока Нору перерезал буйвол глотку. Теперь надо было вытащить тушу из воды, волочить через стремнину по скользящим камням полтоны мяса, храняемого возбужденной львицей, дело непросто. Но Эльса опять показала себя умницей. Схватив буйвола за хвост, она помогала троим мужчинам, которые тянули его за голову и за ноги. Под дружный смех они в конце концов выволокли тушу на берег, затем приступили к разделке. Львица и тут помогала. Она одна за другой таскала в тень под кусты огромные тяжелые ноги быка, избавив нас от этой работы. Местность позволяла подогнать лендровер на километр с небольшим от реки, и мы смогли доставить в лагерь почти все мясо. Эльза устала. Она простояла по шее в воде не меньше двух часов и, сражаясь с Исполином, как следует наглоталась воды. И все-таки Эльза не отходила от добычи, пока не убедилась, что разделка закончена и мясо надежно спрятано. Лишь после этого она легла под куст отдыхать. Я подошла к ней, села рядом, она облизала мою руку, обняла меня лапой и прижала к своей мокрой шкуре. Меня очень трогала ее любовь, ее осторожность, старание не задеть человека когтями, которые только что были грозным оружием в борьбе с толстокожим буйволом. Одолеть буйвола в одиночку даже для дикого льва подвиг, тем более для Эльсы, которая научилась охотиться совсем недавно, да и кто ее учил. Конечно, ей помогла река, но потребовалась и немалая смекалка. Я очень гордилась Эльсой. Вечером, возвращаясь в лагерь, мы заметили на другом берегу жирафа, пришедшего на водопой. Эльса тотчас же позабыла об усталости и начала подкрадываться к нему. Она незаметно пересекла реку, без малейшего всплеска скользнула из воды в кустарник, жираф ничего не подозревал. Широко расставив передние ноги, он опустил к земле длинную шею. Мы счастье, что Эльса уже успела наесть с собой валятин. Но приключения на этом не кончились. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Навстречу нам по звериной тропе шел слон. Мы поспешно вступили, чтобы пойти в обход. Но Эльса преспокойно селась на тропе и стала ждать. Подпустив великана вплотную, она легко отпрыгнула в сторону. Слон повернулся кругом и обратился в бегство. После этого Эльса послушно дошла с нами до лагеря, вытянулась на кровати Джорджа и мгновенно уснула. Ничего не скажешь, бурный день. В другой раз, гуляя вдоль тенистого берега, мы приметили на дне мелкой иллистой заводи чашевидное углубление около метра в поперечнике. Джордж объяснил, что здесь нерестилась телапия. Рыба, которую мы до сих пор в этой реке не видели. Пока мы рассмативали нерестилище, Эльса вдруг начала обнюхивать куст. Вот она сморщила нос, словно учуяла льва. Только теперь мы заметили свежие отпечатки львиных лап. Эльса мурлыкая пошла по следу и пропала на сутки. Под вечер следующего дня, выйдя на поиски, мы разглядели ее в бинокль. Она лежала на любимой скале. Видимо, львица тоже приметила нас. Она подала голос, но продолжала лежать. Очевидно, поблизости были дикие львы. Мы ушли домой, чтобы не мешать, но только легли спать, как услышали прессмертный крик животным. Вскоре в палатку вошла Эльса, легла возле кровати и погладила Джорджа лапой, точно хотела рассказать что-то. Потом она вышла и опять исчезла на целые сутки. Вечером мы сидели за столом в палатке и обедали. Снова неожиданно появилась Эльса, потерлась о меня головой и ушла. Всю ночью ее не было. Утром мы пошли по ее следу, он уходил куда-то очень далеко. В этот вечер Эльса не возвратилась. Она гуляла уже четвертые сутки, если не считать коротких визитов, когда львица приходила в лагерь приласкаться. Может быть она хотела рассказать нам, что нашла себе прайд и хоть по-прежнему любит нас, собирается мало-помалу отвыкать. Ночью нас разбудило грозное рычание львов, хохот гиен. Мы надеяли, что покажется Эльса. Но вот уже начинает питаться, ее все нет. Как только совсем рассвело, мы отправились в ту сторону, откуда ночью доносился шум, но через несколько сот метров восстановились. У реки ворчал лев, а сквозь буш спасались бегством мартышки и ансулопа. Мы осторожно прокрались к реке и увидели на песке свежие следы по меньшей мере двух или трех львов. Они терялись у воды и перешли реку вброд и на другом берегу нашли еще один влажный след. Вдруг в пяти десяти метрах от нас я разглядела львиный бок, кажется, Эльса. Джордж откликнул ее, но лица пошла прочь. Джордж позвал еще раз, Эльса прибавила ходу и ушла под единой тропе, только черный кончик ее хвоста мелькнул в кустах. Мы смотрели друг на друга. Нашла ли Эльса свою судьбу? Она не могла не слышать нас, однако пошла за львами. Значит, сделала выбор? Неужели наши усилия возвратить ее к естественной жизни увенчались успехом, и мы сумели отлучить от себя Эльсу не обидели ее? Мы пошли обратно ладь. На душе было грустно. Уехать, подвести черту под важной главой нашей жизни. Джордж предложил остаться еще на несколько дней, чтобы окончательно убедиться принятали Эльса в праздник. Я спустилась в твой кабинет на берегу, чтобы продолжать жизнеописание львицы, которая еще утром была с нами. Печально сидеть в обенотике, но я пыталась утешить себя мыслью, что, может быть, в этот миг Эльса трется шелковистым боком обок льва и вместе с ним отдыхает в тени, так же, как она ни раз отдыхала здесь со мной. Глава десятая Посткриптумы После трех лишним лет такой тесной дружбы мы, конечно, не смогли бы совсем не встречаться с Эльсой, пока она сама хотела видеться с нами. Джорджу по службе постоянно приходится разъезжать, поэтому мы можем навещать место, где оставили львицу не чаще, чем раз в три недели. Прибыв туда, мы даем один-два сигнальных выстрела или выпускаем ракету. Как правило, Эльса появляется через несколько часов. Она радостно приветствует нас и бывает необычайно нежна. Один раз мы прождали ее 15 часов, другой все 30. Видимо, она была очень далеко и все-таки каким-то таинственным образом почувствовала, что мы приехали. Мы остаемся дня на три и все это время она не покидает нас, показывая, как радует ее наше присутствие. Когда приходит пора уезжать, Джош километрах в 15 от лагеря убивает антилопу или бородавочника, прощальный подарок Эльсе. В это время, как свертывает лагерь и грузит машины, я сижу с Альвицей в кабинете под большим деревом, стараюсь отмечить. Мясо Эльса ест с удовольствием, хотя она и без того достаточно упитанная и здоровая. теперь она освоила искусство убивать и не зависит от нас. Пока Эльса ест, машина отъезжает на километр два, после еды львица дремлет, и мы потихоньку уходим от нее. Чувствуя близость расставания, Эльса становится сдержаннее, не так льнет к нам, ей очень хочется быть с нами, но она понимает, что мы должны уехать, и своим деликатным поведением облегчает нам расставание. Так повторяется всякий раз, и вряд ли это случайность. Этими словами я закончила рукопись, прежде чем выехать в Англию, чтобы договориться об издании книги про Эльс. За те месяцы, что я провела в Англии, Джордж писал мне о встречах с Эльсой, его письма продолжают повесть о ней. Из них видно, что дикая жизнь не мешает Эльсе сохранять дружбу с нами, причем дружба это основана на полном равноправии и не похоже на отношения между собакой и ее хозяином. Исиола, 5 марта 1959 года. По дороге у меня поломался грузовик, потом прицеп, и я приехал на место встречи вечером 25 февраля. Эльса прибежала из-за реки через четверть часа после моего прибытия, очевидно, услышала звук мотора. Выглядела она здоровой, но отощала и изголодалась. Прежде, чем приниматься за мясо, она, как обычно, устроила мне теплую встречу. Правда, Эльса была далеко не такой схудалой, как после нашего первого опыта. За два, за три дня она совсем отъелась и теперь выглядит отлично. ее совсем озадачило твое отсутствие. Она то и дело заходила в твою бому, заглядывала в грузовик и звала тебя, но постепенно втянулась в обычный распорядок дня, только натрез отказывалась покидать лагерь и ходить на прогулки. По утрам она спускалась со мной в кабинет и оставалась там целый день. Получив в воскресенье утром от меня вторую козу, Эльса сердито охраняла добычу, никого не подпускала к ней. Но как только я пошел в кабинет, она приволокла тушу туда, положила возле скамейки и позволила мне разделать мясо. Когда же я возвратился в лагерь, Эльса принесла козу к палатке. На следующий вечер я сказала ей, пошли домой Эльса. Она подождала, пока я соберу остатки мяса и важно зашагала впереди меня к палатке. Белые пятна у нее на спине исчезли, ее приятель Варан все еще живет здесь и не упуская случая что-нибудь стащить. Кажется, она уже привыкла к Варану и позволяет ему урвать кусочек мяса. Пока никаких признаков, что она встречалась со львами. Я покинул ее во вторник, нарочно задержав в кабинете, пока шли сборы, но как только заработал мотор, она поняла, что я уезжаю, замкнулась и даже не хотела глядеть на меня. Собираюсь снова навестить ее 14-го. Из Сеола 19 марта 1959 года. Я проведал Эльсу 14-го марта. Выехал четверть 11-го, добрался в половине седьмого. Никаких следов Эльсы. Ночью я выпустил несколько сигнальных ракет, а на рассвете отправился искать ее и дошел до большой лужи возле дороги, где она подкрадывалась к слону. Лужа высохла, следов Эльсы нигде не было. Я снова выпустил ракету, прошел по гряде до автомобильной колеи и направился в лагерь вдоль Лаги. И здесь ничего. Вернулся к палатке примерно четверть десятого, а через 15 минут из-за реки неожиданно появилась Эльса. Выглядела она неплохо. За 11 дней, которые прошли после нашей предыдущей встречи, она по крайней мере один раз удачно поохотилась и обнаружил несколько царапин, полученных должно быть во время схватки со своей жертвой, но царапины легкие, поверхностные. Эльса сразу вспомнила старые привычки, стала озорничать, дважды сбила меня с ног, причем один раз повалила прямо на колючий куст. Потом милостиво согласилась прогуляться вдоль реки, но вообще-то предпочитала сидеть со мной в кабинете. По-прежнему незаметно, чтобы она встречалась с дикими львами. Я не слышал никакого рычания. Сейчас очень сухо, это должно быть облегчает Эльсе охоту, все кругом видно и все животные ходят к реке на водопой. Я захватил только маленькую палатку, ночью нам с Эльсой было довольно тесно, но львица вела себя образцово, ни разу не намочила на пол. Как обычно, за ночь она несколько раз будила меня, то носом потрется, то усядется верхом. Расставить мы в среду, причем без всяких затруднений. Мне кажется, Эльса становится все более независимой и охотно остается одна. Не понимая людей, которые утверждают будто жизнь и поступки животных всецело управляются инстинктом и условными рефлексами. Только разум мог создать ту хитроумную стратегию, которую применяют львы во время охоты на животных. А все известные нам примеры осмысленного продуманного поведения Эльсы. Из Сеола, 4 апреля 1959 года. Я приехал на место нашего лагеря около 8 часов вечера. Выпустил, как обычно, сигнальные ракеты. Эльса не появилась, не пришла она и ночью. Рано утром я отправился по тропе, на которой мы подстрелили цесарку, и нашел там следы недавней стоянки. Надеясь разыскать Эльсу за рекой, я сделал широкий полукруг, но и там не увидел я следов. Возвратился тревоженный, уж не убили ее. До этого условился встретиться с Кеном Смитом, которому очень захотелось снова увидеть Эльсу. Теперь я застал его в лагере, и он рассказал мне, что видел Эльсу на скалах. Он позвал ее, но она держалась настороженной и не спустилась. Мы пошли туда вместе, и как только Эльса услышала мой голос, она сбежала вниз и бурно приветствовала меня, да и Кена тоже. Выглядела она великолепно, желудок ее был полон, видимо охотилась ночью. Кен занял твою бому, и Эльса его не тронула. На следующий день мы гуляли все вместе, потом отправились в кабинет, Эльса спала на моей кровати, Кен на твоей, один раз она уселась на него, чтобы показать ему свое расположение. В среду Кен уехал, а в четверг я пошел под вечер с Эльсой на гряду. Только я хотел возвращаться, как слышу, внизу заворчал леопард. Эльса попробовала подкрасться к нему, но он, должно быть, услышал и мигом исчез. В пятницу утром мы расстались, Эльса получила от меня напоследок жирного бородавочника, которого поволокла в реку, где затеял с ним бурную игру. Она сейчас совершенно здорова и хорошо упитана. Из Сеола 14 апреля 1959 года Хотел поехать к Эльсе вчера, однако вместо этого пришлось гонять забравшихся в огороды слонов, но завтра поеду непременно. У меня не хватает слов, чтобы описать, как я радуюсь встречам с Эльсой, как мне приятно ее неизменная радость при виде меня. Если бы только она нашла себе супруга, у меня было бы совсем спокойно на душе, ей должно быть очень одиноко. Она, наверное, тоскует порой, но это как будто не отражается на ее добром нраве и дружелюбном поведении. Эльса всегда чувствует, когда я собираюсь уезжать, но примиряется с этим и не пытается ни удержать меня, ни следовать за мной. Понимает, что это неизбежно и держится с большим достоинством. Исиова 27 апреля 1959 года я отправился к Эльсе днем 15-го. Добрался около восьми вечера, на повороте чуть не столкнулся с двумя носорогами. Проскочил мимо них всего в двух-трех метрах, как всегда выпустил ракеты, но Эльса ночью не пришла. Утром я пошел на гряду, и там никаких следов, ни днем, ни вечером она не появилась. Ночью бушевала гроза, все небо полыхало, и река сразу разлилась. С утра отправился на Буйволову гряду, оттуда спустился в песчаную лагу, по ней тоже во время дождя пронесся поток, но оттуда пришлось скоро уходить, очень глубокий песок, в одном месте провалился по пояс и еле выкарабкался. Дальше по звериной тропе пошел примерно до того места, где лага соединяется с речкой. Так далеко мы еще никогда не забирались. Перекусив на берегу, я перешел через речку, вода была мутно-красная, пила, глубина по пояс, разумеется, дождь, смыл все следы, но все-таки я прошел вдоль реки до самого лаги. В одном месте мне почудилось мертвое животное, я подошел ближе, хотел бросить камень, но вдруг из реки высунулась голова, это был бегемот. А вскоре я услышал в кустах у тропы виск, хрюканье, сопенье, это бегемот ухаживал за бегемотикой. Возвратился я в лагерь около пяти, Эльсы все нет. Я встревожился, так долго мне еще не приходилось ее ожидать. Через сорок восемь часов после моего приезда около половины девятого вечера я услышал за рекой ее голос, она примчалась в лагерь, пышучая, здоровьем и радостно бросилась ко мне. Все еще незаметно, чтобы она встречалась с львами. Эльза была голодна, она съела почти целиком заднюю часть газели Гранта, которую я подстрелил по пути, и даже не посмотрела на то, что мясо уже попахивает. Утром я убил для нее бородавочника. Эльза была в восторге, она так наела, что никуда не хотела уходить из лагеря. В воскресенье утром мы спустились в кабинет. Эльза улеглась там спать. Вдруг я приметил крокодила метров двух или трех длиной, который выбирался из реки на камни на противоположной стороне. Я тихонько спустился к воде, снял его кинокамерой, потом также тихо сходил в лагерь за винтовкой и пустил ему пулю в шею. Крокодил не успел даже двинуться с места. Македа переправился через реку, накинул ему аркан на голову и мы перетащили добычу на нашу сторону. Эльза внимательно следила за нами, но крокодила разглядела лишь около самого берега. Она осторожно подошла к нему, как подходила в первый раз к Буйволу, вытянула лапу и потрогала нос. Убедившись, что крокодил мертв, Эльза сцепилась с него зубами и стала тащить из воды, тем своим видом показывая отвращение. Крокодили мясо ее ничуть не привлекало, она предпочитала бородавочника, хотя он был уже далеко не свежим. Я покинул ее в понедельник утром, потом встретил на водопое крупного Буйвола, а на следующий день отправился на охоту за большим львом, который ушел в тот раз, когда мы застрелили мать Эльсы. Он за последнее время натворил много беда, тащил 12 кос. Четыре ночи подряд я дежурил у приманки, а днем искал следы на холмах. Но мне попались только следы львицы с двумя львятами трех-четырех месяцев, видимо, родичей Эль. Я не очень огорчился, что не нашел певика. Вряд ли было бы прилично поймать его и отвезти Кэльти. Из Сиола 12 мая 1959 года. Я выехал в воскресенье 3 мая. Перед тем всю неделю шел дождь, поэтому я взял только лендровер, захватив с собой Османа и Македа. Машина застряла в том самом месте, где мы тогда буксовали. Провозившись час грязи, мы наконец тронулись и в следующей лагере засели окончательно. Промучились до темна и все-таки не выбрались. Пришлось заночевать. Ночью прошел ливень, все затопило и наутро мы поднимали домкратом каждое колесо полосы. Продвинулись на несколько десятков сантиметров и опять завязли в грязи. Лишь двум часам дня мы сумели одолеть эту лагу, а следующая оказалась совсем затопленной. Ночью неподалеку от нас рычала большая львиная семья, видимо, львы что-то добыли. Дождь прекратился, мы переправились и доехали до следующей реки. Кое-как нам удалось перебраться и через нее. Теперь уровень воды заметно понизился, а накануне ночью мы бы тут застряли. Перед самым поворотом к лагерю мы увидели прямо на дороге двух носорогов самка и почти взрослый детеныш. Они даже не думали вступать нам дорогу. Я взял винтовку и вышел из машины. Самка наклонила голову и пошла в атаку. Когда между нами оставалось десяток метров, я закричал, думая, что это ее образумит, но она только прибавила ходу. Пришлось стрелять. В пяти метрах от машины она свернула в заросли и исчезла. Я прошел по ее следам несколько сот метров, но пятен крови не обнаружил. Отправился дальше и в половине первого разбил лагерь. Никаких признаков Эльсы. Река разлилась, такой я еще никогда не видел. Дочь, разумеется, смыл все следы. Вечером выпустили ракету, к утру Эльса не появилась. Я еще раз прошел по следам носорога, но крови нигде не было. Может быть, пуля попала в рог? По пути я застрелил жирафовую антилопу, потому что газель Гранта, которую я привез с собой уже начинала благоухать. Ни в тот день, ни на следующий Эльса не приходила. Скорее всего, она просто ушла с дикими львами. Но я все же не мог не тревожиться и послал Макенда и Османа в ближайшие дневни расспросить жителей, но там львов никто не видел и не слышал. В субботу вечером с тяжелой душой я принялся укладывать вещи. Мы пробыли тут уже целую неделю. Вдруг за рекой подняли гвал бабуины и тут же появилась Эльса, мокрая, но на вид здоровая. Живот у нее был тощий, однако голод ее не мучил. Она презрительно отвернулась от антилопы. Правда, мясо попахило. Эльса была все такая же ласковая и очень не обрадовалась. По виду нельзя сказать, встречалась ли она со львами. Течки у нее мы не видели со времени твоего отъезда, но ведь я не знаю, что происходило в мое отсутствие. Когда она прилегла отдохнуть, я пошел и подстрелил для нее еще одну антилопу. Ночью Эльса втащила добычу в мою палатку. Сама понимаешь, палатки тесноватые, но мясо было свежее, без запаха, так что я примирился, хотя она и меня и палатку вымазала кровью. Эльса живет самостоятельно уже полгода. Справляется она с этим не хуже любого дикого льва и явно совершает дальние переходы, а ко мне по-прежнему относится приветливо, с любовью. В этом она нисколько не изменилась с тех пор, как ты уехала. Эльса дикий зверь во всех отношениях, кроме одного, расположения к человеку. Я уверен, что мы для нее своего рода львы, которых не нужно опасаться, с которыми можно обходиться как с друзьями. Теперь уже Эльса не поджидает меня с нетерпением. Видеть она меня всегда рада и явно не любит со мной расставаться. Но если я уеду навсегда, вряд ли это будет для нее большой трагедией. Исиола 20 мая 1959 года. даже нору и македа не очень так себе подпускает, когда ест мясо. А если, скажем, надо утром перенести мясо из палатки в кабинет или вечером обратно, приходится это делать мне. Эльса тогда шагает следом. Ей непременно надо затащить добычу мою в маленькую палатку. Приходится терпеть. В крайнем случае, если уж очень скверно пахнет, я выношу свою кровать на волю. Эльса чувствует, что моя палатка самое надежное место. Уверен, если у нее будут детеныши, она приведет их ко мне на попечение. В таком случае, придется, видимо, отослать всех из лагеря. Кроме нас с тобой, она никого не потерпит. Очень хочется опять увидеть Эльсу. Последний раз, когда я уезжал, у нее был такой грустный вид. Я попытался убрать незаметно, но когда оглянулся, она стояла у солонца и глядела мне вслед, хотя за мной не пошла. Я чувствовал себя преступником. Из Сиола 3 июля 1959 года выехал из Сиола в субботу вечером. Со мной американский врач Делани и охотник Генри Пулмен. Мы собирались выследить львов, которые, как нам передали, убили одного борона и ранили другого. Делани очень рьяный охотник, он непременно хотел сам застрелить хищника. Когда мы прибыли на место, началась сильнейшая пыльная буря. Утром мы с местными жителями прошли туда, где погиб борон. Буш здесь очень густой, нам рассказали, что 8 человек шли по следу 7 львов, убивших верблюда. Они их настигли. Один самец был настроен воинственно, тот ометнул копье и оцарапал ему бок. Разъяренный лев укрылся в засаде, и когда отряд пошел дальше по следу, он бросился на одного борона и прокусил ему руку. Товарищи унесли раненого домой. Потом они вернулись и отыскали льва в густых зарослях. Один из них неразумно вошел чаще. Не успели они оглянуться, как лев прыгнул на него, мы отыскали свежие следы и прошли по ним буш. Однако ветер дул нам в спину, и я решил, что лучше разложить приманку и устроить засаду. Оставив на месте Делани и Пумина, я поехал проведать Эльсу. Добрался я туда около восьми вечера. Эльса явилась через пятнадцать минут и приветствовала меня, как всегда. Выглядела она хорошо, но была очень голодна. За ночь Эльса съела половину газели Гранта, которую я и привез, а рано утром оттащила остатки в чаще возле лагеря и провела там весь день. Она только раза два-три наведывалась в кабинет, чтобы проверить, тут ли я. Во вторник она управилась с мясом и согласилась пройти со мной на прогулку вдоль реки. Вдруг что-то на другом берегу привлекло ее внимание. Она осторожно пробралась вдоль берега вверх по течению и переправилась через речку. Я спрятался и стал ждать. Ничего не видно и не слышно. Потом раздался шум и кусту выскочил водяной козел и помчался через реку прямо на меня. За ним бежала Эльса. Увидев меня, козел хотел повернуть, но тут на него прыгнула Эльса и сбилась с ног. Прямо в воде развернулась отчаянная схватка. Эльса вцепилась к козлу в горло, когда он ослаб, она захватила пасть его морду, чтобы задушить ее. Наконец я не выдержал и добил беднягу. Козел весил, наверное, 200 килограммов. Поднатужившись, Эльса стала вытаскивать его на откос, однако на полпути сдалась. Я хотел ей помочь, но не мог даже сдвинуть тушу с места. Пришлось отправиться в лагерь, чтобы позвать Нору и Македа и взять веревки. Когда мы вернулись к реке, козел был уже наверху, но и селище у этой Эльсы. Представляешь, что она могла бы при желании сделать человеком? И это еще раз показывает, как терпелива и добра она с нами. Расстались мы с ней второго и не без труда. Она знала, что я уезжаю и все время внимательно следила за мной, не спускала с меня глаз. Часа через два она уснула и я смог спокойно уйти. Приготовься к бурной встрече. Пожалуй, тебе лучше не показываться, пока она не поздоровается со мной и не успокоиться немного. Я вернулась в Кению 5 июля. Еще до того, как приземлился в самолет и преди, чем увидеть Джорджа, я заметила наш лендровер. Он выглядел таким потрепанным среди роскошных лимузинов. Но если прежде я не раз стыдилась нашей колымаги, то теперь вид царапин из мяса наставленных Эльсой только растрогал меня. Мне хотелось сразу же поехать в лагерь, но Джордж уговорил меня купить сначала новый лендровер, ведь наш старик совсем разваливается. Мы простились с престарелым верным товарищем, с которым так тесно были связаны все наши воспоминания об Эльсе и приобрели машину новейшей марки. Она была намного удобнее и приличнее прежней, но как отнесется к ней Эльса? По случаю моего приезда Джордж сделал небольшой отпуск, и вскоре мы уже были в пути. В лагерь мы прибыли 12 июля, уже в сумерки. Через 20 минут, когда мы поставили палатки у реки, послышался знакомый гамм. Эта бабуина сообщали нам о прибытии Эльсы. Джордж считал, что мне лучше забраться в грузовик, пока львица не израсходует часть своей энергии навстречу с ним. Он по-настоящему опасался, что после долгой разлуки она с таким пылом набросится на меня, что может и поранить. Я неохотно подчинилась. Посидела несколько минут в машине, потом вышла. Эльса как ни в чем не бывало подошла ко мне и мяукая приняла стереться мордой о мои колени. Потом, убрав когти, столкнула меня с такой силой, что я не удержалась на ногах. Словом, играла как обычно, ничего особенного не устроила. Она заметно выросла и окрепла, желудок у нее был полон. Газель Гранта, которую привез Джордж, привлекла ее не сразу. К нашему удивлению, она вскочила на крышу новенького ленд-дровера так же непринужденно, как здоровалась со мной. А ведь он был совершенно не похож на потрепанного старика, к которому она привыкла. мы решили поставить мою кровать в грузовике, а то еще если захочется лечь вместе со мной. И правильно сделали. Как только погас свет, она пролезла сквозь изгородь вокруг моей бомбы, подошла к грузовику, поднялась на задние лапы и заглянула в кузов, однако удостоверившись, что я тут улеглась рядом с машиной. Рано утром я услышала, как львица тащит газель к реке. Она охраняла тушу, пока Джордж не встал и не позвал меня позавтракать. Тогда Эльса прибежала в лагерь и хотела сходу прыгнуть на меня, но я крикнула «Нельзя, Эльса, нельзя!» Она умерила свой пыл и подошла ко мне спокойно. Пока мы ели, одна лапа Эльсы лежала у меня на коленях, затем она вернулась в своей добыче. Эльса жила с нами в лагере шесть дней, ходила на утренние и вечерние прогулки. Один раз мы видели, как она крадется к водяному козлу, который пришел на водопой. Львица замерла в очень неудобном положении, а потом, выбрав момент, бесшумно переправилась через реку и скрылась в буши. Вскоре она вернулась и стала тереться о нас головой, рассказывая про свою неудачу. В другой раз нам попалась убитая антилопа Дик-Дик, на которой сидел крупный гриф. При нашем приближении птица улетела. Мы предложили Эльсе взять антилопу себе, но нас отвращением сморщило нос. пока Джордж ловил рыбу, я на берегу рисовала Эльса. Когда я достала свои бутерброды, Эльса захотела непременно закусить вместе со мной и своими лопищами пыталась вытаскивать у меня куски прямо изо рта. Львица не всегда соблюдала осторожность, и нам приходилось быть на чеку, чтобы она не бросилась на нас из-за засады. Не очень-то приятно, когда на тебя а сходу прыгает такая дырда. Однажды утром Эльса затеяла в воде веселую игру с палкой, которую ей бросил Джордж. Она хватала палку зубами, прыгала, плескалась, била о воду хвостом. Выронив палку, она ныряла за нею и гордо выплывала на поверхность. Джордж с берега фотографировал ее. Эльса делала вид, что ничего не замечает, а сама подбирала все ближе и ближе. Вдруг она отбросила палку и прыгала на него. Вот тебе фотограф. Джордж замахнулся, чтобы шлепнуть ее, но Эльса скачала в сторону, ловко взбежала вверх по наклонному стволу дерева. Усевшись наверху, она самым невидимым видом стала облизывать лап. В последующие два дня Эльса навещала нас только изредка, и вела себя очень сдержанно. 23 июля она не пошла с нами на утреннюю прогулку. Позвечер мы приметили ее на гряде недалеко от лагеря, а метров 20 от нее, представьте себе наше удивление, ничуть не боясь, суетились бабулины. Эльса неохотно откликнулась на наш зов, но все-таки спустилась к нам. Потом она быстро мчалась в буш. Мы шли за ней, пока не стемнело. Полный вечер, Эльса вернулась, позволила мне погладить себя, но ее явно не терпелось уйти снова. Елене было всю ночь и весь следующий день, если не считать короткого посещения, когда она приходила поесть. Вечером, когда мы сидели и разговаривали, вдруг явилась Эльса. Вся мокрая, только что реку переплыла. Пилетливо поздоровалась с нами и принялась за еду. На обеды она поминутно настораживалась, прислушиваясь к чему-то, которое она исчезла. Что происходит? Принкоков течки не было. Может быть, мы чересчур задержались? С той поры, как началась вольная жизнь Эльсы, мы еще ни разу не оставались с ней так долго. На следующий вечер, когда мы обедали, из темноты вдруг выскочила Эльса. Смела хвостом со стола всю посуду, радостно обняла нас и опять убежала. Потом она появилась еще раз, точно хотела извиниться, и через минуту скрылась. Утром мы увидели отпечатки лап крупного льва и поняли причину странного поведения Эльс. После полудня, разглядев бинокль парящих над одной точкой грифов, мы пошли разузнать, в чем там дело. Повсюду виднелись следы гиены шакала, отпечатки лап льва или к веке. Он, несомненно, приходил сюда на водопой. На песке мы заметили кровавое пятно, но следов Эльсы не было, не было и остатков жертвы, так что мы не смогли понять, откуда это кровь и почему здесь кружились грифы. Проискав шесть часов, мы вернулись в лагерь, так и не разрешив этой загадки. А вечером явилась Эльса, очень голодная. Она провела с нами ночь, но на рассвете снова исчезла. Двадцать девятого мы увидели ее на высокой гриде и стали злать. Наконец она спустилась к нам, ласково помурлыкала, потом опять поднялась на свою скалу. У нее была течка, этим объяснялось ее поведение. Под ней мы снова ходили к гриде, но на этот раз она отказалась спуститься, хотя и ответила на наш зо. Пришлось нам самим подниматься на скалу. Когда стемнела, Эльса встала и точно прощаясь, потерлась от меня, Джорджа и оруженосца, потом медленно пошла к своему логу. Только один раз она обернулась, чтобы поглядеть на нас. На следующий день я увидела ее на скале в бинокле, и если бы Эльса умела разговаривать, она все равно не смогла бы более убедительно дать нам понять, что просит оставить ее в покое. Как невелика наша любовь к Эльсе, было ясно, что теперь она нуждается в обществе львов. Мы решили уехать. Когда машины проходили мимо скалы, мы увидели на фоне небо силуэт Эльсы. Она провожала нас взглядом. Следующий раз мы пробыли в лагере с 18 по 23 августа. Эльса по-прежнему очень ласково относилась к нам, но из этих пяти дней два провела одна в буши. Мы не видели отпечатков лап других львов, но было очевидно, что она предпочитает одиночество нашему обществу. Что ж для нее же лучше, если она научилась обходиться без нас? 29 августа Джош отправился на объезд района, где обосновалась Эльса. Около шести вечера он добрался до лагеря и решил там переночевать. Чтобы привлечь внимание Эльсы, Джош выпустил две ракеты. Часов восемь у реки послышалось львиное рычание. Когда он выпустил одну ракету, лев рычал всю ночь, но Эльса не пришла. Утром Джош нашел возле лагеря отпечатки лап молодого льва и львицы. Потом Джош должен был уехать, но к четырем часам дня вернулся снова. Через час из-за реки появилась Эльса. Ласковая и здоровая. Она не была голодна, но все же погрызла немного антилопу, которую убил для нее Джош. Потом оттащила тушу в палатку. Едва стемнело, снова послышался голос льва. К удивлению Джорджа, Эльса не бросил на зону никакого внимания, хотя лев не унимался почти всю ночь. Рано утром она хорошенько поела и, не торопясь, направилась в ту сторону, откуда доносилась рыча. Вскоре Джордж услышал ее голос, а потом увидел Эльсу на высокой скале. Заметив его, она спустилась вниз, радостно потерлась о него головой, но достаточно ясно показала, что он лишний, и ушла в буш. Джордж примерно догадывался, куда она направилась, и пошел за ней. Следы вели к реке. Вскоре он увидел Эльсу. Она сидела на скале, почти скрытой гуще зарослей. Джордж некоторое время наблюдал за львицей. Она была чем-то обеспокоена и, не отрываясь, смотрела куда-то вдоль берега. Вдруг она замяукала, тявкала, соскочила с камня и промчалась мимо Джорджа в буш. Мгновение спустя появился молодой лев. Он явно торопился вслед за нею и не заметил Джорджа. Когда лев был метров двадцати от него, Джордж решил, что пора действовать. Он закричал и замахал руками. Лев оторопил, повернулся и побежал обратно. Через несколько секунд появилась Эльса. Она присела на минутку рядом с Джорджем и тут же пошла за львом. Джордж вернулся в лагерь и уехал. Через два дня ему снова надо было поехать в этот район. Когда до лагеря оставалось несколько сот метров, один из его помощников увидел Эльсу. Она лежала под кустом у дороги, явно прячась от них. Очень странно. Обычно она бросалась навстречу машине и со всеми здоровалась. Может быть, они обознались? Джордж повернул машину обратно и убедился, что это действительно Эльса. Первый миг она не сдвинулась с места, но, поняв, что ее обнаружили, вышла и приваскалась к Джорджу, всячески стараясь показать, что рада ему даже поела привезенного им мяса. Тем временем Джордж прошел по дороге в эсматевые следы. Рядом с отпечатками лап Эльсы были следы другого льва. А вот и сам лев смотрит на него из-за куста, как будто тот же самый, которого Джордж видел с ней в прошлый раз. И бобулины подняли гвалту реки, тоже обнаружили льва. Услышав шум, Эльса перестала есть и пошла искать своего господина и повелителя. Джордж поехал дальше, разбил лагерь и, прежде чем отправиться по своим делам, оставил в палатке мясо для Эльсы. Когда он вернулся, мясо лежало на месте. Ночью Эльса не пришла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова